Стеклянное яйцо Единственная женщина среди мужчин, одетых в грубую холщовую одежду. Соломенная шляпа с узкими полями затенена вуалью, концы которой повязаны вокруг шеи. Поверх зеленого костюма накинут плащ на золотистые подкладки. Все это предстало перед ним словно на картине, которую он все время рисовал в воображении. И он подумал, что хотя для загородных прогулок тетя Кристина постоянно выбирает английские костюмы, в ее облике всегда сохраняется что-то домашнее. Но когда маленький пароходик, курсировавший по фьорду, подошел ближе, Вилфреду вдруг показалось, что это не она. И он даже подумал, что она ему просто пригрезилась, ведь он неотступно ждал, что в один прекрасный день увидит ее стоящие вот так, на баке. Но дама, которую он увидел, оказалась вдруг меньше ростом и, пожалуй, немного старше. Она кивнула, и он почувствовал мгновенное разочарование. Его поразило то, что издали она больше похожа на себя, чем вблизи. Но в ту минуту, когда маленький трап был переброшен на берег, и Вилфред протянул к ней руки, он почувствовал, что это все-таки тетя Кристина. Вернее, нет, просто Кристина, а вовсе не тетя. В эти недели томлений и грез, которые преображали все, что его окружало, Вилфред совсем перестал думать о ней, как о вдове своего дяди. Боцман протянул ему два увесистых чемодана. Стало быть, Кристина собирается пробыть здесь долго. Вилфред приблизил к ней загорелое лицо. Она ответила на его поцелуй. Подняв голову, он заметил, что на них смотрят с верхней палубы. Между прочим, я всю дорогу сидела на чужом месте. На свежем воздухе легче дышится. Что-то кольнуло его в сердце. Значит, это правда, что Кристина бедна? Само это слово казалось ему странным в применении к людям их круга. Разве можно быть бедным, не будучи, ну, одним словом, другим? Они вместе поднялись по крутой тропинке, ведущей в гору. Она, прелестная и беззаботная от одного того, что очутилась в новой обстановке, он, ее кавалер, несущий тяжелую поклажу. Позже, когда они сидели на веранде за завтраком, сидели прямо друг против друга за белым плетеным столом, покрытым серой льняной скатертью, ели омаров, браконьерски выловленных вершей, а потом пили чай с повидлом, ему показалось, что она непрестанно преображается у него на глазах. Один раз Кристина встала из-за стола, чтобы взять сумочку, которую забыла в прихожей. Оставшись с ним наедине, мать раздраженно сказала, — Что ты так уставился на Кристину? Можно подумать, что ты хочешь ее съесть. Когда Кристина вернулась, Вилфред уже ни разу не взглянул на нее. Он смотрел куда угодно, на море или в противоположную сторону, в сад, где птицы затихали, по мере того, как солнце поднималось все выше. День обещал быть жарким. Застегнутый на месте преступления, он был пристыжен и уязвлен. В эти дни каникул, которые он провел здесь наедине с матерью и немногочисленными друзьями с соседних дач, он совсем забросил свои лихорадочные упражнения по самозащите. Ничто не напоминало ему здесь опасную действительность со всеми ее нераскрытыми тайнами, от которой он спасся бегством. В Сковлю все было по-другому, это была тихая обитель. Но почему мать назвала гостью Кристиной, а не тетей Кристиной? Мать проводила Кристину в ее комнату наверху. Горничная стала убирать со стола. Оставшись один, Вилфред почувствовал себя гораздо более одиноким, чем ему хотелось в этот день. Он вышел в сад и побрел по тропинке вниз к старому колодцу. Его ветхая, окрашенная коричневой краской пирамида маячила позади белесоватой осиновой рощи. Вот тут Вилфред и понял, что происходило за завтраком, понял, как менялась все время Кристина. В ту минуту, когда у белой изгороди мать раскрыла ей навстречу объятия, она стала тетей Кристиной, той дамой, какой она была, когда пароход пришвартовался к берегу. Но потом, когда Вилфред подал ей повидло и поджареную булочку, и они на секунду встретились взглядом, она перестала быть дамой и стала женщиной, предметом дерзких грез, которые не оставляли его с той минуты, когда, очнувшись холодным утром на камнях Блоссена, он принял важное решение — самоутвердиться. Не оставляли и теперь, когда под предлогом того, что он собирает растения для гербария, он в одиночку бродил по сковлю, чтобы уклониться от шумных игр в кругу детей и молодежи в первые буйные дни каникул. Для многих его сверстников в эти дни жизнь как бы возрождалась вновь после перерыва. Зимой в городе они не виделись друг с другом, но здесь встречались каждое лето, и теперь им казалось, что не было ни школы, ни зимы. Это ощущение объединяло их всех. Но порой, когда они поверяли друг другу какие-то пустяшные секреты, накопившиеся с прошлой осени, Вилфреда охватывало чувство, что он чужой среди своих сверстников, и даже тех, кто постарше. Он был чужд их неведенью, их ребяческим школьным проделком и невинным пороком. Раньше он этого не понимал, а теперь он смутно чувствовал, в чем дело. Нынешнее лето ознаменовано тем, что он принял решение, которое навсегда преобразит его, окончательно сформировав в нем новую личность. Заикнись кто-нибудь об этом в присутствии его приятелей. Это привело бы их в ужас. Теперь Вилфред мог видеть мать и Кристину из сада. Они вдвоем стояли у большого окна на втором этаже. Его отделяло от них больше ста метров, и он видел тетю Кристину. А по другую сторону высокой изгороди раздавались голоса его товарищей. Звонче всех звучал голос резвой и серьезной Эрны. Что-то кольнуло Вилфреда в сердце. Так случалось всегда в присутствии Эрны. С той поры, как они вместе играли детьми, каждое лето между ними что-то было. Было, но ничем не стало. Детская влюбленность, которая прежде забавляла Вилфреда, но за последние несколько недель превратилась вдруг во что-то более требовательное. Он осторожно подкрался к живой изгороди и раздвинул листья вяза. Эрна стояла в кругу молодежи, разрумянившаяся, оживленная, в чистом голубом платьице до колен. «Ребенок!» — подумал он. И в ту же минуту, в первый раз, хотя видел ее каждый день эти три недели, Вилфред заметил, что она вовсе не такое дитя, как он предполагал. И он вспомнил взгляд, которым она смирила его, когда они встретились первый раз в этом году. Оценивающий взгляд с головы до ног, вроде тех, какие нынешней весной бросала на него мать. Молодежь собиралась на острова на двух лодках. Возьмут с собой завтрак, будут купаться, собирать птичьи перья и захватят острова. Это была ежегодная игра, в которую они нарочно вносили драматизм, делая вид, будто кто-то мешает мореплавателям, прибывшим на двух невинных белых латчонках с провиантом, корзинками с едой и фляжками с соком, высадится на двух голых скалистых островах во фьорде. И снова укол в сердце. Вилфреду захотелось окликнуть своих сверстников, выйти к ним на дорожку, по обе стороны которой тянулся газон, аккуратно выложенный по краям белыми раковинами. Он хотел крикнуть, что поедет с ними. — Надо зайти за Вилфредом, — предложил кто-то из мальчишек. Но Эрна, надув губки, возразила. Да ведь к нему приехала эта его тетя. Она сказала тетя таким тоном. Неужели Вилфред выдал себя? И неужели эти женщины, мать и маленькая девчонка Эрна настолько наблюдательны и подозрительны? А может, в них просто говорит инстинкт, или как это там называется? Неужели они улавливают неуловимую связь, тайную даже для самого Вилфреда, тайную настолько, что, пожалуй, он еще и не осознал ее, во всяком случае, той частью своего сознания, которая принадлежит будничной действительности? Ведь даже наедине с собой Вилфред не связывал принятое им решение и томившее его желание и себя самого, каким он был в реальной жизни. Даже самому себе он не признавался в том, что герой его мечтаний он сам, что это ему суждено пережить упоительные и стыдные минуты. Если голова его и была дни и ночи напролет занята этими мыслями, то так, словно речь шла о ком-то другом. Вилфред почувствовал прилив нежности и раздражения одновременно. Он выпустил из рук ветки вяза и оглянулся на дом. В окне уже никого не было. Молодые голоса по ту сторону изгороди тоже стали удаляться по направлению к морю и лодкам. Он встал с колен. Ну так что ж? Разве не к этому он стремился? Быть одиноким? Быть тем, кого никто не знает? Но он вдруг почувствовал, что перестать быть ребенком больно, ведь он не принадлежал еще и к взрослым. Что же делать? Надо ли вообще принадлежать к какому-то кругу? Или просто надо быть самим собой? В приливе внезапной самоуверенности Вилфред повернул обратно к дому. Он будет услужлив и неуязвим. Именно в такие минуты, когда он хладнокровно и быстро принимал решения, ему сопутствовала удача. А в минуты слабости все шло прахом. Идя к дому какой-то новой для себя плавной походкой, неестественно подняв голову, он вдруг вспомнил обо всем, что произошло этой весной. О заметках в газетах, которые появились вскоре после истории с поджогом, о статье в Моргенбладет, автор которой сокрушался о малолетних преступниках. Увы, зачастую это дети из обеспеченных семей, которые ведут сомнительную ночную жизнь. Автор писал о новых веяниях времени и о том, что полиция напала на след. Вилфред засмеялся, вздернув подбородок. Так или иначе, это не его след. Скорее всего, это след каких-нибудь маленьких хвостунишек, которые в потемках шушукаются на углах. Но это не его след. Обстоятельства играли Вилфреду на руку. Чернобородому коротышке-полицейскому не обнаружить Вилфреда с помощью всех своих следов. Полиция сцапает каких-нибудь мальчишек из бедных кварталов, которые ходят в народную школу, или глупых озорников из приличных семей, которые, набедокурив ради забавы, не умеют держать язык за зубами. Вилфред стал быстро рвать цветы в той части сада, которая не касалась рука садовника и которая была предназначена для детских игр и беготни. Он рвал все, что попадалось под руку. Клевер, златоцветы, одуванчики. Лютики и дикий лен довершали эту пеструю смесь воплощение детского восторга. «Хеллоу!» — весело окликнул он дам, которые в эту минуту появились на веранде. Он помчался вверх по лестнице и, когда, запыхавшись, взбежал на второй этаж, почувствовал, что у него сияющее лицо. Тетя с приездом! И Вилфред почтительно протянул ей букет и поймал взгляд матери. В нем не осталось и следа раздражения. Ее глаза говорили сыну. «Мой хороший, умный мальчик!» И тут же заметил взгляд Кристины, говоривший совсем другое. Она опять стала Кристиной, а не тетей Кристиной, хотя стояла бок о бок с матерью, принимая от него букет, и, как ему показалось, вспыхнула. Он заметил, что у нее через руку перекинут темно-красный купальный костюм. Купальня была тем самым местом, где в это лето, напоенное мучительным желанием, казалось, может случиться все. Купальня с ее теплым и влажным воздухом, в котором смешались запахи прогретого солнцем дерева и морской воды. Здесь от всего веяло тайной, даже от стен, покрытых разводами стершейся краски, и от ветвей деревьев, которые складываются в какие-то манящие и запретные узоры, даже от насмешливо подмигивающего овального зеркала в зеленой раме, от пятнистого зеркального стекла, которое искажало и уродовало лица, от всего веяло чем-то зловещим и соблазнительным, чего Вилфред прежде не замечал, тревожный, мерцающий зеленый свет на дне, где Вилфред когда-то пережил минуты позора. Морская трава, пробивающаяся между балками, вечно движущаяся, завлекающая и засасывающая. Все огорячила в нем кровь, узенькая скамейка, покрытая клеенкой, которая обжигает холодом, и где можно растянуться после купания, подстелив мохнатое полотенце. Все таило в себе возможность неожиданностей. Мечты и надежды на неожиданность, сливаясь воедино, теперь постоянно воспламеняли и томили его. А цветные стекла из красных, зеленых, синих и пронзительно желтых квадратов, как страшно и упоительно смотреть сквозь них на берег и на скалы, видеть, как они меняют окраску в зависимости от того, через какое стекло ты смотришь, переходя от пламенно-красного к приглушающему синему, потом к прохладному зеленому, и вдруг прыжок к темно-желтому с его предгрозовой окраской, которая сковывает страхом каждую клеточку твоего тела. И тогда ты глядишь в обыкновенное стекло, и вся природа становится вдруг безопасной и глупой, как будни. Когда Кристина купалась, Вилфред бродил вокруг. Он не подглядывал. Подглядывать было бессмысленно. Кристина погружалась в воду у самого выхода из купальни, и даже плечи ее были прикрыты темно-красной тканью купальника, а волосы — шапочкой. В платье и то она оказалась менее одетой. Но зато какое блаженство стоять за скалой возле купальни и знать, что она там, внутри, а потом смело шагнуть к купальне, рвануть дверь и увидеть ее, белую, мягкую, обнаженную. И тогда, каких только вариантов не предлагала ему фантазия. Улыбка, раскрытые объятия, груди, плоть или испуганный крик, руки, которые стараются прикрыть наготу, а не то притворный гнев, возмущение, которое он должен победить, а с его стороны наигранная робость, а может даже удивление, будто он и не подозревал, что она там, восторг и растерянность от того, что она так прекрасна, или наоборот, слепой натиск, грубость, насилие. Все было возможно, могло стать возможным, но главное, главное, то единственное, то неслыханное, что все завершит и все преобразит. Кристина всегда купалась в одиночестве. Мать жаловалась на ревматические боли, но на самом деле она просто не умела плавать. Вилфреду было ее жалко. Вообще она любила плескаться возле купальни. Но жалость вытесняла темное блаженство, наполнявшее его, когда он предавался своим мечтам. А может, наоборот, в купальне будет он? Она придет, а он будет стоять там посреди купальни, и она увидит его в том возбуждении, в каком он находится теперь почти всегда. Он возникнет перед ней, неожиданная и гротескная непристойность. И она испугается, а может, что еще лучше, но мгновение лишится чувств. И тогда он бросится на нее, сорвет с нее одежду. Свободное летнее платье с пуговичками, обтянутыми материей, у выреза на спине. Он однажды дотронулся до них и знает, как их надо расстегивать. А то еще лучше. Она застынет на месте, скользнув по нему взглядом, все поймет и лишится воли перед лицом этого детского желания, которое напугает ее и в то же время докажет ей, что он уже не ребенок. Но была еще другая Кристина, не похожая на созданный его воображением белоснежный образ в душном сумраке купальни. Была еще Кристина девочка, та, которая плакала на ступеньках лестницы, выходящей к морю. И к этой Кристине он испытывал прилив нежной и безгрешной любви, преданности, готовности утешить и по-мужски защитить от житейских невзгод. Он находил для нее тысячи слов, слов заимствованных и непосредственных, тех, что он вычитал и тех, что сами просились на язык, полные утешения, мудрости и рыцарской нежности к тому, кто слабее и кто страждет. Образ такой Кристины тоже иногда возникал в нем, а иногда иной, женщины в полном расцвете сил. Но и тогда она не была тетей Кристиной, а просто женщиной, беззащитной, с которой жизнь порой обходилась жестоко, но которую Вилфред готов взять под свое крыло, мужественная и ласковая. А между этими Кристинами было еще множество других Кристин, так же, как и в нем самом жила смесь разных людей, насильника, любовника, старшего брата, даже опекуна и супруга. И были в нем бесконечные переходы от одного состояния к другому, соответствующие сменам ее образа и сменам ситуаций, настолько разнообразных, что всех дней и ночей в мире не хватило бы на то, чтобы перебрать их в мечтах. Воздух был напоен словами, теми, что Вилфред не мог ей высказать. Он протягивал ей через стол салатницу и простое «пожалуйста» застревало у него в горле. После обеда он бродил в саду под деревьями, вновь упиваясь словами народных песен, таинственных и волнующих, смысл которых наполовину от него ускользал. У Скаммеля пять сыновей, о жизни их неправой, среди соседей богача идет худая слава. Что-то нравилось ему в этих строчках, в не совсем понятной жизни их неправой, в грозном и мрачном идет худая слава. А когда он, томясь кружил вокруг купальни, зная, что Кристина находится внутри, другие строки из песни об Эббе-сыне Скаммеля упрямо и навязчиво напоминали о себе. За облаками спит луна, а Эббе все не спится. Идет он к юмфру Люсьелиль, идет в ее светлицу. Это имя Люсьелиль завораживала Вилфреда своим звучанием. Люсьелиль это Кристина, которую он будет защищать и та, которой он насильно владеет в светлице или в купальне. Она была его Люсьелиль. Вилфред бродил, твердя это певучее имя. У имени был привкус меда и ванильного крема. От него рождалось такое же чувство, как когда смотришь сквозь красное стекло. Вилфред убаюкивал себя им, засыпал в нем, как в мелодии, сотканной из сплетенных лиан, и пробуждался с ним, и тогда оно звучало, как призывная фанфара. В этом имени был драматизм. Воображение подхлестывало этим именем образ Кристины, и он становился кровавым, зловещим, трагическим. В лесу Вилфред встретил Эрну. На ней было голубое платье, прохладное, как колосья овса. От него пахло стиркой и юным телом. Его поразил этот контраст. После царства пламенно-красного на него повеяло свежестью голубизны. Она сказала, «Ты теперь совсем не приходишь к нам». Они стояли почти касаясь друг друга в пронизанном светом лесу, где тропинки круто сбегали вниз к морю. И от близости Эрны ему вдруг захотелось вырваться из плена желания и необузданных мечтаний. Она сказала, «Из-за этой твоей тети». Оба стояли, расшвыривая ногами сучья и хворост. Вилфреду вдруг стало стыдно. Почему она сказала, «Тетя, что это за дар у женщин, у матери, у Эрны? Одна дама уже не первой молодости, другая девчонка. Что это за дар угадывать то, в чем ты сам себе не признаешься до конца? Хотя это наполняет твою жизнь». И снова ему пришло на память слово «Инстинкт». Она сказала, «Мы могли бы вместе поехать на острова?» «Мы?» неопределенно переспросил он. «Всей компанией?» «Мы», повторила она. Разговор не клеился. И вдруг она заплакала. «Что с тобой, Эрна? Отчего ты плачешь?» Она отвернулась от него и пошла прочь. Он стал подыматься следом за ней по крутой тропинке. Спокойная влюбленность, повторявшаяся из лета в лето, вдруг, как бы накопившись за много лет, слилась в огромную волну сострадания, стыда, удивления и вины. Это не было предусмотрено планами Вилфреда и застигло его врасплох. Освещённый лес вокруг стал вдруг тем, чем он был на самом деле. А между стволами блестело море и пахло хвоей, муравьями и горным пастбищем. Чары развеялись. Они очутились возле старинного, сложенного из камня стола. Это была ничейная земля на границе двух частных владений. Эрна села на деревянную скамью у стола. Вилфред не решился сесть рядом с ней и, обогнув стол кругом, опустился на высокий пень. Нечто вроде табурета, как раз напротив нее. На темном столе валялись маленькие острые камешки. Дети использовали их вместо грифелей, когда играли на этом столе в крестики и нолики. А лучшей доски, чем этот стол, вообще было не сыскать. Эрна не смотрела на Вилфреда и что-то чертила на столе острым камешком. Он тоже взял в руки маленький камешек. Казалось, между ними возник молчаливый уговор. Почти не сознавая, что он делает, он нацарапал «Я люблю». Он сам не знал, что при этом имел в виду, и сидел, уставившись в написанные им слова, и вдруг она подняла на него блестящие глаза. «Я написала три слова», сказала она, заслонив свою надпись левой рукой. «Я тоже», сказал он и быстро дописал. «Эрну», делая вид, будто просто обводит какое-то слово еще раз. «А можно я посмотрю, что ты написал?» «Можно, если ты покажешь, что написала ты». Они медленно встали и обменялись местами. Каждый обошел стол вокруг, не спуская глаз с другого. Оба одновременно остановились и склонились над столом. «Филфред», простонала Эрна и побежала ему навстречу вокруг стола. Они упали друг другу в объятия неожиданно для самих себя и застыли, прижавшись друг к другу. Он провел губами по чистым как лен девичьим волосам, и его рот наполнился ароматом голубизны. Ни один не смел отстранить голову. Губы каждого медленно ползли по щеке другого, пока не встретились в поцелуи. Ее соленые от морской воды. Это был поцелуй, который не имел развития и продолжения. Это просто была минута, к которой они стремились через все летние месяцы, проведенные вместе, ни тела, ни руки, не участвовали в поцелуи, только губы слились. Так же внезапно они отстранились друг от друга и замерли в смущении. Потом снова оба разом посмотрели на стол. Теперь каждый мог видеть обе надписи одновременно. Они снова неловко рванулись друг к другу, но не обнялись, а просто стояли близко-близко. Ее макушка касалась его подбородка. Это правда, выдохнула она, правда, что ты любишь меня? А он выдохнул в ответ, правда, что ты любишь меня? И оба в один голос начали повторять, правда, правда, пока слова вообще не утратили всякий смысл, и оба замолчали, смущенные, счастливо улыбаясь. Она спросила, значит, мы помолвлены? Слово вызвало трепет в его душе, неожиданный, пронзительный. Да, мы помолвлены, решительно сказал он и снова устремился к ней, но она отошла в сторону и торжественно сложила загорелые, шершавые от соли девичьи ладони. — Благодарю тебя, Боже, тихо сказала она. Почему ты благодаришь Бога? Обернувшись к нему всем корпусом, она ответила, потому что об этом я молила Бога с того лета, когда мы встретились здесь с тобой в первый раз. Чудовищная невинность! Рука в руку они молча обошли маленькую лужайку вокруг стола. Они почти не глядели друг на друга. Они смотрели на море, сверкавшее между вершинами невысоких сосен на склоне холма, смотрели на короткую торчащую травку, по которой они брели, смотрели на свои ноги, ступавшие по этой травке. Их счастье было таким полным, что они не осмеливались говорить о нем, а обменивались редкими словами о каких-то посторонних мелочах. Они были так погружены в свое счастье, что только изредка позволяли себе какое-нибудь сдержанное проявление нежности прижаться лбом ко лбу, осторожно провести рукой по волосам. Все для них было полно ожидания. Они были всемогущи, могли ждать, ждать всего от жизни, которая простиралась перед ними долгая и бесконечная принудительная невинность. В них пела воспоминания обо всех минувших летних месяцах, в них пело детство. Оно окрасило их любовь в светло-голубой цвет и держало их души в сладком плену. В этом раю они резвились когда-то, здесь играли в классы, чертя подошвами по непокорной траве. Теперь этот рай возродился вновь. И если в этом раю и жил змей, он в страхе притаился где-то поодаль, в стороне от светлой лужайки, по которой они бродили, двое детей, рука в руку, душа в душу. Недолговечная невинность. Точно их притягивал магнит, кружили они вокруг стола и вдруг одновременно остановились и увидели, что они написали. Оба почувствовали прилив стыдливой гордости от собственной отваги, и когда их взгляды вновь встретились над столом, оба залились жарким румянцем, только в эту минуту их слова стали правдой, признание стало полным, стало опасным, обманчивая невинность. Крадучись, приблизились они они теперь друг друг другу не с открытым бесплотным объятием, как в первый раз, а пламенея внутренним жаром, и теперь их ноги, руки, губы слились не в прежнем неумелом порыве. То, что было лишено плоти, вдруг обрело плоть и заполнилось ею настолько, что все поплыло перед их глазами, и они упали на жесткую траву. Нет, нет, прошептал он, не разжимая объятий. Да, да, простонала она, прижимая его к своему худенькому девичьему телу. Все испуганные змеи плотоядно выглянули из райских кущей, вытянув свои жала. Мгновение, и оба одновременно выпустили друг друга из объятий, точно повинуясь общей воле. Теперь они, задыхаясь, стояли рядом и глядели друг другу в глаза без стыда, но не без страха, полные новым признанием, которое изменило все. И когда они снова побрели по тропинке, они уже не взялись за руки. Теперь на каждой клеточке их трепещущих тел громадными буквами было написано «Не трогать смертельно». Теперь они, задыхаясь, спускались по узкой тропинке и стоило им случайно задеть друг друга пальцами или локтем, их прикосновение высекало искры, от которых мог загореться весь окружающий лес. Они простились у ее калитки. Летний день подернулся тонкой дымкой, поднимавшейся с моря. Бледные сумерки начали подкрадываться к фруктовым деревьям и ягодным кустам. Они простились, обменявшись робким взглядом, полным взаимных обещаний. На обратном пути к дому Вилфред вдруг вспомнил о словах, нацарапанных на столе, которые выдавали их тайну. Они разглашали их удивительную, новую тайну всему миру. Он вернулся в лес, чтобы стереть их. В сосновом лесу быстро сгущались сумерки, и море уже не поблескивало так весело между верхушками деревьев. Поднявшись наверх по тропинке, он услышал, что кто-то спускается ему навстречу. Он опустил было голову и хотел незаметно юркнуть мимо, но что-то в звуке шагов заставило его посмотреть вверх. «Тетя Кристина!» Он хотел произнести эти слова с самым непринужденным тоном, но еле выговорил их. «Добрый вечер, мой мальчик!» спокойно ответила тетя Кристина. Они остановились друг перед другом. Она стояла чуть выше, так что он снова почувствовал себя перед ней ребенком. «Ты не проводишь меня к дому?» Он посмотрел на нее в полной растерянности, не зная, что делать. «Мне надо в лес, я там кое-что забыл», пробормотал он, запинаясь, и быстро стал подниматься по тропинке, не дожидаясь ее ответа. она продолжала медленно спускаться вниз, что-то напевая. «Будто знает какую-то тайну», подумал он. Когда он поднялся на лужайку, где стоял стол, надписи по обе стороны стола были стерты, остались только два еще влажных пятна. Двенадцать В душе Вилфреда буйно расцветало смятение. Он попался. Хуже того, его тайна не принадлежит больше ему одному, и, главное, нет у него уверенности в том, что это тайна правда. Еще совсем недавно это была правда, ликующая, мучительная, перехлестывающая через край правда, но увиденная глазами Кристины любовь к Эрне стала казаться ошибкой ему самому. Этого не мог сделать никто другой, она ведь шла как раз отсюда, привлеченная к каменному столу, чем? Инстинкт, тяга к выведыванию правды, желание свести на нет то, что подернуто по золотой тайне. Ведь были же на каменном столе две надписи. Вилфред стоял, растерянно склонившись над столом, ни в чем больше не уверенный. Он пригнулся совсем низко к одному из влажных пятен и различил тончайший след трех чудовищных слов, нацарапанных его собственной рукой. В эту минуту они были лишены для него всякого смысла. Да и Эрна больше не была реальным существом. Прозрачный лес оделся серебристо-серыми сумерками, и море уже не подмигивало ему, весело улыбаясь, а тускло отсвечивало, как шифер. Вилфред с трудом перевел дыхание и застонал. А потом большими скачками помчался вниз в отчаянной надежде нагнать Кристину, прежде чем она дойдет до ограды, откуда начинается дорога. От ограды до дома рукой подать, и он не успеет объясниться с нею. И вдруг он увидел перед собой на тропинке светлое платье. Что такое? Неужели он так недолго пробыл наверху у каменного стола? Или это она шла так медленно? И что вообще он должен ей объяснять? Ведь она бывает о той тайне, которая связывает его с нею самой. И тут он понял, что она знает, что он идет следом за ней. Она не могла слышать его шагов, он бежал совсем бесшумно, в легких спортивных тапочках, но она все время знала, где он находится, ощущала это спиной. И вдруг Вилфред почувствовал, что его губы растягиваются в улыбку. его охватила странная самоуверенность. «Ау, тетя!» окликнул он, доверчиво продев руку под ее локоть. Она не вздрогнула, она даже не утруждала себя притворством. «А что, если мы с тобой пойдем чудесной дальней дорогой вдоль берега, пока еще не совсем стемнело?» Показалось ему или нет, что ее рука трепещет в его руке? Он не стал додумывать эту мысль до конца. Ему не хотелось рисковать тем ощущением непобедимости, которая овладела им. Кристина покорно подчинилась его руке, которая, чуть сжимая ее локоть, вела женщину по тропинке, так густо заросшей осиной и ольшаником, что они образовали спускающийся к морю туннель. Что заставляет их идти так близко друг к другу? Только ли то, что тропинка в этом месте так куска, но эти вопросы смутно маячили где-то вдали. Вилфред не мог позволить им подступиться к себе и поколебать вновь обретенный покой. Каждый шаг был начинен взрывчаткой. Медленно, легкой походкой нога в ногу шли они к морю, манившему их тихим предвечерним шепотом. В каждом мире таился еще мир, и в одном из них были он и она, все миры сплелись в каком-то странном единстве, но главным и неповторимым был тот, где находились они. Кто из них остановился? Она сама или это он ее остановил? Еще несколько шагов, и они спустятся к морю, а там будет уже поздно, и вдруг они оказались лицом к лицу. Они были одного роста. Глаза смотрели прямо в глаза. Он взял ее голову в свои ладони и вдруг почувствовал во всем теле такую слабость, точно тело неожиданно стало таять. «Ты гадкий мальчик!» тихо сказала она. «Да!» прошептал он. «Очень гадкий мальчик!» «Да!» Их лица не касались друг друга, только губы осторожно сблизились и прижались друг к другу нежно и властно. Потом губы у обоих одновременно вдруг обмякли и разжались. «Очень гадкий мальчик!» повторила она после того, как они постояли с минуту переводя дух. «Да!» опять прошептал он. И на этом «Да!» она поцеловала его открытые губы губами, тоже медленно открывшимися в поцелуи. «Очень очень гадкий!» «Да!» «Да!» «Гадкий!» «Да!» «Гадкий!» «Глупый мальчик!» Он снова прижался губами к ее губам как раз на слове «Глупый», раздвинув губы в открытом «А!» в ответ на ее призывное «У!» «Глупый!» Ее губы были растянуты в звуке «Ы!» Когда он произнес свое «У!» точно вонзив кинжал в ее улыбку. Каждая клеточка их тела жила в этом поцелуе, который завладел всем их существом, подчиняя себе, но его онемевшие руки неумело прокладывали себе дорогу в панцирье ее одежды. Еще немного, и его неопытный организм не выдержит ожидания. Испуганно дрожа, он чувствовал, что минута упущена, а она не помогала ему, только шептала какие-то невнятные слова в последнем порывистом объятии, в котором вдруг разрешилось все, и Вилфреда охватила бесконечная усталость. И в ту же минуту она отстранила его от себя вся дрожа. От ее взгляда вдруг повеяло холодом, влажный рот обмяк. В эту минуту она казалась такой одинокой и беспомощной, что, оправившись от трепетного смущения, он вновь рванулся к ней. Он сам не понимал зачем. Было ли это стремление к новой примирительной ласке? Была ли это жалость к ней, а может и к самому себе? Или дуновение вновь пробуждающегося желания? Но она подняла руку и шлепнула его по щеке довольно сильно. Это была почти пощечина. И потом стала быстро подниматься под лиственным навесом по тропинке вверх, все быстрее и быстрее, пока наконец не пустилась почти бегом. Она ни разу не обернулась. И вдруг дурман рассеялся. Осталось одно только детское недоумение. Он медленно спустился по тропинке к морю, перебрался через скалистый уступ на отмель, заросшую водорослями, и пошел вброд по воде, которая накатывала на него прохладными волнами, пока не стало так глубоко, что он поплыл, как был, в одежде. Он выбрался на сушу на одном из островков в Шхерах и вытянулся на прогретой солнцем скале, обращенной в сторону противоположную берегу. Там его никто не мог видеть. Мысль, что кто-нибудь его увидит, была для него невыносима. Он был слишком на виду, слишком прозрачен, но даже здесь ему казалось, что чьи-то глаза следят за ним. Сбросив тапки, он связал их шнурками, повесил на шею и снова пустился вплавь. Подальше от всего, что пыталось проникнуть любопытным взглядом в пространство, лишенное покрова тайны. А потом он лежал на мысу под маяком в последних лучах вечернего солнца, разложив рядом с собой одежду и ожидая, чтобы она просохла и чтобы что-то изменилось в его душе, в окружающем мире, но ничего не менялось и одежда не просыхала. Солнце уже утратило свою мощь, как и он свою. Он сидел под скалой, окруженный миром, который, казалось, на глазах убывал, становясь чем-то студенистым и расплывчатым. Он не чувствовал стыда, не искал оправданий, которые мало по малу могли бы его утешить. Он не испытывал ни печали, ни радости. Он был открыт, беззащитен и от этого опустошен, и нет у него больше тайны, которую надо оберегать от чужих глаз. Втихомолку, наслаждаясь ею. Да это не как Вилфред. Он в испуге вскочил. Голос раздавался с моря. Это была мадам Фрисаксон в своей лодке. Несколько раз в неделю она проверяла три фонаря маяка. Ее весла всегда были обмотаны чем-то вроде шерстяных манжет. Соседи прозвали их напульсниками мадам Фрисаксон. Говорили, что с тех пор, как ее муж утонул, она не может слышать скрип весел в уключинах. Она обратила к Вилфреду загорелое лицо в паутине морщинок, вспыхнувшее ярким пламенем в красном вечернем солнце. Я испугала тебя, добродушно спросила она. На секунду он почувствовал себя хозяином положения из-за своей ноготы. Извините, фру Фрисаксон, вежливо сказал он, слегка поклонившись, моя одежда промокла, я голый. Но он и не подумал нагнуться, чтобы подобрать одежду с земли. Меня тебе стесняться нечего, ласково сказала фру Фрисаксон. Она посмотрела на фонарь, который бросал свои бледные лучи сквозь шесть стеклянных граней, но не стала причаливать к берегу, а просто опустила весла, и ее лодка чуть покачивалась на волнах. Он заметил, что на кормовой банке лежат рыболовные снасти. И вдруг фру Фрисаксон в своей белой лодочке, на которой играли отблески вечернего солнца, показалась ему воплощением покоя устойчивости, всего того, в чем не было места страху или желанию. Пожалуй, я еще успею выловить Мерлана, пока солнце не село, сказала она все тем же ровным, суховатым голосом. Передай привет своим. Спасибо, фру Фрисаксон, до свидания, вежливо ответил он, на этот раз нагнувшись, чтобы подобрать одежду и не стоять перед ней нагишом в лучах заходящего солнца. Ему показалось, что иначе это будет выглядеть как подчеркнута грубая выходка. Ее лодочка бесшумно заскользила прочь, к тому месту, где ловились Мерланы. Оно находилось на траверзе мыса между маяком и маленькими островами. Неподалеку от островков и брал Мерлан. Фруфри Саксон была неколебимо уверена в этом. Под вечер в дождливую погоду рыба кишела повсюду и брала на любую приманку. Но в ясные солнечные летние вечера она брала только там. Вилфред смотрел, как Фруфри Саксон облюбовывала место. Потом остановилась, бросила якорь, насадила наживку на крючок и опустила его в воду. В каждом ее движении сквозила какая-то счастливая доверчивость, уверенность в том, что в мире существует порядок. Вилфред никогда прежде не задумывался об этом, просто глядел на нее, как на картину. Женщина в лодке. И все-таки изменилось в нем что-то или нет? Интересно, тетя Кристина, чувствует ли она тоже, что и он, или нечто подобное, то, что они оба чувствовали, что должно было случиться, могло случиться, изменилось что-то или нет? Верно ли, что она не сердится, не огорчена, не смущена и ей не стыдно, а просто у них обоих появилась общая тайна, глубочайшая тайна, которая соединила их настолько близко, что получается все равно, как если бы тайной владел один человек? А может, это еще лучше, чем владеть тайной в одиночку? Ведь когда у Вилфреда появится великая тайна, он все равно будет делить ее с кем-то еще, с другим, с другой. В этом-то и состоит величие тайны, что в ней участвуют двое, двое, мы. Слово звучало в нем как песня, как заклинание, он все время повторял «мы». Сочетание двух звуков, между которыми существовала какая-то таинственная связь, об этом он тоже никогда прежде не думал, о том, что слово «мы» состоит как раз из двух звуков, плотно смыкающие губы «м» как бы растворяется в протяжном «ы», а в слове «три» как раз три звука, три буквы, сочетание, в котором третий лишний, буква «р» посередине слова как бы вторглась между двумя другими и подглядывает «э-р-на». И опять, возбуждаясь все больше и больше, он повторил слово «мы», которое стало для него символом встречи двух полов. «Мы», «мы», повторял он по два раза подряд, магия звуков, которая лишь смутно вырисовывалась в непонятных стихах, теперь стала для него открытием целого мира. Ему хотелось колдовством превратить слова в поступки и поступки в слова, и тем самым полнее ощутить и те, и другие. Говорить означало действовать. Мы двое. Теперь он видел фруфри Саксон в чуть-чуть ином свете. Она была освещена лучом умирающего солнца, маленькая женщина в золотой чаше. Он видел, как она вытянула на борт лодки сверкающего Мерлана. Она была одна, совсем одна, спокойная, но одинокая отшельница в лодке. Вилфред стал натягивать на себя еще влажную одежду, прикосновение которой он так страшился. Но оно неожиданно доставило ему еще одно приятное ощущение. Одевшись и натянув на себя влажные тапочки, он с чувством превосходства помахал одинокой женщине в лодке. Она помахала ему в ответ и тоже с торжеством подняла кверху рыбу. Тогда он беззвучно захлопал в ладоши, размашисто двигая руками, чтобы она увидела, что он аплодирует. Она благодарно кивнула ему. Он повернулся и пошел вглубь берега, повторяя удивительное слово, которое вновь обдало его тело жаркой волной сладкого томления. Мы, мы, ты, кажется, флиртуешь с фруфри саксон? На этот раз он не вздрогнул. Это был голос матери. Он доносился к морю со стороны скал, со стороны так называемого бастиона, где мать любила гулять одна. Он улыбнулся ей с наигранной самоуверенностью. Где ты был, мой мальчик? Летний вечер и голос слились в одно. Закат мать. Он обижал глубокую впадину, где играл ребенком. Ребенком, ребенком, вдруг обрадованный тем, что может утешить кого-то, кто бродит в одиночестве, утешить женщину, которую он любит. «Но ты весь мокрый, ты упал в воду. Я тебя не видела целый вечер. Где ты пропадал?» «А ты?» ответил он вопросом на вопрос. Он вложил в свой вопрос то мягкое умиротворение, каким был окрашен вечер. Это был ненавязчивый, заботливый вопрос, ласка, перед которой она не сможет устоять. «Где ты пропадала целый день?» Он знал, что она не устоит. «Как это целый день?» возразила она. «Да ведь еще в полдень!» Он это знал, знал, что заставит ее перейти от нападения к обороне. Но он вовсе не собирался ее обманывать, ему просто не хотелось, чтобы она его допрашивала. И тут же он почувствовал, что она не намерена его допрашивать. Она спросила по привычке, потому что соскучилась без него. Он обнял ее и сам заметил, что нарочно старается делать это не слишком умело. «Мама, я тебя люблю». «Как давно это было?» тихо сказала она. «Что было давно?» «Все. Как давно ты мне этого не говорил?» Они вместе поднялись по усыпанной гравием дорожке, ведущей к дому, прочь от моря, от заката, от фруфри Саксен. «Тетя Кристина уже легла», небрежно заметила она. «Не слишком ли небрежно? Откуда в нем эта вечная подозрительность?» и тут же ответил себе. «От его собственной нечистой совести». «А я все-таки еще немного выше тебя», сказала она, смеясь. «Хочешь, померимся по всем правилам?» В тусклом сумеречном свете они стали спиной друг к другу, прижав макушки ладонями. Но они никак не могли прийти к соглашению, кто же все-таки выше, и стали в шутку ссориться. «Позовем Кристину, пусть она нас рассудит», предложил Вилфред. Он заметил, что мать на мгновение как бы поникла. «Тетя уже легла», сказала она, понизив голос, «не надо никого будить». Они подошли к дому, обнявшись. Вилфред испытывал при этом опять какое-то новое чувство счастья. Оно было плотским, но лишено того тревожного томления, какое теперь постоянно владела им. Ее волосы на каждом шагу щекотали его щеку. Они шли, точно старая любящая пара, охваченные безмятежным будничным покоем, который не хочет знать никаких страстей. Они шли к дому, а он все время видел мать перед собой, как она беспокойно бродит вокруг бастиона, где она вечно бродила тогда, когда он был маленьким, боясь за него, потому что он еще не умел плавать, и на берегу ей мерещились всякие опасности. Она была начисто лишена тяги к морю. Я люблю ее, пела в нем. И воспоминание об Эрне всплыло перед ним, о ее жестких губах. Потом вспомнился город, пламя за темным амбаром в ночной тьме, одинокое бегство во мраке. Все это разом всплыло, как неприятное напоминание о том, что все эти вещи сосуществуют во времени. В комнате тети Кристины горел свет, приглушенный темно-синими занавесями. Разные миры сосуществовали в одном мире, и Вилфред понимал, что надо уметь сохранять границы между ними. В каждом мире должна быть своя тайна. Она должна быть невыдуманной тайной и принадлежать ему одному. «Мама!» окликнул он. «Мама!» «Наверное, это трудно», вдруг сказала она. Он сделал вид, будто не слышит. «А что, если мы с тобой съедим по кусочку рыбы, которая осталась от обеда?» Она бросила на него радостный взгляд, материнский взгляд, обращенный к сыну, который вот-вот ускользнет от нее. «Ты проголодался?» «Еще как!» «А ты можешь выпить рюмку липфраумельх?» Он сказал это на удачу, по вдохновению. «А ты?» «Я выпью молока. Сейчас я все принесу». «Да, но откупоривать бутылку ради меня одной...» Теперь она была в его власти. Он подумал об этом без всякого торжества, а просто с любовью. «Я открою ее так, что не будет заметно. А кроме того, для очистки совести ты можешь налить рюмку и мне». Да, теперь она была в его власти. И когда он склонился над ящиком со льдом, в котором стоял смешанный запах свежего льда, старого цинка и замороженного мяса, лежавшего на коротких досках, точно мосты переброшенных поверх льдин, и увидел одну единственную золотистую бутылку, покоящуюся на льду, как высший соблазн, специально для этого вечера, он быстро и властно подумал о Кристине. «Сойди вниз», мысленно приказал он, «сойди вниз и в одно мгновение разрушь все. Для этого ты и создана, моя любимая. Дай мне бутылку, я сама ее открою, раз уж тебе хочется, чтобы я выпила вина». «Иди в столовую и садись, мама». Он ласково шлепнул ее по спине. «За кого ты принимаешь своего сына? может, ты боишься, что я испорчу пробку?» В радостном возбуждении он говорил очень громко. Она зашикала на него. Они стояли над старым ящиком со льдом, как два заговорщика. Он шепнул, «Ладно, иди и садись». «Иди на цыпочках», шепнула она в ответ, «а то тетя может услышать». Он бесшумно поставил бутылку на стол, слегка дрожа от прикосновения влажной одежды, расставил на подносе блюда, не забыл графинчик с уксусом, но забыл стакан для молока. «Нет, не сюда», патетически сказал он, войдя с подносом в столовую. Он кивком показал ей, где она должна сесть, на белой софе в стиле рококо, потом расставил на столе лакомство, потом налил в рюмке вино, себе чуть-чуть, мать не хотела, чтобы он приучался пить, потом снова наполнил ее рюмку, подал ей блюдо с холодной форелью. И пока она накладывала себе рыбу, он протянул через стол руку и погладил золотисто-каштановые волосы матери с ощущением блаженства, которое щекотало пальцы, не рождая мучительного отзвука во всем теле. Мать поглощала еду, поглощала с такой жадностью, что он испугался. Она глотала пищу, не прожевывая. Она ела, как голодный мужчина, роняя маленькие кусочки нежной рыбы. «Я вижу, ты проголодалась», сказал он. За окном шелестела летняя ночь. Сумрак уже по-настоящему сгустился. Только теперь он заметил, что на пиршественном столе, на их пиршественном столе она зажгла две свечи. «У меня такое чувство, будто я целый день не ела», весело сказала она, будто все время чего-то боялась. «Боялась?» Она подняла рюмку. «Проклятый инстинкт», беспечно сказала она. «Инстинкт?» переспросил он с испугом. «Тебе этого не понять», ответила она. «Ты ребенок, ты этого не знаешь. Это словно какой-то страх. Боишься того, что миновало, боишься, что все минует. А знаешь, выпей немного вина, хотя бы пригуби». Он пригубил. Они через стол обменялись взглядом. «За твое здоровье, мой мальчик», сказала она. В мягком свете свечей глаза ее излучали тепло. «Знаешь, мама, что я тебе скажу», произнес он торжественно, «Ты красивее всех». «Кого всех?» удивленно спросила она. «Всех». «Маленький лорд», сказала она. Он понял, что она хотела произнести это беспечным тоном и сделал вид, будто она и произнесла это беспечным тоном. Он поднял рюмку, коснулся ее губами, почувствовал успокоительный холодок золотистого напитка и желание выпить еще. «Эрна», в ту же минуту подумал он. Она спросила, «О чем ты думаешь?» «Не знаю, мама». «О том, что нам здесь очень хорошо». «Какая славная девочка Эрна», сказала она. Он вздрогнул, но заметил, что она не обратила на это внимания. Проклятый инстинкт! А может, это просто случайность? Ему хотелось выяснить это сейчас же. Неужели все, что происходит в тот же миг становится известным кому-то другому? Неужели люди, состоящие в родстве, настолько похожи, что ничего не могут скрыть друг от друга? «Почему ты сказала это именно сейчас?» спросил он, услышав настойчивость в собственном тоне. «Почему?» «Сама не знаю», ответила она, и вдруг с испугом посмотрела на часы. «Мальчик мой, а знаешь ли ты, что тебе давно пора быть в постели?» Он знал, что она ответила правду и понимает, что он ей верит. Казалось, любые слова и фразы представляют собой шифр, понятный им обоим, им двоим, мы, двое. Волнующие слова. Они снова увели Вилфреда далеко-далеко. «Кстати, она заходила и спрашивала тебя, кто?» Он ощупью пробирался назад через разнообразные миры. «Как кто? Эрна? Мы же говорили о ней». «Когда, мама? Когда это было?» «Примерно да, пожалуй, недавно, с час назад». Впрочем, она даже ничего не спросила. «Зачем же она приходила?» «Проклятый инстинкт! Проклятый! Трижды проклятый инстинкт! О чем догадалась эта робкая девочка, которая, казалось, была лишена какой бы то ни было проницательности?» «Зачем она приходила?» «Наверное, навестить меня?» «Она принесла очаровательные анемоны». Он посмотрел по направлению материнского взгляда и увидел букет в зеленой вазе на белом кабинетном рояле. Раньше Вилфред не заметил цветов. Эрна напоминала о себе. Она отныне как бы присутствовала в их доме. Мать осушила рюмку и стала убирать со стола. Чары, связывавшие их, развеялись. Осталась взаимная подозрительность. А может быть, Вилфред не мог поверить, что она что-то знает, сознает или хотя бы улавливает. Впрочем, я вспомнила. Она говорила что-то о поездке на острова. Кажется, они собираются туда завтра. А ты поедешь с нами, мама? Неожиданно спросил он. Я не говори этого, быстро перебил он. Чего этого? Ты знаешь? Ну, хорошо. Предположим, знаю. Все равно, я уже слишком стара для таких пиратских вылазок. Я думаю, мы посидим дома. Тетя Кристина и я. Тогда и я тоже. Но почему? Она этого ждала и вдруг добавила, а может мы и поедем. Во всяком случае, Кристина. Ее ведь не было, когда заходила Эрна. Точно она сказала, тебя и ее не было дома. Тем лучше, мама, мы побудем дома с тобой вдвоем. Но на этот раз в его голосе не было уверенности и он не сумел одержать победу. Чтобы ложь была правдоподобной, надо в нее верить. Она сказала, уже поздно. Голос был решительный и пустой, шифра больше не существовало. Они молча сидели за квадратным столом, не имея сил подняться и уйти. Ну, пора, наконец, выговорила она, вставая. Они вместе поднялись по лестнице наверх. Из дверей комнаты Кристины просачивалась полоска света. В прохладном сумраке их руки встретились в беглом ласковом прикосновении. Спокойной ночи, прошептали оба одновременно. Тринадцать Вилфред проснулся. Я не поеду с детьми на острова. Было первое, что он подумал. Теперь он называл их детьми. Он окинул взглядом книги, стоявшие на полках и уселся читать историю французского искусства, подаренную ему дядей Рене. Но сегодня ни репродукции, ни изысканные комментарии к ним, которые он понимал только наполовину, ничего не говорили его сердцу. И все-таки он принуждал себя читать, все время настороженно ожидая, что с минуты на минуту что-то случится. За окном вставало свежее ясное утро. Но он старался не обращать внимания. Время игр миновало. Но как раз когда он рылся на полках и в шкафу, на глаза ему попались старые игрушки, к которым он не прикасался уже много лет, и теперь он взял их в руки с какой-то священной грустью. Это был линкор Акаса, который он когда-то сам смастерил. Линкор с трубами, прибитыми большими гвоздями и сложной системой капитанских мостиков. Причем на самом верхнем стоял японский адмирал с раскосыми глазами, вырезанный из коряги. И еще здесь были целлоидные деревянные торговые суда с парусами и грибными винтами, банками и такелажем. Все эти сокровища были предметом зависти мальчишек, но Вилфред великодушно разрешал им ломать игрушки одну за другой. Сам он никогда не любил в них играть. И тут он услышал шумные голоса детей и молодежи за окном. Смеясь и болтая, они поднимались по тропинке, идущей с берега. Теперь Вилфред услышал и плеск весел на море. Товарищи искали его, они шли за ним. И вдруг Вилфред охватил смертельный страх. Страх перед тем, что ему придется оказаться лицом к лицу с Эрной. И не только с ней, но и со всем тем, что связано с Эрной. А ему это вдруг надоело, надоело и все тут. Он стал лихорадочно перебирать в уме всевозможные отговорки. Болит голова, надо дочитать книгу, просто хочется побыть дома. Он выглянул в окно и увидел, что они уже близко. девочки и мальчики, и кое-кто постарше, значительно старше самого Вилфреда, в красном, синим и зеленом, с разноцветными полотенцами, платками, шарфами и удилищами, один даже с трубой, в которую он непрерывно трубил. Мать окликнула его. Потом он услышал, как она говорит с ребятами, объясняет, что Вилфред у себя наверху, сейчас она сходит за ним. Потом она снова окликнула сына. Он почувствовал себя точно зверь в западне. Некуда скрыться от этой лавины нежных чувств. Тетя Кристина, где она сейчас? Уж не лежит ли в постели с головной болью? От этой мысли Вилфреду стало не по себе. Он не хотел встречаться с Кристиной в доме, но ему хотелось встретиться с ней в другом месте, в каком-нибудь немыслимом месте, за пределами возможного, в игорном доме, например. Воображение рисовало ему фантастические картины, а сам он беспомощно стоял между столом и окном, не решаясь выглянуть в сад, не решаясь откликнуться на зов матери. А она продолжала звать его, что-то говорила молодежи и звала Вилфреда. «Маленький лорд, Вилфред!» И вдруг он почувствовал, что все-таки не может вот так предать ее. Но ему не хотелось кричать в ответ, он вообще не любил перекрикиваться. Взяв подмышку историю искусства, он сошел вниз и встретил всю ватагу на лестнице, ведущей на террасу. Среди молодежи стояла его мать. Он испуганно стал вспоминать придуманные им отговорки, но здесь при солнечном свете среди товарищей все они казались несостоятельными. А вот и Вилфред одну минутку я приготовлю ему завтрак на дорогу. Он бросил быстрый взгляд на мать, но она глядела мимо него, прислушиваясь к гомону молодых голосов. Потом быстрыми шагами ушла в дом за едой для Вилфреда. Он почувствовал против нее холодную злость. Она предала, продала его, пытаясь недорогой ценой достичь цели и вновь толкнуть его к детям. И все ради того, чтобы избавиться от жестокого страха, о котором она проговорилась вчера вечером. «Эрна на берегу у лодок», сказал кто-то. «Что значат эти слова? Разве кто-нибудь что-нибудь знает? Да и о чем им знать?» И снова Вилфред почувствовал глухую ярость против подозрений, которые его окружают. Они оскверняют его, отнимают его чудесное, смутное одиночество. «А мне какое дело?» Холодно сказал он. «Я собираюсь остаться дома и читать истории искусства». Те, кто стоял близко к нему, разинули рты от изумления. При свете солнца слова Вилфреда звучали нелепо и неправдоподобно. Между тем, мать уже вернулась с корзинкой, куда были уложены бутерброды и холодным соком в термосе. Вся эта предусмотрительность лишь доказывала Вилфреду, что она хочет насильно ввергнуть его обратно в детство. «Ну же, поторапливайся, маленький лорд. Нет-нет, мы остаемся дома». Тетя еще не вставала. Завтрак ей подали в комнату. У нее голова болит. «Мама, ведь я тебя просил». Но она сунула ему корзинку в руки и тотчас обернулась к остальным. Молодая красивая мать среди молодежи. «Поезжайте с нами, фрусагин!» крикнул кто-то. Другие одобрительно зашумели. Но она замахала обеими руками. Она в одну секунду нашла уйму отговорок. Завтра к ней приедут гости. А сегодня ей надо заняться садом. И родственница заболела. Да-да, тетка Вилфреда. А вы смотрите, будьте осторожны. На лодке Йоргенсена старый керосиновый мотор. Умеет ли кто-нибудь из вас с ним обращаться? Ее голос заглушили самоуверенные возгласы. Этого она и добивалась. Все должно было потонуть в шуме и звонких прощальных возгласах. Ни минуты передышки. И казалось, что это она организовала поездку. Хотя все было давным-давно продумано до мелочей. И товарищи просто зашли за Вилфредом. Ведь Эрна еще вчера должна была предупредить его о поездке. Да-да, Эрна приходила, но она едва успела предупредить сына. Впрочем, не беда, ведь Вилфред здесь. Да, но он собирается засесть за уроки. Слыханное ли это дело? Ха-ха-ха! И от ее смеха поведение Вилфреда показалось всем невероятно комичным. Вечно юная Фруссаген подняла насмех своего мрачного сына и развеселила всех. Она пошла вместе с ними по тропинке, составляя как бы центр их компании и при этом стараясь держаться как можно дальше от сына. Она вела молодежь за собой, увлекала своим беспечным смехом, своей готовностью радоваться всему окружающему, которая заражала всех. Гостивший у Йоргенсена молодой человек в кремовых парусиновых штанах с первыми признаками бороды на щеках в несколько секунд был сражен на повал и не таясь ухаживал за ней, пока они шли к причалу, где стояли лодки. Старенькая моторка Йоргенсена должна была тащить на буксире две лодочки, но трое мальчишек во что бы то ни стало хотели плыть отдельно на паруснике и старались разглядеть еле заметное облачко где-то вдали фьорда. Оно обещало ветер. Точно веселый свадебный поезд отчалила компания от берега и, казалось, пока неотразимая Фруссаген стоит на деревянных мостках, где на сваях весело играют солнечные блики, что-то заставляет ребят бурно веселиться. Все потешались над мотором. Он, наконец, завелся, сердито пыхтя и выбрасывая в летний воздух облака синеватого дыма, которые поднимались вверх, отмечая их путь. Потом Фруссаген медленно пошла по тропинке, ведущей в гору. Они еще что-то крикнули ей с лодок, но она уже не слышала. Веселье в лодках как-то сразу сникло. Тяжелое тарахтение мотора пронзало летний воздух. Вилфред в последний раз увидел на тропинке узкую спину матери. В ней не чувствовалось торжества. Развеселая у тебя мать, крикнул кто-то из мальчишек, стараясь перекрыть шум мотора и одобрительно глядя на Вилфреда. Вилфреда передернуло. Горькое чувство, вызванное ее предательством, сменилось желанием встать на ее защиту. Но когда он внимательнее вгляделся в веснущитое лицо Тома, сына садовника, он прочел на нем только восхищение и детскую почтительность, крившуюся за грубоватой манерой выражаться. И тут же почувствовал прикосновение руки Эрны к своей руке, лежавшей на борту. Рука Эрны была холодна. Все это время Вилфред старался не глядеть на нее, а теперь посмотрел в робкое детское личико, покрытое матовым загаром, который отличает тех, кто постоянно живет у моря, от тех, кто, приезжая на уикенд, сразу становится похожим на мулата. В этой девочке было что-то очень здоровое, что на свой лад тоже притягивало Вилфреда. Льняные волосы, льняное платье. Вся девушка точно лен, что-то холодное и невинное и в то же время зажигательное было в спокойных голубых глазах, которые не умели хранить тайн. — Ты не хотел ехать? спросила она. — Но ведь тебя не было с ними, пылко возразил он. Он опять почувствовал, как им овладевает вдохновенное притворство, которое снова и снова вовлекает его в игру. Да и притворство ли это? Разве не естественно, что он по уши влюблен в Эрну именно здесь, в этой рамке синевы и серебра? Она ведь просто создана для нее, само воплощение утренней свежести, олицетворение лета с ног до головы. Он доверительно склонился к ней, стараясь перекричать шум мотора. Она почти вплотную прижалась губами к его уху. Это никого не удивляло, так как они сидели возле шумного мотора. «Я все время думала о тебе», серьезно сказала она. «Почему ее слова вызвали в нем раздражение? Потому ли, что не он первый их произнес, или просто потому, что в них был призыв, на который он не мог не ответить? А я о тебе», смущенно шепнул он в ответ. «Всю ночь», добавил он. Это звучало неплохо. Ее глаза потемнели и увлажнились. Она провела рукой по его руке, лежавшей на борту. Ее рука была жесткой от соленой воды. «Всю ночь напролет», хрипло повторил он. «Значит, ты не спал?» огорченно спросила она. В его ушах ее слова отозвались плоской иронией. Но он прекрасно понимал, что в Эрне говорит забота о нем, доверие и ничто иное. Он оторвал короткий шелковый шнурок от спортивной рубашки и обвязал его вокруг запястья Эрны. То ли чтобы вознаградить ее, то ли чтобы утешить. Он сам не знал зачем но тщательно закрепил его морским узлом, который он здесь научился завязывать. «Вот», сказал он, «теперь ты его никогда не развяжешь». Безмолвная и взволнованная она смотрела на желтоватый шнурок, она погладила его пальцами другой руки, пережалась к нему щекой и взглянула на Вилфреда мечтательными и правдивыми глазами, и он ответил ей решительным взглядом. Теперь он убедил себя в том, что любит ее. Под громкие воинственные крики они высадились на острове. Впереди шел мальчик с трубой, за ним сын садовника Том со знаменем, на котором был нарисован череп и кости. Том водрузил его на холмике, сложенном из камней посередине островка. Взявшись за руки, они приглушенными голосами запели магическую песню в знак того, что завладели островом. Чистейшее ребячество! Мальчики постарше сначала смущенно снизошли до участия в хороводе, но вскоре стали заводилами. Вилфред тоже вовлекся в общее веселье. Он даже сам предложил играть в следопытов. Одна партия должна была оставлять на своем пути клочки бумаги, другая находить спрятавшихся по этим следам. Но бумажки пришлось класть под камни, чтобы их не унесло ветром, и к тому же на открытом островке прятаться было почти невозможно. Только в двух местах островок перерезали неглубокие ущелья, над некоторых скапливалась влага, и валялись прибитые морем доски и стеклянные шарики от кошелькового невода. Найти тех, кто прятал бумажки, оказалось слишком легко, и поэтому молодежь затеяла другие игры. Весь их смысл был в том, чтобы дать выход избытку сил, которые ребята накопили за зиму, пока зубрили уроки и дышали воздухом школы. Эрна негромко окликнула Вилфреда. Она стояла, склонившись над холмом, поднимавшимся от песчаной отмели и сделала Вилфреду знак, чтобы он не шумел. Он на цыпочках подбежал к ней и заглянул вниз, туда, где было гнездо чайки. Там лежало яйцо. Оно двигалось. Было совершенно ясно, что скорлупа вот-вот треснет. Еще минута и проклюнется птенец. В одно мгновение Эрну и Вилфреда окружила кучка молодежи. Все не отрываясь следили за таинством, совершавшимся на их глазах в маленьком взбаламученном гнезде. Полные сознания торжественности момента наблюдали они за чудом. Из скорлупы вылупился большущий птенец, влажный и липкий. И вдруг оказалось, что он чуть ли не в два раза больше яйца, в котором лежал. Он покачнулся, сделал несколько шагов, потом пополз, потом попытался приподняться в гнезде. Эрна схватила Вилфреда за руку. Она еле держалась на ногах от волнения. Это таинство в каком-то смысле было обращено к нему и к ней, словно они стояли над собственным первенцем и наблюдали, как он, трогательный и беспомощный, ползком выбирается в мир, населенный взрослыми людьми и опасностями. И вдруг в воздухе поднялся страшный шум. Прежде чем они поняли, в чем дело, над их головой раскрылся огромный зонд белых крыльев, рассерженных и крикливых птиц. Некоторые чайки, отчаянно метнувшись вниз, грозили им своими клювами. Кое-кто из мальчиков схватил камни и палки, чтобы отогнать разъяренных чаек, но Эрна возмущенно вступилась за них. «Идемте отсюда!» сказала она, все еще взволнованная и торжественная. «Они защищают птенца! Он, наверное, последний в этом году. Оставим его в покое!» Стая птиц провожала их пронзительно крича, пока они не отошли на довольно большое расстояние от гнезда. Эрна села на горку и стала глядеть в сторону моря. От нее веяло умиротворением, какого Вилфред прежде в ней не замечал. «Я никогда не видела ничего более трогательного», сказала она. «Бедные птицы обезумели в своей отваге и все для того, чтобы защитить одного единственного беспомощного птенчика. Неужели это просто инстинкт?» Он вздрогнул. Опять это слово. «Откуда ты взяла это слово «инстинкт?» спросил он. «А разве это не так называется? Когда они, да и мы тоже делаем что-нибудь сами не зная почему. Когда мы угадываем...» «Причем здесь угадываем? Чайки просто защищают своего птенца. Что тут особенного?» «Ничего». «Но ведь они как-то узнали, что птенец в опасности?» «В том-то и дело, что они ничего не узнали. Птенцу вовсе не угрожала опасность. Никто из нас не сделал бы ему ничего плохого». «Ну, а если бы сделал?» «Но мы же не сделали. Во всех этих догадках нет никакого толку», сказал он. «И к тому же вы всегда угадываете неверно». «Мы?» переспросила она. «Вилфред, ты на меня сердишься?» Он привлек к себе ее голову. Оглянувшись по сторонам, они обменялись торопливым поцелуем. И тут же услышали рядом крики. Их товарищи стали искать в расщелинах других птенцов и, как видно, что-то нашли». «Почему ты сказал вы, Вилфред?» Он погладил ее по руке. «Просто потому, что, по-моему, все слишком усердно занимаются догадками. Не надо этого делать», ответил он. И тут же подумал. «Странно. Мы сидим и, как два старичка, спорим о чем-то, что мы не а ведь на самом деле это страшно важно». «Пошли завтракать!» крикнул наконец кто-то. «Нет, нет, сначала искупаемся!» закричали другие. Началась возня с купальными костюмами и трусами. Прежде все они купались голышом, а теперь вдруг заметили, что стали взрослыми и что среди них много чужих. Взрослые городские мальчики плавали, как они называли по-индейски. Это означало, что они шумно барахтались в воде, почти не двигаясь вперед. Скоро и остальные захотели плавать по-индейски, и поднялся такой шум и плеск, что капли воды точно радуга стояли над бурлящим водоворотом тел и фыркающих голов. Потом решили плавать в запуске под водой, потом стали играть в салки, потом по одному отдуваясь неуклюже ступая, стали выбираться на берег. Сверкая мокрыми телами и отплювываясь, они брели к отвесной впадине, где девочки уже распаковали корзинки с провизией, смешивая все запасы, чтобы не знать, кто что привез, и всем есть из общего котла. «О том?» спросил вдруг кто-то. «Где же том?» Первым это спросил кто-то из воды. Те, кто занимался едой, продолжали болтать и кричать. «Куда делся том?» раздался голос с горки, где четверо мальчишек загорали на солнце. И вдруг все разом замолчали. Кто-то сказал «Вот его одежда!» Кто-то коротко окликнул «Том! Том!» Потом крики стали протяжными «Том!» и потом из глоток, перехваченных смятением, вырвался общий вопль «Том! Том!» На острове стало тихо. Кто-то босиком бесшумно побежал на вершину холма, чтобы оттуда оглядеться. Другие бросились на берег и на горку. Никто уже не кричал, все искали, но Тома нигде не было. Вилфред почувствовал, как ледяная рука сжала его запястье. Он посмотрел Эрни в глаза. В них было отчаяние и что-то еще. Мольба? Вилфред тоже испугался, но головы не потерял. Он опять услышал нестройные крики, унылые, просительные, словно товарищи пытались вызвать дух исчезнувшего Тома из скалы, под которой они шарили, разыскивая его. Усилием воли, которое отозвалось в нем почти физической болью, Вилфред попытался сосредоточиться. Одежда Тома. Ее нашли далеко от вороха одежды остальных мальчишек и девчонок, которые раздевались за каменистой грядой на южной стороне островка. И вдруг Вилфред понял, понял то, что мог только предполагать. У Тома не было купальных трусов. Вилфред увидел перед собой дом садовника, маленькую хибарку. Купальные костюмы и другие подобные предметы роскоши в этом доме не водились. Наверняка Том стеснялся купаться вместе с остальными. Вилфред заметил, что сжимает руку Эрны. Резко выпустив ее, он, ни слова не говоря, бросился прочь. Он бежал к северной оконечности островка, узкому мысу, полого спускающемуся в море. Он быстро бежал по скалистому грунту, старательно выбирая, куда поставить ногу. Он бежал, ликуя от сознания, что его осенила верная догадка, в то время, как другие брели наобум. При этом он все время видел перед собой маленький домик садовника на равнине. Он бежал быстро, но в то же время разумно расходуя силы. Так что, когда он добежал до мыса, у него еще хватило дыхания. Тут он резко остановился и заглянул в воду. С подветренной стороны вода была тихая и прозрачная, как стекло. Он отчетливо видел дно, темные водоросли, чуть колеблемые течением. Перебираясь с камня на камень, он глядел в воду и по плану участок за участком обыскивал каменистое дно, покрытое водорослями. И вдруг он увидел Тома. Том лежал спиной кверху, голый и белый. Худые ноги, искривленные изломанным лучом света, казались длинными и дрожащими. Вилфред оглянулся в поисках помощи, но услышал только крики, которые доносились с противоположной стороны островка. Он осторожно зашлепал пылистому дну шаг за шагом, чтобы не упасть. Здесь оказалось глубже, чем он думал. Там, где лежал Том, он уже не доставал до дна. Вилфред быстро нырнул, обхватил Тома за шею и приподнял верхнюю часть его туловища, так что тело Тома уперлось коленями в дно. В голове Вилфреда мелькали обрывки воспоминаний о том, как надо поступать при спасении утопленников, взвалить пострадавшего на спину и плыть со своей ношей к берегу. Том оказался тяжелее, чем Вилфред предполагал. Он все время сползал вниз, но как раз в ту минуту, когда Вилфред хотел обхватить Тома другой рукой, он ногами нащупал дно, и через несколько секунд он уже стоял на маленькой подводной скале у самого мыса, до пояса вытащив Тома из воды. Теперь оставалось только добраться вброд до берега, волоча усталыми руками холодное тело, тяжелое и вялое, и в ту же минуту он увидел на гребне холма Эрну. На синеве неба пламенел ее желтый купальник. Усталое тело Вилфреда мгновенно налилось торжеством. Теперь ему были нипочем любые трудности. Эрна обернулась и замахала ему. Вилфред задыхаясь, обессиленный, волочил безжизненное тело, все время вспоминая то, что читал в карманном справочнике для юношей, а о привидении в чувства утопающих. Когда первые из тех, кто искал Тома, сбежали с горки вниз, Вилфред уже перевернул утопленника на живот, положил его так, что ноги Тома были приподняты, а голова лежала внизу на сухой кромке скалы. Вилфред сидел верхом на Томе, упираясь коленями в землю. Мальчики подошли ближе. Крики умолкли. За мальчиками прибежали и девочки. Вилфред чувствовал, как позади него, вокруг него, полукругом, в несколько рядов столпились взволнованные, испуганные, беспомощные дети, ожидающие, что он сотворит чудо, а он целеустремленно и ритмично делал утопленнику искусственное дыхание. Но правильно ли он действует? Так ли написано в книге? Вилфред настолько устал, что с трудом удерживался, чтобы не рухнуть ничком на мокрое тело. Но он не мог уступить место другому, не решался остановиться или спросить, нет ли здесь кого, кто умеет лучше делать спасательную гимнастику. Чей-то глухой голос стал подавать советы, но очень неуверенно. Вилфреду казалось, что речь идет не о жизни Тома, а о его собственной жизни. Справится ли он? Одолеет ли он? И тут изо рта того, кто лежал под ним, полилась вода. Вилфред уже не помнил, кто это. Это было чье-то тело, чья-то голова, упирающаяся в камень внизу. Он повернул ее так, чтобы камень не закрывал рот. Вода хлынула сильнее. У парнишки началась рвота. Вилфред стал переворачивать Тома. Теперь и другие принялись ему помогать. Тома повернули на спину, но его голова беспомощно поникла набок. Вилфред сплошмя лег на Тома, прислушиваясь, не бьется ли сердце. Он не слышал его ударов, но чувствовал, что Том жив. Глаза Вилфреда застлал красный туман. Он хотел позвать на помощь, но провалился куда-то в пропасть, смутно чувствуя, что его тоже начало рвать. Мама, да я вовсе никуда не прыгал и вообще не сделал ничего такого, о чем вы говорите. Я просто пошел вброд по воде и вытащил Тома на берег. От этих разговоров Вилфреду становилось не по себе. Они с матерью и тетей Кристиной пили после обеда кофе. Дети все еще громко кричали где-то неподалеку, рассказывая родителям и всем, кому не лень было слушать, как Вилфред спас Тома. Садовник и его жена уже заходили к Сагинам. Они не могли отлучиться из дому больше, чем на полчаса. Оба плакали слезами благодарности. Доктор сказал, что Том был на волосок от смерти. Не окажись поблизости мужественного человека, они лишились бы Тома, единственного своего сокровища. Да и само возвращение домой. После напряженных минут, которые разрешились сдавленным воплем ликования, возвращение домой превратилось в триумфальное шествие, когда всеми вдруг овладела неодолимая потребность прославлять одного. Как только Вилфред пришел в себя на островке, он сразу сказал, что ничего особенного не сделал, даже не плавал, а просто вытащил Тома волоком на берег. Но чем решительнее он протестовал, тем больше убеждались остальные, что на островке был совершен подвиг. Будни и без того яркие требовали еще большего блеска. Дети жаждали окружить Вилфреда ореолом героизма. Вилфреду и сейчас еще вспоминалась Эрна в лодке на обратном пути домой. Она сидела, вперив в него взгляд своих голубых глаз, не говоря ни слова, ничего не видя и не слыша от восторга и счастья, что именно он совершил этот подвиг. Вилфред охотно прошелся бы по солнечной тропинке через поляну к дому садовника, чтобы убедиться, что Том жив-здоров, но не решался как раз из-за того, что родители Тома были так переполнены благодарностью. Вилфред понимал, что они примут его как некий принудительный дар, на который они обязаны перенести часть своей всепоглощающей любви к Тому. Том еще лежал в постели. Ему не разрешали вставать, хотя он уверял, что совершенно здоров и хочет гулять и играть с остальными детьми. Но садовник и его чтобы Том хоть несколько дней полежал в постели. Казалось, они решили держать сына на привязи и не выпускать его из виду, хотя страх за него они пережили задним числом, когда страшиться уже было нечего. Мать Вилфреда сияла. Она не хвасталась и вообще была немногословна, но призналась Кристине, что гордится сыном. Кристина выслушала рассказ о происшествии, смущенно улыбаясь. Она как бы чувствовала себя не вправе присоединить свой голос к хору похвал. Беда ведь случилась не на ее глазах. Поэтому Кристина не принимала участия в разговорах о судорогах и искусственном дыхании. Но и она оказалась случиться радостью, и радость эта обращена к тычить его на берег, — сказала мать. — Да. — Но как ты мог угадать, что у него нет купальных трусов? — А я вовсе не угадывал. — Я просто увидел это. Мать и Кристина обменялись взглядом поверх ликерных рюмок. О чем подумали они обе? Каждая на своем краю слишком обширного поля их общих догадок. — Твое любимое словцо, — с легкой тревогой заметила мать. — Ты видел? Ты видишь? Вилфред смутился. Он чувствовал, что они пытаются его разгадать, а он всем своим нутром ощущал, что эта его способность видеть была одним из путей, ведущих в царство тайны. Во всяком случае, для него, Вилфреда, у других, наверное, по-другому. Видеть, знать — это очень важно. Видеть не только глазами, знать не только то, что тебе известно. — По правде говоря, мне не хочется больше обсуждать эту тему, — сказал он. — Я очень рад, что Том жив и здоров. По-моему, он славный парень, хотя я почти совсем его не знаю. Вилфред встал из-за стола и вышел в сад. Он знал, что сейчас обе женщины молча глядят друг на друга и думают, что понимают, в чем дело. А понимают они это так. Вилфред — скромный мальчик и не хочет, чтобы его хвалили за то, что сделал бы на его месте любой другой. Сделал или мог бы сделать, если бы додумался до этого. Он видел, как они сидят, давая волю своей потребности кем-нибудь восхищаться, и знал, что они горько ошибаются. Горько для него самого, потому что как раз такого рода фальшь не входило в его планы. Слово «банальность» мелькнуло в его мозгу. Он поморщился. Но его грызла еще какая-то другая мысль, которая опять завладела им, как только он остался один. Она смутно мелькнула у него еще в те драгоценные секунды, когда на мысу он изо всех сил пытался сосредоточиться. Но Вилфред до сих пор не разобрался в ней. Что-то вроде «только бы не загубить дело». Нет, тут было еще и другое, что-то мучительное. В лучах спускающегося к горизонту солнца Вилфред брел к берегу, где началось короткое приключение. Да, вот в чем дело. Хотел ли Вилфред, чтобы кто-нибудь пришел к нему на помощь, когда он брел по воде в поисках Тома? Нет, Вилфред не хотел ничьей помощи. Ну, а если бы ему не удалось вытащить Тома в одиночку, неужели он предпочел бы, чтобы Том погиб, лишь бы не прибегнуть ни к чьей помощи? Вилфред не знал, но знал, что был рад, когда никого не оказалось поблизости. А потом? Потом, когда он склонился над трупом, делая ему искусственное дыхание по правилам, которые он помнил, смутно и никогда не проверял на практике. Хотел он, чтобы кто-нибудь более сведущий пришел ему на помощь, подал совет? Нет, он не хотел этого. Когда один из старших, незнакомых ему мальчиков, глухим голосом стал подавать советы, Вилфред выслушал их с раздражением, словно преодолевая в себе внутренний протест. Впрочем, этот парень и сам ничего толком не знал и говорил просто, чтобы что-нибудь сказать. Ну, а если бы на берегу оказался кто-то и в самом деле более опытный, более уверенный, более сильный? Но такого не оказалось. Ну, а если бы? Неужели Вилфред предпочел бы, чтобы Том умер, чем прибегнуть к чужой помощи? Неужели он думал только о том, чтобы самоутвердиться? Вилфред снова быстро зашагал по тропинке. Эти быстрые шаги давали какую-то разрядку его душевному напряжению. Неужели же он и вправду был почти готов убить Тома? Это он-то, который так героически его спас. Неужели в этом и состоит подлинная правда? И она настолько мучает Вилфреда, что ему невыносимы похвалы его сообразительности и решительному поведению. А ведь в каком-то смысле теперь, после всего случившегося, он привязался к Тому. Хотя, когда они шли купаться, ему и дело не было до веснущатого парнишки с белой кожей. Когда Вилфред стоял на коленях над полумертвым телом, как бы загоняя его обратно в жизнь, не обращался ли он с Томом, как со своей собственностью? Не видел ли в нем просто ступеньку к славе? Вилфред застонал, продолжая расхаживать по тропинке. Ведь если даже в ту минуту он не осознавал до конца мотивы своего поведения, все-таки он почти сознавал их. Теперь он все отчетливее понимал это, одно за другим отвергая все возможные оправдания и чувствуя незаслуженность всеобщих похвал. Оправдания и похвалы рядились в оболочку чужих слов. Он вспоминал, как его одобрительно похлопывали по плечу, как восхищенно смотрела на него Эрна, как мать истолковывала его скромность. Все это было мучительно, неуместно и не имело к нему никакого отношения. Отчего Вилфред отвергал все это? От того ли, что хотел быть честным до конца? Вилфред отшвырнул какой-то камень, вложив в удар всю силу своего презрения. Описав дугу, камень упал в море. В том-то и дело, что Вилфред мучил себя вовсе не для того, чтобы быть честным до мозга костей, а для того, чтобы разрушить нечто, что росло на его глазах, принимая искаженные формы, как раз подходящие для того, чтобы сойти за правду. Вилфред дошел до мыса, где стоял маяк. Он почувствовал смутное удовлетворение от того, что добрался как бы до последнего слоя истины. Вся радость угасла в нем. Зато он чувствовал в душе прочный и твердый камень, угловатый и острый. Надежная опора, на которую можно опираться вечно. Камень был таким же твердым, как скала, на которой Вилфред стоял. Но он не имел неопределенных продолговатых очертаний мыса, который ласкало море, освещенное закатом. Это был маленький твердый камень с острыми краями, как раз такой, какой надо иметь внутри себя. Точка опоры и в то же время оружие. С противоположного края мыса к Вилфреду протянулась мягкая тень лодки. И в ту же минуту он увидел, как белая лодочка мадам Фрисаксен быстро выскользнула из-за маяка. Сама мадам Фрисаксен, поджарая, загорелая, сидела в полоборота к нему, бесшумно скользя к тому месту, где водились мерланы. Когда лодка огибала мыс, женщина увидела Вилфреда в красном свете заката. Она опустила весла. — Не как наш спасатель! Ходит и ищет, где бы еще найти утопленника! — добродушно сказала она. — А может, в ее голосе звучала ирония? Вилфреда обдала жаркой волной. Что было в этой отверженной женщине, что доставляло ему такую радость? — Добрый вечер, Фрисаксен! — крикнул он с холма, на котором стоял, и вежливо поклонился. — А вы, верно, вышли за Мерланом, Фру Фрисаксен! Он чувствовал, что ей льстит, когда ее называют Фру. Взрослые, обращаясь к ней, всегда называли ее мадам. — Правду ли рассказывают, что ты вытащил из воды маленького Тома? — спросила она. — Да, но я его волоком тащил Фру Фрисаксен. — Там было совсем не глубоко. — Ну да, понятно, — тихо сказала она, и ее голос отчетливо разносился над водой. — Понятно, — повторила она и снова взялась за бесшумные весла, еле-еле пошевеливая ими, так чтобы держаться на некотором расстоянии от мыса. — Пожалуй, Тому повезло, — заметила она. — Пусть не будет тебе сегодня удачи, Фру Фрисаксен! — крикнул Вилфред весело. — Ни одной рыбы за целый вечер! — она ответила ему лукавым кивком. Она поняла его. Хорошего улова желать не полагается. Это дурная примета! — Тьфу! — крикнул Вилфред и сплюнул в море. Лицо Фру Фрисаксен расплылось в широкой улыбке, такой непривычной на нем, что казалось, оно все пошло трещинами. Потом она еще раз кивнула и бесшумно поплыла к Мерлановой впадине, на поверхности которой играли багряные блики. И снова Вилфред стоял, глядя вслед одинокой женщине в лодке. Женщине, которая жила в другом мире, непохожем на шумный мир дачников, да и вообще слово «мир» как-то не подходило к ней. Казалось, она плывет в мерцающую страну утрат, в страну, которая существует сама по себе, без всякой связи с окружающим. Она тихо плыла, освещенная холодным солнцем. — Пожалуй, — сказала она, — пожалуй, Тому повезло. Да и вообще она ни словом не высказала своего одобрения Вилфреду, взглянув на происшедшее с точки зрения Тома, а, может, и его родителей. Садовник и его жена были единственными в этих краях, с кем она поддерживала отношения. А что она на самом деле думала о великом событии, которое в течение недели, а может, и дольше будет предметом болтовни дачников? Наверняка ничего не думала. И вдруг у подростка, который как загипнотизированный смотрел на крошечную лодку, похожую на золотую каплю в вечерней синеве, мелькнула ликующая мысль. Фруфри Саксон наплевать на все, наплевать и точка. Ей вполне хватает собственного крошечного существования. Вот в чем было дело. Она источала таинственную прелесть равнодушия, покоя. В этом смысле в ней было сходство с родным дядей Вилфреда, Мартином, хотя у того это выражалось по-иному. Круг, в котором существовал дядя Мартин, был широк. Сюда входила и биржа, и иностранные торговые фирмы. Огромное поле деятельности, приносящее радость и огорчение тебе и другим. Но на самом деле дядя окружал себя делами просто, чтобы его оставили в покое. Да еще и потому, что на деловые темы принято говорить. А на самом деле ему было плевать на все с высокого дерева. Кстати, это было его любимое выражение. Музыка, изысканные произведения искусства, которые повергали других в трепет, которые действовали на дядю Рене так, чтобы было видно, как он бледнеет под напором впечатлений, даже не считая опасности, о которых дядя Мартин так любил пространно рассуждать, ему было плевать на все. Вилфред понимал это теперь, стоя на берегу, совершенно опустошенный и в то же время исполненный внутреннего ликования от того, что на свете существуют такие люди. Наверное, они и есть подлинные эгоисты. Взрослые очень часто рассуждали об эгоизме. Они произносили это слово с таким видом, точно им попалось гнилое яблоко. А они просто не понимают, что такое эгоизм. Они думают, это значит заботиться прежде всего о собственной выгоде. Они не подозревают, с какой страстью Вилфред мечтает замуроваться в одиночестве так, чтобы в святая святых своей души быть совсем одному и превратиться в твердый камень, покрытый лоском вежливости и предупредительности, которых они так от него требуют. И вот, когда он станет независимым от них, превратиться в камень, не думающий о других камнях, они будут видеть в нем только доброту, обаяние и геройство. И еще он хочет стать богатым, как дядя Мартин, потому что дядя, видно, и впрямь очень богат, но иметь самые непритязательные привычки, чтобы они говорили «Ах, как он скромен! Как много добра он делает втайне!» Быть богатым, уверенным в себе и никогда не задавать себе вопросов, что хорошо, что плохо. Да и вообще, зачем его так старательно учили всему тому, чему другие не учатся? Музыки, например. Чего стоит хотя бы та весна, которую он провел с матерью во Франции еще до поступления в школу, если не для того, чтобы он мог использовать свое раннее развитие, о котором они так любят говорить, и стать жестким, как камень? Вилфред снова вышел на дорогу. И в эту минуту его окликнули из-за садовой ограды родители Эрны. Они ужинали за крошечным столом под высоким каштаном, с которого вечно что-нибудь падало в тарелки. Они ели блюдо под названием геркулес, хлопья, политые молоком. Вилфреду пришлось согласиться отведать этого геркулеса, который застревал у него в горле. Отец Эрны был директором какого-то учебного заведения и знал почти все, что касается вопросов воспитания. А то малое, чего он не знал, он изучал во время ежегодного пребывания в Англии, куда его посылали совершенствоваться. Там, в некоем институте, с 15 по 30 июня сообщались дополнительные сведения по вопросу воспитания. Отец Эрны разглагольствовал о характере, о закалке и еще о чем-то, что он именовал чистотой духа. Единственный во всем поселке он ходил голый по пояс, растирал себя песком и ел только сырую пищу. Он наставительно похвалил Вилфреда за его поведение. По-видимому, оно явилось результатом того бойскаутского спортивного духа, обладая которым человек всегда твердо знает, как ему следует поступать. Девятилетний братишка Эрны, которого заставили полоть грядки с редиской, хитро навострил уши. Вилфред осторожно покосился на Эрну. Впервые за все время их знакомства он уловил на ее лице выражение, в котором была не только искренность. Неужели она всегда так стыдится этого граммофонного оракула, над которым любят потешаться, потягивая на балконе виски, дядя Вилфреда и прочие самоуверенные господа, которые тоже знают все на свете, только на свой лад? Даже мать Эрны, которая, подчиняясь своему мужу в те дни, когда у них бывали гости, надевала нечто вроде национального костюма, рассеянно помешивала в тарелке свою порцию хлопьев. Все считают, что отец Эрны говорит глупости. А может, на самом деле это не так уж глупо? Если бы Вилфред не боялся, что его выдаст на смешливый голос, он вполне мог бы начать поддакивать ему, как он поддакивал домашним оракулам. — Я совершенно согласен с вами, что нет оснований славословить того, кто пришел на выручку своему товарищу, — заявил Вилфред. В душе он сам посмеивался над тем, что употребил выражение дяди Мартина «славословить». Когда в разговоре со взрослыми он употреблял выражение других взрослых, в глазах его собеседников появлялась растерянность. Эрна бросила на него быстрый взгляд. Была ли в нем благодарность или страх, что он станет потешаться над ее отцом? Отец Эрны одобрительно хмыкнул и отправил себе в рот полную ложку хлопьев с молоком. Он напоминал Вилфреду корову, жующую жвачку. Воспользовавшись подходящей минутой, Вилфред добавил. — Но английское движение бойскаутов вовсе не приводит меня в восторг. На лице Эрниного отца появилась нисходительная улыбка, какой улыбаются педагоги, когда несведущие люди подвергают сомнению их идеи. Ах вот как! Нашему юному другу не нравится движение бойскаутов. Он оглядел членов своей семьи и поманил к себе младшего сына, сидевшего на грядке, чтобы и он мог извлечь пользу из поучения. Это был маленький лохматый разбойник, который жадно пялил глаза на вазу с черносмороденным вареньем. Да позволено мне будет спросить нашего юного героя, знаком ли он с основными заповедями Бейден Пауэлла. И он ласково, но решительно положил руку на взъерошенную голову младшего сынишки. — Я внимательно прочел их, — беззаботно ответил Вилфред. — Все, что там сказано о честности и чистоте, похоже на то, что говорится в других книгах, но, по-моему, для нормальных мальчишек это слишком скучно. Это похоже на обычные правила поведения. Директор даже подпрыгнул на своем стуле. Забавно было подразнить его чуть-чуть, самую малость. По-моему, люди, и в особенности молодые, устроены более сложно, и поступки их вызваны различными мотивами, поэтому прописные истины этого Бейден Пауэлла оставляют их равнодушными. Эрна опустила глаза в тарелку. Ее младший брат переминался с ноги на ногу, то ли от того, что его разбирал смех, то ли от нетерпения. Отец собирался уже осадить спорщика, но, должно быть, какая-то мысль остановила его, и он ограничился тем, что сказал. — Как и видно, дома ты слышишь суждения другого рода, а среда оказывает огромное влияние на взгляды молодежи. — Вот именно! — примирительно поддакнул Вилфред. Пора было откланяться. Он знал, что к родителям Эрна, детей и подростков зазывают только для того, чтобы читать им наставления. Но когда он поднялся из-за стола, какой-то бесенок толкнул его под руку. На нас, детей, действительно влияет то, что мы слышим дома, но часто в противоположном направлении. Он вежливо простился с матерью Эрны, поблагодарив за чудесное угощение. Хозяин дома смотрел на него снисходительно. Вилфред чувствовал себя как бабочка, насаженная на булавку. Останься он здесь еще минут десять, и он будет причислен к педагогическим казусам, о которых столь часто рассуждает ежемесячный журнал «За здоровье духа и тела». Журнал весь этот год присылали к ним домой, на Драменсвей. Вилфреду никогда прежде не приходило в голову, что посылал его, конечно, отец Эрны. Вилфред шел домой между двумя рядами вязов, составлявших зеленую изгородь, довязь от смеха при воспоминании о бравом отце Эрны, который черпал свою патентованную мудрость из ежегодного июньского курса лекций при институте в Кенте. И вдруг листва зашуршала, и Эрна, раздвинув ветки вяза, оказалась перед ним на тропинке. — Как тебе не стыдно смеяться над моим отцом? — сказала она. — Еще кипыла ли от негодования? Она была прелестна. А я не смеялся. Я просто поспорил с ним немножко. Вилфред тоже рассердился. А для отца это одно и то же. Как ты не понимаешь, ведь ему никто никогда не перечит? — Тем более давно пора это сделать, — равнодушно возразил Вилфред. — Вам и самим, как видно, надоели его рассуждения о здоровье. Теперь они стояли совсем близко друг от друга. Вид у Эрны был огорченный и покорный. Гнев ее уже улегся. — Ты считаешь, что он очень глупый? — спросила она. Вилфред посмотрел на нее примиренным взглядом. — С такой преданностью ничего не поделаешь. Она готова была признать, что каждый по-своему прав. — Не глупее других, которые из себя что-то строят, — ответил он. — Ты знаешь, фруфри Саксон? — Эту гадкую женщину? — Эрна в ужасе смотрела на него. — Она ничего из себя не строит, — сказал он. — Да и ты тоже. Но ты еще не стала взрослой. Она обрадовалась и в то же время смутилась. — А ты, Вилфред, — спросила она, — разве ты что-нибудь из себя строишь? — Конечно, — ответил он, притянув ее руками за шею. С минуту они постояли сблизи в головы. Ее позвали из дома. Она сразу же наполовину скрылась в листве. В этом доме послушание было не только теоретическим понятиям. — Передай привет твоему братцу, — шепнул Вилфред. — Этот маленький разбойник вряд ли станет бойскаутом. Она обернулась к нему. Казалось, она составляет одно целое с листвой деревьев. — Вилфред, — тихо сказала она, — а ты не дашь мне почитать эту твою историю искусства? На мгновение он оцепенел. Потом почувствовал, что растроган. — Ох, да не читай ты, пожалуйста, таких книг. Я и сам их читаю ради форса. Голоса, окликавшие Эрну, зазвучали ближе. Она беспомощно покачала головой, потом мгновенно исчезла в зелени. — Я искала котенка! — услышал он ее голос. — Вот тебе и искренность! — озорно подумал он. В теперешнем своем радужном настроении он, наконец, отважился додумать свою мысль до конца. Когда я вытаскивал Тома из воды, я тоже строил из себя героя. Ведь я знал, что Эрна вот-вот появится на берегу. Четырнадцать. Тетя Кристина страдала мигренями. Мигрень разыгрывалась у нее от каждого пустяка. Мать едва заметно улыбалась, когда Кристина бродила по комнатам в поисках удобного местечка, чтобы прилечь. А Кристина смиренно говорила, что самое обидное — страдать одной из двух болезней, которые другим всегда окажутся притворными — бессонницей и мигренью. — Вечно находится кто-нибудь, кто слышал, как ты храпишь в пять часов утра. Для Вилфреда наступила маленькая передышка. Его безудержное желание на время угасло, поскольку в дело вмешалась болезнь. Состояние Кристины было не настолько тяжелым, чтобы взывать к рыцарской стороне его чувств. К тому же тетя слишком обстоятельно описывала симптомы своей болезни. Вилфред вообще никогда не понимал, что за охота людям излагать подробности своих недомоганий. Но мир, в котором он жил этим летом на даче, мир, в котором он видел путь к отказу от своих прежних грехов и великому преображению, рухнул. Кристина принесла ему разочарование, потому что, избегая его теперь, она невольно напоминала ему о его неудачном посягательстве. Эрна принесла ему разочарование, потому что ее трогательная преданность обезоруживала его жажду насилия. Вилфреда преследовали греховные видения, а ему дали поиграть бабочкой. Мать принесла ему разочарование, потому что все время была на стороже, подозревая его даже в том, в чем он не был повинен. А из тех детских игр, которые прежде доставляли удовольствие им обоим, Вилфред вырос. Но, по сути дела, источник всех разочарований был в нем самом. Вялые потуги воображения уже не рождали прежних видений. Сокровищница его детства потеряла былой ореол. Даже старая игра с дарами моря приняла новый оборот. Прежде случайные предметы, принесенные со дна морского, с кораблей, из чужих стран, попадая на сушу, приобретали ореол таинственности, даже если это был какой-нибудь старый тюфяк. Все, что было связано с морем, манило и обещало. Теперь Вилфред опять возлагал все свои надежды на море. Словно в облике предметов, какие он обычно с торжеством приволакивал домой, стеклянных шариков, домашней утвари, к нему могло вернуться детство. Он понимал, что сам противоречит себе, когда, готовясь покорить новый мир, ожидает радостей от того, что кануло в прошлое. Да и попытка найти эти радости оказалась тщетной. Предметы, которые Вилфред приносил домой, оставались тем, чем они были — прозаическим протестом против грезы, которой он хотел насладиться вопреки всему. Однажды он принес домой поплавок от невода. И кто-то из взрослых спросил, стоит ли собирать всякий хлам. Почва ушла у Вилфреда из-под ног, но в ту же минуту он вновь обрел свою победную уверенность. Только взрослые с их плоской глупостью могут оказаться такими банкротами перед чудесами жизни. И однако отныне, когда выброшенные морем сокровища начинали уже наполняться смыслом, преображаться в соответствии с его смутной мечтой чей-то чужой голос, который в то же время был и его собственным голосом, нашептывал ему, стоит ли собирать всякий хлам. В Вилфреде сосуществовали две силы. Одна предавала другую. А его влекло по очереди то к одной, то к другой. К той, что создавала волшебный ореол, и к той, что убивала его. Оставался один выход — стремиться совсем к другому. К тому, что опустошало душу, оставляя в ней сухой, темно-красный привкус, терзавший тело и мысли. Но это другое нельзя было коллекционировать. Тут нельзя было ждать, пока оно преобразится в соответствии с твоими мечтами. Тут нужно было действовать. Но тетя Кристина страдала мигренью, а Эрна была бабочкой. Ничто не помогало Вилфреду убежать от того, от чего он хотел убежать. Газеты снова заговорили о дурацких весенних проделках, после того, как целых три недели они переживывали только визит британских кораблей. А теперь газетные колонки опять запестрели заметками о сбившейся с пути молодежи в перемешку с сообщениями о последнем побеге Элиаса Теннесена из тюрьмы в Боце. Газеты писали, что знаменитый вор стал идолом всех мальчишек. Даже дети порядочных родителей теперь занимаются воровством и кое-чем похуже. Вся молодежь христиании из спортивного интереса в большей или меньшей степени подражает французским бандитам. Спортивный интерес. Дядя Мартин, ссылаясь на свою неизменную социал-демократен, заявил, что общественность не потерпит, чтобы выгораживали детей имущих классов. «Бедные дети!» — вздохнула мать. В один прекрасный день маленькому лорду пришло письмо. Он обнаружил его в желтом деревянном почтовом ящике у причала. Внутри ящика пахло разогретым на солнце деревом, почти как в купальне. Письмо лежало на самом дне ящика. Кроме него здесь валялся только потрепанный номер городского миссионера, брошенный сюда по ошибке с месяц тому назад. Маленький лорд несколько раз прочел адрес на конверте, прежде чем решился дотронуться до письма. Невидимая рука стиснула его сердце. Письмо — это обязательно какая-нибудь неприятность. Судя по крупным, округлым, неровным буквам, письмо написано детской рукой. Письмо от школьного товарища. Все возможные варианты вихрем проносятся в голове Вилфреда. Но в глубине души он прекрасно знает, от кого письмо. Он не сразу распечатал конверт, а осторожно, держа письмо в руке, оглянулся по сторонам. Южный ветерок легонько играл его волосами. На малу, где ему был знаком каждый камень и глубокие рытвины, следы троса. На сваях все было прежним. Все было прежним, и все стало другим из-за письма. Возникло новое состояние, изменившее прежнее состояние, и без того насыщенное тревогой. Во времени произошел сдвиг. Маленький лорд вновь возвращен к тому неприятному, что случилось весной. Нераскрытое снова всплывает на поверхность, и от этого начинает сосать под ложечкой. Он побрел вверх по первой попавшейся тропинке между двумя давно не крашенными оградами. Тропинка вывела его на площадку, откуда открывались широкие дали и где все дни, кроме воскресных, не было ни души. Это была небольшая утрамбованная впадина с вытоптанной, запыленной травой. И вдруг Вилфред бросил письмо на землю и быстро зашагал прочь. У него мелькнула мысль, что если сделать вид, будто ничего не произошло, то и в самом деле ничего не произойдет. Когда он обернется, письма уже не будет в помине. Позади он увидит только темную, пыльную площадку с реденькой травой. Но когда он обернулся, письмо, как ни в чем не бывало, лежало на прежнем месте. И он, стремглав, помчался назад за письмом, чтобы никто его не опередил. Вилфред вдруг понял, что никто не должен пронюхать, что ему пришло письмо. Письмо летом — это целое событие. Каждому хочется хоть краешком глаза увидеть, что в нем такое написано. Вскрыв конверт, Вилфред сразу убедился, что письмо от Андреаса. И тут же понял, что речь в нем пойдет о велосипеде, который он одолжил Андреасу с условием, что тот возьмет его из тайника на Блоссене, где он остался после злосчастной ночи, когда Вилфред пытался совершить поджог и напасть на полицейского, как писали в газетах. Андреас сообщал, что к ним два раза приходила полиция и спрашивала насчет велосипеда. В первый раз это было уже давно, недели через две после экзамена в школе. В другой раз, когда Андреас вернулся в город. Они всей семьей гостили в деревне у теток в Тоттене. Как видно, кто-то из полицейских приметил красивый английский велосипед и теперь узнал его. Андреас не скрывал от Вилфреда, что много ездил на нем. В начале Андреас все отрицал, а потом признался, что нашел его на Блоссене и взял покататься, но в первые вечера возвращал на место. Полицейские ведь знали, что велосипед английские марки и не похож на обычные норвежские. Отец Андреаса потребовал, чтобы сын рассказал всю правду полиции или хотя бы родному отцу. Но Андреас ни за что не скажет правду никому на свете, потому что он подумал, а вдруг Вилфред что-нибудь натворил. А он, Андреас, не из тех, кто предает друга. И подпись. Твой друг Андреас. Внутри у Вилфреда все дрожало мелкой дрожью, только руки твердо держали письмо. Друг, подумал он с чувством вины и стыда. Но в следующую минуту он успокоился. К нему вернулось присутствие духа и ожесточения. Друг. А на что он нужен? Друг. Вилфред одолжил Андреасу велосипед на неопределенный срок. Он доставил Андреасу удовольствие. У того ведь нет велосипеда. Теперь у Андреаса из-за велосипеда начались неприятности. Какое до этого дело Вилфреду? Разве он тогда нарочно хотел навлечь подозрения на Андреаса, в случае, если полицейский заметил велосипед, разве он хотел навлечь на Андреаса беду? Нет, Вилфред этого не хотел. Сейчас, стоя на площадке наверху холма, он был твердо в этом уверен. И в то же время понимал, что ему недаром хотелось, чтобы Андреас взял велосипед с Блоссена. У самого Вилфреда в ту пору было дел по горло, а вообще он не из тех, кто предает друга. Это Вилфред не из тех, кто предает друга? Да, Вилфред. Он не из таких. И Андреас не из таких. Они друзья. Они всегда выручают друг друга. Андреас выручил его. Теперь черед Вилфреда. А может, его черед еще не наступил? Андреас еще не отделался от этой истории. Пусть выпутывается, как знает. А потом уже настанет черед Вилфреда. Тогда будет выпутываться он. Так они и выручают друг друга. Вилфред разорвал письмо на мелкие клочки, чтобы окончательно покончить с этим вопросом. В самом деле, чего ждет от него Андреас? Ничего. Впрочем, в письме нет ни слова о том, что он чего-то ждет. А может, там и написано об этом? Все равно уже поздно. Письма нет. Да и вообще, что Вилфред может сделать? Скоро. Очень скоро полиция перестанет копаться в этой истории. Ведь пожара не произошло. А дураку-полицейскому за это время пришлось, наверное, пережить другие приключения. Да и по правде, все это уже давно никого не интересует. Мало ли, что пишут газеты. Сам Вилфред давно с этим покончил. Его сейчас волнуют вещи поважнее. И вдруг, обрушившись на него точно девятый вал, которому не видно границ, перед Вилфредом встало все разом. Эрна, Кристина, мать, полиция, чувства, слова, все, что он говорил, все, что он делал, точно кто-то другой говорил и действовал за него, ввергнув его в какие-то чудовищные дебри. Он стоял обеими руками, сжимая клочки письма. Что это со мной? Его охватил страх. Он упал на колени в пыль, зарывшись пальцами в гравий и траву, словно желая похоронить в них обрывки истерзанного письма, похоронить самого себя со всеми своими горестями и угрызениями. Что это? Что это со мной? И вдруг, овладев собой, он встал, охваченный бессильным гневом против всех. Ему хотелось убить, да, да, убить всех по очереди, убить хитроумным и невероятным способом, а заодно положить конец соблазнам и нежностям, которыми его допекали, и остаться одному, с ясной душой. И чтобы поблизости не было родственников и самоотверженных друзей, которые готовы наложить в штаны из-за проделок Вилфреда, он вырвет с корнем всякую преданность в самом себе и в других и останется один в этом идиотском мире, который опустошит по своему усмотрению. Вилфред увидел маленький белый пароход вдали фьорда. Пароходик обогнул Бакен в середине фьорда, и отсвет солнце на мгновение блеснул во всех его окнах, потом повернулся в другую сторону и исчез. И Вилфред вдруг почувствовал себя усталым и покинутым. При виде мирного пароходика все его пылкие и мстительные чувства развеялись. Бедный Андреас сидит теперь в городе, додумал он, и не знает, что делать. И он увидел перед собой лицо оробевшего Андреаса, который читает нищего Ули. Увидел отца Андреаса под пальмой в столовой, где на буфете стоит нечищенная посуда из накладного серебра, как он сидит, прикрывшись газетой, точно защищаясь ее от окружающего мира. И вдруг мир, от которого этот человек пытался защититься, обрушился на него. И все потому, что какой-то мальчишка на другой улице совсем в другом мире вытащил камешек из складки фундамента, желая смутить покой, нарушить равновесие этого устойчивого окружения, которое не находит отклика в метущейся мальчишеской душе. Неудивительно, что отец Андреаса потребовал объяснений у сына. Он и без того хлебнул горе в жизни. И все-таки Вилфреду казалось совершенно несправедливым, что он, вкусивший сладость превосходства над другими, должен попасть в беду во имя того, чтобы поддержать семейный мир в столовой на Фрогнервей. Какую ценность представлял собой его друг Андреас? Вилфред даже не помнит толком, как он выглядит. Предать. Предать друга. А может, все это пустые слова? Не созданы ли подобные слова, которые только затуманивают смысл понятий именно для того, чтобы люди, подобные отцу Андреаса, могли спокойно дремать в качалке, заслонившись газетой от мух? — Каждый должен уметь постоять за себя, — говорит дядя Мартин. — Каждый должен крепко стоять на ногах. Вилфред окинул взглядом свои худые, загорелые ноги. Крепко ли он на них стоит? И верно ли, что это его собственные ноги? — Да, Вилфред крепко стоит на ногах. — Все это неприятности временные, и одолев их, он придет к великой независимости и одиночеству. Проклятое письмо! Даже его клочки не дают Вилфреду покоя. Хорошо бы побыстрее разделаться с ними. Он отшвырнул их в сторону, чтобы развеять по ветру. Но ветерок принес их обратно, точно облачко, и они расположились почти по кругу — белые клочки бумаги, исписанные глупым почерком с синими чернилами. Чудеса! Ветер будто нарочно вдруг переменил направление. Снова подобрав клочки письма, Вилфред скомкал их, а потом сунул в карман, решив, что сожжет их дома. Нет ничего проще — поднес спичку, чирк, и с письмом покончено. Покончено, покончено! Но только не для Андреаса. Жизнь Андреаса состоит сейчас из страха и дурных предчувствий. Письмо было не угрозой, а воплем о помощи того, кто просит, чтобы его спасли. Правда, тут речь не о том, что кто-то немой и бледный лежит мечком на дне, и не о том, чтобы совершать героические поступки. Здесь речь идет о простой порядочности. Порядочность? От кого Вилфред слышал это слово? Что за мука! Что за мука! Вечно слышать под оболочкой слов какое-то жужжание! Чужие слова навязывали себя, требовали, чтобы он их употреблял и отчасти даже подменяли собой смысл. Как он мог добраться до сути вещей, когда над нею громоздилась такая уйма слов? Слов, которыми пользовались взрослые и которые Вилфред присвоил до того, как обзавелся собственными словами. Потому что вечно торчал среди взрослых. Дядя Мартин. Опять дядя Мартин. Это он говорил о порядочности. Но дядя Мартин богатый, уверенный в себе толстяк. Может, в этом весь смысл? Стать толстяком? Толстяком, как дядя Мартин. Или бедняком. Как фруфри Саксон. Или и толстяком, и бедняком. Но главное — несокрушимым. Вилфред все стоял в нерешительности, и ему казалось, что лучи солнца просвечивают его насквозь. Раки, меняющие панцирь. Где-то он читал о них. Они сбиваются под скалы и камни. Но они беззащитны даже перед мелкими рыбешками. А он-то думал, что сам он. Да нет. Он был прав. Его не увидишь насквозь. Бог видит все, — твердила фрекин Волкварц, впрочем, не утруждая себя доказательствами. А что, если Бог, в которого не верит даже мать, в данный момент смотрит сквозь Вилфреда, но не замечает ни его, ни письма? О письме известно только самому Вилфреду. А тот трусишка в городе и его безвольный отец, что он, Вилфред, знает о них, кроме того, что написано в письме, которого вроде бы и не было? Какое ему дело до пальм и запаха супа, до этой смеси бедности и неряшливости? Его влекло к ним одно только любопытство. Вдобавок у Андреаса на руках бородавки. Если бы тогда на дне моря лежал Андреас, Вилфред ни за что не дотронулся бы до его бородавок. Он постарался бы спасти его от смерти, но до бородавок не дотронулся бы. Нищий бездонный! Вилфред увидел перед собой потерянное лицо Андреаса во время экзамена. Снова представил себе, как земля разверзлась у Андреаса под ногами, когда он открыл свою сокровищницу, нищего Улли, и увидел, что она пуста. Это пережил когда-то сам Вилфред из-за Ника Картера. Что ж, Вилфред и в самом деле постарался в тот раз спасти приятеля от смерти, несмотря на всякие там бородавки. Ах, злосчастный Улли! Окаянная, проклятая, мерзкая страсть соваться в чужие дела! А ведь Вилфред решил охранять свое одиночество. Вот и представил бы дураку самому распутываться с бездонным нищим. Разве не так поступил бы дядя Мартин? Толстый, благодушный, он предал бы всех встречных и поперечных, а потом, сидя в удобном кресле и покуривая сигару, принялся бы сокрушенно разглагольствовать о том, что народ беден и общество под угрозой, и о том, что вот-вот разразится война, о которой сейчас все так много говорят. А может, война не такое уж бедствие? Она камня на камне не оставит от того, во что люди ушли с головой, так что они волей-неволей выползут из своих нор и пойдут защищать родину. И вдруг письмо приобрело в глазах Вилфреда новый смысл. Он вдруг понял, что стоит перед выбором. Чего тут только нет! Мать! Эрна! Кристина! Школа! Консерватория! Дядя Рене написал матери, что для Вилфреда в этом году в консерватории есть место. Но Вилфреду не хочется снова вступать в отношения с этим Моцартом, гениальным ребенком, о котором по их настоянию он прочел кучу книг, и которого без конца муштровал папаша, вздумавший сотворить из него чудо. Письмо. Вилфред разорвал его в клочки. Каждый раз, когда он оказывался перед выбором, он все рвал в клочки, и чтобы это все не наседало на него, не принуждало его делать выбор. Может быть, и остальные люди поступают так же, и поэтому мечутся от одного решения к другому, всегда только делая вид, не считая Фруфри Саксон или отца Андреаса. Эти не притворяются. Но те, кто не притворяются, неудачники, а остальные всегда что-то из себя строят, покуда им это удается. Но, может, даже на это у них не хватает умения. Вот у них и бывают срывы. Наверное, именно в эти минуты лицо у них становится расстроенное. Они отвечают не в попад или начинают злиться. Так бывало с матерью, и с тетей Кристиной, и с Фрекен Волквартс, которая изображала сплошную доброту и понимание. И вдруг от доброты не оставалось и следа. Она становилась решительной, твердой, и за ее любезностью чувствовалась подавленная злость, такая, что ученики цепенели от страха. Размышляя, Вилфред не заметил, как дошел до противоположной стороны узкого перешейка. Здесь над берегом нависали скалы, и было темно даже днем. На этой стороне не строили дач. Здесь были болота и камни, болота и камни. А дальше, по другую сторону равнины, тянулся длинный и мелкий рукав фьорда, где вода пузырилась и пахла тиной. Там, в глубине фьорда, жила фруфри Саксон. А посреди равнины, на клочке земли, расчищенном от камней и осушенном ценой тяжелого многолетнего труда, стоял домик садовника. Вилфред сделал крюк, чтобы стороной обойти дом садовника. Мысль о Томе и его благодарных, трудолюбивых родителях была для него невыносима. Он слышал лай садовникова щенка. Но когда он очутился перед красным домиком фруфри Саксон, решимость вдруг покинула его. Он и сам не знал, что привело его на этот берег, куда не заглядывал ни один дачник. Теперь он заметил, что домик вовсе не красный, а серый. И только на северной торцевой стене, куда почти не проникало солнце, сохранились следы красной краски. Значит, фруфри Саксон так бедна, что не может даже покрасить дом. Или просто не хочет. На мой век хватит, верно думает она. Она ведь не из тех, кто станет делать вид. Вот этого Вилфред и хотел. Хотел посмотреть на дом. Дом был серый. Серый цвет ему подходил. Да и вообще это был красивый цвет. Почти серебристо-серый. Одно окно было заколочено досками. Разбитое стекло другого заткнуто тряпками и газетами. Чуть подальше от берега, где было глубже, Вилфред заметил белую лодочку фруфри Саксон. Впрочем, она тоже была серая. Здесь, в тени скал, она уже не походила на золотую чашу. Далеко же приходилось плыть женщине каждый день до маяка и впадины, где водились мерланы. Да, далеко. Дом был развалюха, лодка ветхая, а путь долгий. Вот как мыкала свою жизнь фруфри Саксон. Теперь Вилфред знал ее невзгоды. Ничего примечательного. Здесь на отшибе обрела она свое одиночество. Поскольку она не могла одержать победу над жизнью, конкурируя с другими людьми, она одержала ее вне конкуренции. Одержать победу можно над чем угодно. Лишь бы взяться за дело так, чтобы то, над чем ты хочешь одержать победу, стало достаточно маленьким и легко одолимым. А значит, победителем может быть каждый. Теперь Вилфред это понял. Он повернулся, чтобы тем же кружным путем вернуться назад через равнину. Пушица кивала ему со всех маленьких кочек. Стопкой трясины, тянувшейся среди них, напевая, взлетела красноножка. Он нащупал в кармане обрывки письма. И тут же почувствовал на себе чей-то взгляд. Он так быстро обернулся, что успел увидеть, как морщинистое лицо Фруфри Саксон отстранилось от окна, где стекло было цело. Он тотчас решился, быстро шагнул к двери на южной стороне дома и громко постучал. Фруфри Саксон сразу же открыла дверь. — А, это вон кто! — сказала она, не выгазав удивления. — Он самый! — весело подтвердил он, передразнивая ее интонацию. — Стало быть, твоей матери нужно пособить по хозяйству. — Небось, большую стирку затеяли? — Я просто зашел к вам в гости, Фруфри Саксон, — ответил он после минутного колебания. — Кажется, она насторожилась. А может, была тронута? — Коли так, заходи, — сказала она. Вилфред неуверенно переступил порог. Он слишком привык угадывать задние мысли людей. Они любезностью прикрывали неприязнь или прятали радость под личиной равнодушия. Но Фруфри Саксон даже не предложила ему сесть. Да и сесть было некуда. На столе лежали порванные сети. Они свисали на пол и на прибитую к стене скамью. В комнате было чисто и прибрано, но сидеть было не на чем. Медный крюк над плитой был начищен до блеска. Пахло чем-то сладковатым, как у Андреаса на Фрогнервей. — Вот мой дом, — сказала она. — Тебе, небось, любопытно было поглядеть, как живет Фруфри Саксон. — Да, — признался он. — А твоя мать знает, что ты здесь? — Нет. Он стоял посреди просторной кухни, и ему доставляло огромное удовольствие говорить правду. — Вон что, — сказала Фруфри Саксон. — Ну вот ты и поглядел. А может, в ее голосе все-таки проскользнула недружелюбная нотка. Дверь в комнату была приотворена. Покосившись на нее, Вилфред увидел край постели, покрытый темно-серым шерстяным одеялом. — Там я сплю. — И больше там ничего нет, — сказала она. — Я знаю, — ответил он. — Знаешь? — Откуда? Я просто сообразил. Что-то сверкнуло в ее глазах. Грубоватое дружелюбие, напомнившее ему выражение, какое было в ее взгляде, когда она плыла за мерланами в лучах заката. — Вон что, — сказала она. — Стало быть, ты смотришь, да наматываешь себе на ус. — Да. Вилфред растерял всю свою изворотливость. Впрочем, ему даже и не хотелось выдумывать, представляться. Он стоял точно в трансе. — Так вы и живете, — фруфри Саксон, — наконец выговорил он. — Как так? — Она постояла, вглядываясь в него. — Ты спрашиваешь, все ли тут мое хозяйство? — Ну да, сынок, все. — С тех пор, как умер Фри Саксон. Он подумал. — Вот тут бы ей самое время вздохнуть. Уж мои бы обязательно вздохнули. — А давно он умер? — спросил Вилфред. — Осенью будет пятнадцать лет. Вилфред наслаждался ее непритворной суровостью. — И никто никогда не навещает вас, фруфри Саксон? — А вдруг вы заболеете? — Хочешь сказать, а вдруг я помру? — Пожалуй, пройдет недели четыре, а то и пять, пока кто-нибудь заметит. Он подумал. — Я хочу, чтобы она предложила мне сесть. Я должен ей понравиться. — Я замечу, фруфри Саксон, — сказал он. — Я сразу замечу, если не увижу вашей лодки. — Полно! — быстро сказала фруфри Саксон. — Одно дело замечать, что ты здесь, а другое — не замечать, когда тебя нет. Он рассердился, потому что она была права. — А я замечу! — повторил он. — Ну что ж, тебе видней. Он вдруг сообразил, что они спорят на довольно неподходящую тему. — Чего ради он привязался к бедной женщине? — Извините, — сказал он и повернулся к двери, чтобы уйти. На стене прямо против окна висела фотография, прикрепленная кнопкой. Молодой человек, почти мальчик, в матросской форме на фоне вывески кафе. И на заднем плане по тротуару идут три женщины и мужчина. Вилфред демонстративно остановился. — Может, сейчас что-то объяснится? — Это Португалия, — сказал он. Она сняла фотографию со стены и поглядела на ее обратную сторону. — Откуда ты узнал? В ее прищуренных глазах теперь светилась откровенная добродушие. Я не узнал, а догадался. Я видел женщин в таких головных уборах на картинках О-Порто. — О-Пор-то! — медленно по складам произнесла она, отстранив фотографию как можно дальше в вытянутой руке. — Правильно угадал. Это мой сын, Биргер. Давненько оно было. Я вижу. — Видишь. Теперь она и вправду была удивлена. — Откуда ж ты это видишь? А тут написано. — 1910 год. Рядом с О-Порто. Значит, два года назад. — Подумать только два года, — сказала она, опустив руку, в которой держала фотографию. — Неужто так давно? — А где он теперь? — С тех пор я не имела о нем вестей. Тогда он плавал юнгой. Два шага до двери казались Вилфреду огромным пространством. Он просто представить себе не мог, как одолеет их. — Это для вас большое горе, фру Фрисаксон, — сказал он. Проклятые слезы. Они подступили к глазам по старой привычке, по привычке притворяться в тех случаях, когда он считал, что уместно прослезиться. Она смотрела на него в упор. Узкие губы вдруг ожили, чуть дрогнув, и слегка запали. — Точно простроченный с изнанки шов, — подумал Вилфред, чтобы подавить слезы. — Ну что ж, до свидания, фру Фрисаксон, — сказал он, протянув ей руку. Она коротко ответила на его пожатие. Ее рука на ощупь была жесткой, как коряга. Он быстро вышел, бесшумно прикрыв за собою дверь, потом медленно, точно в бреду, двинулся прочь. Низенький домик садовника плавал перед ним в какой-то дымке. Оранжереи парили над равниной, точно мираж. Ему надо было куда-то скрыться, чтобы дать волю слезам. Но он не соображал, куда идет, и просто медленно плелся, куда глаза глядят. С фьорда низко над землей пролетела морская птица. К дождю, — подумал он. Услышав шаги за спиной, он быстро обернулся. Это была Фруфри Саксон. Она держала в руке какой-то предмет. Стеклянное яйцо. — Я подумала, может, тебе пригодится, — сказала она, задыхаясь, и протянула ему яйцо. — Он его очень любил, биргер. Проклятые слезы. Скрывать их было поздно. Он стоял, сжимая в руке стеклянную игрушку, и не сдерживал слез. Женщина стояла прямо перед ним в колючей траве. Только тут он заметил, что она ниже его ростом. И в то же мгновение он перестал стесняться своих слез, которых не должен был видеть ни один человек на свете. В присутствии Фруфри Саксон такие вещи вдруг теряли значение. Все это продолжалось какую-нибудь минуту. Потом она повернулась и пошла. Глаза ее были сухи, и вся она была какая-то высохшая. Она затрусила к своему домику, что-то бормоча себе под нос. Именно не бежала, не шла, а трусила мелкими шажками. Он обратил внимание, что на ногах у нее не ботинки, а толстые носки, обмотанные бечевкой. — Спасибо! — крикнул он, как во сне. Голос ему изменил. Звука не получилось. Он сделал несколько шагов ей вдогонку, но она уже скрылась за дверью дома, будто ее и не бывало. Вилфред стоял, сжимая в руке стеклянное яйцо, и все еще не смея взглянуть на него. Ему опять казалось, что какие-то существа вокруг него видят его насквозь. Рак без панциря. Равнодушный взгляд Фруфри Саксон сменился взглядом отовсюду, громадным зрачком. И Вилфред оказался внутри этого огромного, всевидящего зрачка, которому он был открыт со всех сторон. Вилфред поднял руки над головой, чтобы заслониться от него, но тот не исчезал. Так он и шел, подняв руки, но глаз глядел со всех сторон. Вилфред шел, все ускоряя шаг. Потом пустился бегом, сжимая в поднятом кверху кулаке чудесное гладкое яйцо. Он бежал по равнине через болотах, скалам, где было темно и холодно. Рук он не опускал. Спортивные тапочки мало-помалу промокли. Над равниной носились чайки. Они описывали вокруг беглеца низкие круги. Велись над его головой, следуя за ним точно враждебная туча, но, впрочем, не трогали его, а просто не отставали ни на шаг. И они со своими пронзительными криками и гоготанием тоже заставляли как бы часть всевидящего ока, пока все окружающее пространство не превратилось в огромный белый глаз, уставившийся на него в упор. Нырнув под скалистый навес, он бросился ничком на землю и перевел дух. Так он лежал долго. Здесь было что-то вроде пещеры, куда всевидящий глаз не мог заглянуть. Теперь Вилфред вытащил стеклянное яйцо, которое прикрывал своим телом, и поднес его к мутному свету, проникавшему из отверстия. Внутри яйца был маленький белый домик. Домик из сказки. Вилфред встряхнул яйцо, и оно все заполнилось снегом. В сплошном снегопаде стоял домик внутри яйца. Маленький, самостоятельный мир, защищенный снегом и оболочкой яйца. Мир в снегу. Вилфред подождал, пока снегопад улегся, и снова легонько встряхнул яйцо. Снегопад начался снова. Точно загипнотизированный смотрел Вилфред на яйцо. Погибший юнга Биргер. А может, он плавает себе по морям, и у него просто нет открытки, чтобы послать матери. Может, он тоже укрылся в мире, который принадлежит ему одному, и куда он не хочет впустить никого другого. А прежде таким принадлежащим ему одному миром было стеклянное яйцо с чудом снегопада, которым он любовался в долгие темные осенние вечера при свете керосиновой лампы в домике на берегу залива, когда смотритель маяка приводил в порядок запутавшиеся сети, в которые он под конец попал сам. Говорят ведь, что его тело нашли в сетях, в которых он запутался точно рыба. Откуда-то издалека отсутствующая душа Биргера слышала материнский зов, голос всех матерей, они зовут и зовут сыновей в тоске, которая заставляет тех уходить все дальше. Разве сам Вилфред не слышит эти голоса даже сейчас? А может, это музыка, напевающий Моцарт, напевающий, напевающий бесконечная филигрань звуков? Да нет, ведь это дождь. Это дождь шуршит у входа в пещеру, где притаился Вилфред. Наконец-то он начался. Живительный летний дождь, слезы громадного глаза, окружившего Вилфреда со всех сторон. Он опустил руку в карман и нащупал влажные обрывки письма Андреаса. Стеклянное яйцо. Казалось, оно все привело в ясность. Вилфред увидел перед собой другую пещеру, сложенную из досок, где он, забавы ради, пытался подбить мальчишек на преступление. Письмо от Андреаса. Муж Фруфри Саксон, запутавшийся в сетях. Биргер, который все глубже погружался в свой одинокий мир, настолько, что он ни разу даже мельком не вспомнил о своей морщинистой матери в сером домике, когда-то выкрашенном красной краской. Отец Андреаса, в одиночестве сидящий под пальмой, Вилфред еще раз повернул яйцо. На маленький домик снова посыпался снег. В этом замкнутом пространстве, заполненном падающим снегом, было какое-то захватывающее одиночество. Быть может, сейчас где-нибудь в Пенсаколе, в пустынном баре сидит Юнга Биргер и, вспоминая свое стеклянное яйцо, чувствует, что попал в такой же точно мир, и, зачарованный собственными бесчинствами, не решается подать о себе хоть маленькую весточку. Он тоже попался в собственные сети. Теперь и Вилфред почувствовал, что вокруг него затягивается сеть, затягивается все туже и туже, и вот-вот закроет отверстие пещеры. Сжимая яйцо в руке, он, согнувшись, выпал снаружу. Дождь все лил. Он давно уже смыл всевидящее око, преследовавшее Вилфреда. Чайки низко проносились над берегом, не обращая на него внимания, когда он шел назад, к перешейку, в сторону островов. Не успел он переступить порог дома, как почувствовал, что что-то случилось. Ни в прихожей, ни в гостиной, ни в столовой не было ни души. Пусто было и на веранде. Тут он увидел мать, быстро спускавшуюся по лестнице со второго этажа. Лицо ее было сумрачно. — Почему ты не пришел к обеду? — спросила она. — Разве уже так поздно? — Я не знал. — Поздно? — Мы пообедали четыре часа назад. — Где ты был? — У фру Фрисаксон. — Вырвалось у него. — У мадам Фрисаксон? — С чего вдруг? — Не знаю. Она дала мне вот это. Мать не глядя взяла в руки стеклянное яйцо. — Тетя Кристина уезжает завтра утром, — сказала она. Он понимал, что должен спросить, почему, но вдруг почувствовал, что не в силах. Ему казалось, что он все еще стоит в кухне фру Фрисаксон, улавливая сладковатый запах тимьяна. Вот в чем дело. В доме Андреаса тоже пахло тимьяном. Они клали его в гороховый суп. — Я тоже поеду завтра в город, — сказал он. — В город? Это еще зачем? Я получил письмо от Андреаса. Я должен ему кое в чем помочь. Он почувствовал, что мать вот-вот потребует, чтобы он показал письмо. Он вывернул карман. Несколько клочков бумаги упало на пол. Он выводил из кармана остальные. Андреас просил меня приехать. У него неприятности в школе. — Чепуха, — сказала она. — Во всяком случае, завтра ты не поедешь. Может быть, как-нибудь потом. Кристина собирается в горы к тете Валберг и дяде Мартину. — Как она сказала? — быстро подумал он. — Может быть, поедешь, но не завтра, то есть, когда Кристины не будет в городе. Ему пришлось, очертя голову, ринуться в пропасть. — Почему Кристина уезжает? — спросил он. Мать ответила с каким-то облегчением. — Твоя тетя жалуется, что у нас скучно, а у нее очень короткие каникулы. Неужели Кристина так и сказала? Так откровенно или, наоборот, именно неоткровенно? Может, она потому и решила быть просто невежливой, чтобы только не проговориться, что ей не по себе от того недосказанного, что висело в воздухе и ничем не завершилось. Ведь с того самого дня она избегала Вилфреда. — Так или иначе, я должен съездить в город, — холодно сказал он, сжимая в руке обрывки письма. — Ну и отлично, — ответила она. — Мне тоже надо съездить в город. Мы поедем вместе. Ты зайдешь к Андреасу, пока я буду у парикмахера. Мать по-прежнему сжимала в руке удивительное яйцо. Он сам не мог понять, почему не взял его обратно. Он протянул руку, но она вдруг подняла яйцо, разглядывая его на свет, потом встряхнула его. Пошел снег. — Боже мой! — сказала она. — Это яйцо! — Отдай мне его, мама! — попросил он. — Оно мое. Раньше оно принадлежало биргеру. — Биргеру? — переспросила она, впившись взглядом в сына. Потом стала внимательно рассматривать яйцо, нащупывая пальцем тонкую линию, нацарапанную на стекле. Вилфред не заметил ее прежде. Это была буква «С». «Это игрушка биргера!» — повторил Вилфред. Он рассердился. Мать хочет отнять у него все, чем он владеет в одиночку. «Это яйцо, умирая, держал в руке твой отец!» — сказала она. Пятнадцать. С той минуты, как Вилфред расстался с матерью на площади Эггерторф, он почувствовал, что сегодня у него будет удачный день. Посещение кондитерской удовольствие им не доставило. Чем больше усилий прилагали оба, чтобы обрести прежний тон, тем меньше он им удавался. Дело облегчало только то, что оба это скоро поняли и отказались от своих попыток. И вот теперь мать смотрела, как сын легкой, непринужденной походкой идет по улице. Взрослый юноша. Три дня, которые прошли с того вечера в Сковлю, оказались для нее менее тягостными, чем она предполагала раньше. Если вообще она когда-нибудь отдавала себе ясный отчет, что в один прекрасный день ее маленький сынок так или иначе узнает правду об отце. Но мальчик проявил душевную зрелость, какая еще полгода назад привела бы ее в ужас. Его первый вопрос был не о смерти отца, а о Биргере и Фруфри Саксон. Казалось, у него из головы не идет эта женщина, о существовании которой сама она с годами принудила себя забыть. Он просто спросил, сколько ей лет. И когда она ответила ему правду, что смотрительша из домика у залива примерно одних лет с ней, он как бы сразу понял все остальное. Значит, Биргер сын моего отца. Потом она сама удивлялась, как это вышло, что смысл всей истории по-настоящему дошел до нее только с той минуты, как он задал этот вопрос. Именно истории. Она всегда думала об этом как об истории, а не о том, что живет на свете мальчик, на шесть лет старше ее любимого сына, который приходится ему с водным братом, если те предположения. И теперь, когда по прошествии долгих лет случившееся стало для нее куда более очевидным, чем в ту пору, когда оно случилось, не говоря уже о тех годах, когда оно превратилось просто в расплывчатое воспоминание, эта очевидность вдруг перестала причинять ей боль. Замурованное в глубине души оскорбление превратилось в смутное любопытство. Ведь эти люди в каком-то смысле продолжали жить прежней жизнью. От Щепенко мадам Фрисаксен перестала вдруг быть неким отвлеченным понятием в лодке, зрелищем, с которым приходилось мириться, как с нежелательным явлением природы, несколько портищем вечерний пейзаж, но имеющим самое смутное отношение к чему-то в далеком прошлом. Она вновь превратилась в ту самую женщину, которую в былые годы дачники приглашали для разных мелких услуг, и которая привлекала к себе бесстыдные взгляды кое-кого из мужчин своеобразной бесовской прелестью, которую так ненавидят другие женщины, но которая к их утешению быстро вянет. Она была пожизненной карой смотрителя маяка Фриса Аксена. За его юношеское легкомыслие и истинной причиной того, по крайней мере так утверждали злые языки, что суровый фавн впадал во все более глубокую меланхолию, пока в один прекрасный день его не нашли. Так всегда говорилось в ту осень. О подробностях умалчивали. Они были слишком тягостными. Но так уж получилось, что это создание носило имя Фрисаксена, и, так или иначе, мадам Фрисаксен считалась вдовой уважаемого человека, государственного чиновника. Что же касается ее сына... Но когда маленький лорд спросил, значит, по-настоящему его фамилия Сагин? Почему же ему живется не так хорошо, как мне? Фру Сусанна вышла из себя. Боже, праведный! Где он только набрался таких идей? Как он представляет себе заведенный в мире порядок? Правда, эти идеи проникли даже в стортинг. Но порядочные люди чураются их, и уж во всяком случае ему, зеленому юнцу, не пристало вбивать их себе в голову. Хотя, впрочем, что, собственно, он вбил себе в голову? Когда позже она спросила сына, с чего вдруг он стал размышлять над подобными вопросами, он ответил. «А я вовсе не размышлял, мама. Наверное, я просто угадал все это, сам того не зная. Мы же всегда все угадываем. Не спрашиваем, не отвечаем, а намекаем и угадываем, как полагается воспитанным людям». На это ей нечего было возразить. Она понимала, что еще полгода назад она была бы потрясена не горем, но разочарованием от того, что сын живет в каком-то своем мире, по соседству с их общим миром, в мире полным догадок и еще бог весь чего. Может, вообще этот его мир совершенно не похож на все то, что ей известно. А теперь она уже подозревала, что дело обстоит именно так, хоть и не верила в это до конца, как вынуждена была бы поверить, если бы это открытие ошеломило ее своей внезапностью. А стало быть, и она со своей стороны, сама того не подозревая, смутно угадывала, что что-то изменилось в ее отношениях с сыном и вообще вокруг. Когда позже, немного успокоившись, они вдвоем сидели в гостиной, и вдруг вспомнился ее брат, Мартин. Может, именно к этому он и хотел подготовить ее своими постоянными напоминаниями о том, что мальчик вырос и что вообще он необычайно рано развился. Фру Сусанна представляла его себе этаким маленьким Моцартом за клавикордами. Он, мол, и в самом деле рано развился, но на свой собственный лад, а вернее сказать, на ее собственный. Пустые мечты. Насколько он взрослый, она по-настоящему поняла лишь тогда, когда с благодарностью почувствовала, что ей не придется отвечать на вопрос, который ей всегда оказался самым мучительным. Меж тем вопрос даже не облегся в форму вопроса. Вилфред сказал ей, явно подчеркивая, что разговор окончен, «Я понимаю, мама, что отец умер скоропостижно, но сегодня вечером мы об этом говорить не будем». Все пролитые слезы. Теперь ей хотелось их забыть и все невысказанные вопросы. Ей было приятнее вспоминать, как сын подошел к ее креслу, сел на подлокотник, взял ее руки в свои и сказал, «Бедняжка, тебе тоже пришлось нелегко». Это тоже продолжало ее мучить. Кого он имел в виду? Это создание в лодке или ее пащенка, плавающего невесть где? А может, самого себя? Неужели ее маленький лорд не был счастлив? Неужели мир, в котором они жили, был обманом, был всего лишь псевдосуществованием, которое изредка становилось подлинной жизнью? Ведь ей иногда казалось, что и ее собственная жизнь реально лишь постольку, поскольку она сама верит в нее в своем ленивом отвращении ко всему неприятному. Она глядела вслед сыну, пока он переходил площадь Эгерторф под лучами пыльного августовского солнца. Видела, какой он высокий, стройный, какая у него легкая и изящная походка. Она украдкой старалась уловить, замечают ли это прохожие. Но прохожие были озабочены тем, чтобы на перекрестке улиц Акерсгата и Карла Юхана не попасть под колеса телег и автомобилей, которые непрестанно мешали друг другу из-за разницы в скорости. Очутившись возле Стортинга, маленький лорд обернулся и кивнул. Она почувствовала прилив гордости, материнской и девичьей одновременно, которая тут же сменилась чувством собственной заброшенности. Он быстро зашагал в сторону Атенеума, чтобы там сесть на трамвай, ведущий на Фрогнервей, где живет этот самый его друг, с которым ему почему-то приспичило увидеться. Сойдя с трамвая на Фрогнервей, Вилфред неожиданно увидел Андреаса и его отца, выходящих из дома, в котором они жили. Вилфред растерянно остановился на противоположной стороне улицы. Он шел сюда с таким чувством, что сегодня ему будет вести во всем. Сегодня им владел победоносный дух, та обаятельная ребячливость, которая помогает ему осуществить любую ребячливую затею. Но при этом он твердо рассчитывал, что застанет Андреаса дома одного. Как глупо! У Вилфреда оставалось два часа до той минуты, когда он должен встретиться с матерью дома на Драменцвей. То есть ровно столько времени, сколько ему нужно, чтобы привести к какому-то концу историю с Андреасом. К какому концу? Об этом он не задумывался. Он вовсе не собирался приносить себя в жертву или проявлять благородство. Просто он придет к другу, а там будь что будет, он отдаст себя на волю судьбы. Но, как видно, у судьбы были свои планы на его счет. Отец с сыном зашагали в сторону площади Фрогнер. Вилфред перешел дорогу и побрел следом за ними на почтительном расстоянии. Был полдень. Площадь была по-летнему безлюдна. Если один из них вздумает оглянуться, укрыться негде. Но ни один из них не оглянулся. Они шли медленно, чуть понурившись. И так точно направлялись к определенной цели. Во всяком случае, ясно было, что они не просто прогуливаются. Теперь они свернули на улицу Нобельсгаты, и Вилфред ускорил шаги, чтобы не потерять их из виду. Добежав до угла, он почти нагнал их, поэтому остановился и немного пропустил их вперед. Потом снова зашагал следом за ними, отставая метров на 10-15. В конце улицы они свернули налево, туда, где начинались дачные домики. Он быстро свернул следом за ними. Но они исчезли. Зато Вилфред оказался перед невысоким домом со скромной вывеской «Отделение полиции». Вилфред похолодел. Вот оно что. Он явился в последнюю минуту. А может, уже опоздал? Но главное, он все-таки приехал. Как все изменилось по сравнению с прошлым. Теперь он ни на минуту не стал затевать свою прежнюю любимую игру, будто если захочет, он может изменить решение и не идти дальше. Он знал, что выход у него один. И все время видел перед собой лицо Фруфри Саксон. Вилфред вошел в коридор, где стояла урна, и на стене было три деревянных крючка. Он постучал в дверь. Рослый полицейский в форме открыл ему. Вилфред через его плечо заглянул в комнату. Там на двух табуретах сидели Андреас и его отец. Вид у обоих был совершенно потерянный. Я видел, как эти люди вошли сюда, сказал полицейскому Вилфред. Владелец велосипеда я, а это мой школьный товарищ Андреас. Он написал мне письмо. Это я одолжил ему велосипед. А немного погодя, все шло уже именно так, как Вилфред себе рисовал заранее. Коротышко-постовой тоже оказался здесь. В штатской одежде он напоминал беспомощного гнома. Маленький лорд, прямой как струна, отвечал на все вопросы. Как его зовут? Почему его велосипед оказался там-то и там-то? И что он делал в этом районе города? Спокойно, не задумываясь, он объяснил, что въехал на велосипеде на холм, чтобы осмотреться, но растянул себе связку на ноге. Положил велосипед под кусты и запер на замок. Потом сел на трамвай у стадиона Бислит, доехал до центра, а там пересел на трамвай, идущий до дома. Из-за растянутой связки он попросил товарища взять велосипед и разрешил ему покататься на нем. Коротышку полицейского спросили, тот ли это мальчик, которого он ночью видел на улице. Полицейский, пытаясь напустить на себя грозный вид, щурился на маленького лорда из-под кустистых бровей. Вилфред сильно вытянулся с весны. Полицейский вглядывался в открытое честное лицо, так не похожее на то, которое вспоминалось ему после ночного происшествия на Соргенсфригате. Потом помотал головой. «Это не он!» объявил коротышка. Отец Андреаса предложил мальчикам угостить их все трое пирожными, которые продавались в павильоне в парке Фрогнер. Он вытащил коричневый кожаный кошелек из тех, где мелочь вытряхивают в крышку и расплатился сразу после того, как им подали то, что они заказали. «Пожалуйста, не стесняйся!» сказал он Вилфреду, когда тот отказался выпить целую бутылку ситро. Это было первое самостоятельное высказывание, которое Вилфред услышал из его уст. Даже пригласил он мальчиков только после того, как сын втихомолку подтолкнул его вбок. Лицо Андреаса за стеклами очков сияло. Ему не терпелось излить душу другу. Он выпил так много воды, что ему сразу же понадобилось выйти в уборную в маленьком сарайчике в глубине двора. Вилфред остался один на один с его отцом, устало потиравшим рукой бледный лоб. «Значит, это тебя зовут маленьким лордом?» спросил отец Андреаса и тут же улыбнулся неловкой улыбкой, которая оказалась какой-то неестественной, точно механизм, управлявший ею, многие годы не был в употреблении. Меня так прозвала мать, да она и сейчас еще иногда меня так называет. «Андреас часто рассказывает о тебе, это хорошо, что вы дружите». Вилфред сидел как на иголках. От слова «дружите» его чуть не вывернуло наизнанку. Он даже не ожидал, что его самоуверенная ложь в полиции увенчается таким успехом. Вернее, он смутно предчувствовал это, как всегда в дни своих удач. Но зато он никак не рассчитывал, что влипнет в интимную беседу с этим жалким беднягой, к которому он испытывал глубокую неприязнь. «Андреас славный парень», промямлил он. Он с ужасом думал, что славный парень сейчас вернется, удовлетворив свои естественные потребности и с удвоенной энергией примется откровенничать заодно со своим папашей. «А как мама Андреаса? Ей лучше?» осторожно спросил он. По лицу мужчины прошла тень. «Она никогда не поправится». ответил он. «Только не говори этого Андреасу». Стало быть, и эти двое тоже притворялись, тоже играли в ту игру, которая была принята в кругу маленького лорда. Но эта игра казалась ему особенно убогой при воспоминании о темной столовой на Фрогнервей. Не лучше ли этим людям быть как фруфри саксон, равнодушными и нелюбезными. «Да», — вздохнул мужчина, щурясь от августовского солнца, проникавшего сквозь деревья в парке. «Нам-то это не страшно, по соседству такой роскошный парк». Мальчик мгновенно восстановил ход его мыслей. «Все уезжают на лето из города, а семья Андреаса только короткое время гостила в Тоттене. Хвастать нечем. Теперь они вернулись в свою хорошую городскую квартиру. Им не страшно и в городе посидеть, ведь у них под боком роскошный парк, остановка трамвая у самого дома, а молочная лавка в том же дворе». «Да, конечно, тому, кто живет в таком районе, вполне можно летом оставаться в городе», сказал Вилфред. «Мужчина так и просиял. Вот и я говорю, парк роскошный и вообще». Он сделал неопределенное движение. «К тому же мы ездили в Тоттен», добавил он. «Андреас очень любит Тоттен». «Неужели он вправду так думает?» Вилфред укратко и покосился на него. «Андреас всей душой ненавидел Тоттен, а сестру матери называл жирной врединой. Она большую часть времени проводила на скотном дворе, а своих гостей заставляла день деньской таскать воду. К тому же в доме кишели мухи. И потом в городе нет мух. Вот именно, нет мух!» Отец «Чего стоит хотя бы то, что мух нет?» Андреас бросил быстрый взгляд на друга. «Неужели Вилфред проболтался, что в Тоттене спасу нет от мух, и на каникулах хоть беги оттуда?» Вилфред сразу увидел, как лицо Андреаса подернулось тревогой. «Значит, он тоже пытается щадить отца и скрывает от него правду?» «Просто я говорю, что хоть ты любишь Тоттен?» Снова этот благодарный блеск в глазах. «Неужели Вилфред так и не отучится совать нос в чужие дела и помогать людям выпутываться из их собственной лжи? Почему эти два проигравшихся игрока не могут играть друг с другом в открытую? Почему бы Андреасу не узнать, что его мать безнадежно больна? Зачем им изо дня в день делать вид будто бы? Ведь эта игра не избавляет их от необходимости каждую минуту быть начеку, чтобы не причинить боль другому? Отец Андреаса бросил взгляд на часы. Вилфред подумал, «Ах, ты старая конторская крыса! Да ведь ты отлично знаешь, который час! В твоей башке сидит будильник, он жужжит и жужжит, как муха, и ты всегда знаешь, который час, и все-таки ты скажешь, «Глядите-ка, а ведь время-то уже!» «Глядите-ка, а ведь время-то уже!» Вилфред посмотрел на свои часы. «Половина первого!» — воскликнул он, сделав испуганное лицо. «Кажется, этот папаша, которого так легко купить снова, бросил на него благодарный взгляд. Твоему отцу, наверное, пора в контору. А меня ждет мать», сказал Вилфред. Он решил, что лучше всего избавить их от лишних объяснений, да и самому так проще убраться во свояси. Но на лице Андреаса появилось нескрываемое разочарование. Все чувства этих людей были перед Вилфредом как на ладони, настолько, что ему даже казалось, будто сам он играет фальшиво. «Стало быть, с тем делом покончено», сказал отец Андреаса, вставая. Вилфред подумал, «Небось, считает теперь, вот какой я ловкий, отпустил подходящее к случаю замечание и в то же время обошелся без объяснений, которые были бы неприятны и мне, и им». «А, наверное, неприятно чувствовать, что тебя подозревают», сказал Вилфред, дерзко глядя прямо в глаза взрослому. «Я хочу сказать, когда внешние обстоятельства могут обернуться против тебя». «Ты умный парень», спокойно ответил тот, протянув Вилфреду руку. Вилфред пожал ее. Рука была вялая-вялая и чуть влажная. Мальчики еще посидели за столом. Оса купалась в лужице пролитого ситро. Тихо шелестели старые деревья. Назойливое августовское солнце слепило глаза. Андреас доверительно улыбался из-за круглых стекол в металлической оправе. «Здорово ты утер нос полицейскому», сказал он. Вилфред холодно посмотрел на него. «Это проще простого, когда говоришь правду», сказал он. У Андреаса сделался такой вид, точно на него вылили ушат холодной воды. Он хотел что-то сказать, но осекся. Вот так он и выглядел тогда, когда, стоя посреди класса, читал стихи о нищем бездонном. «Я заработаю на собственный велосипед», неожиданно сказал он. «Я поступлю на склад, где работает отец». Наконец-то он заговорил как человек. Вилфред искренне обрадовался. «Вот это здорово», сказал он, «просто замечательно». «И отец твой молодчина». «Молодчина»?» Было совершенно очевидно, что Андреасу не приходило в голову смотреть на это под таким углом зрения. «Конечно, молодчина!» «Не позволяет тебе слоняться без дела и жить на чужой счет», как Вилфред сделал гримасу. Он почувствовал, что увлекся, но отступать было поздно. «Мой дядя Мартин говорит, что близятся большие перемены, что трудящиеся классы, словом, что настанут совсем другие порядки, и таким, как мы, которые живут тем, что им досталось от старых времен, придется чертовски скверно, а народ потребует своих прав». Он говорит, Англия будет воевать с Германией. У Англии 66 военных кораблей, а у Германии всего 37. Он говорит, что Англия должна напасть теперь же, пока Германия не накопила силы и пока еще не открыт этот самый Кильский канал. «Война? Неужели будет война?» Мальчики уставились друг на друга, взволнованные всем тем, что было связано в их представлении с войной и ее бедствиями. «Будет, но не у нас, а у Англии с Германией. А может, в ней будут участвовать и другие страны?» говорит дядя Мартин. «У России 15 кораблей, а у Австро-Венгрии 13». «Откуда ты все это знаешь?» «А разве у вас дома об этом не говорят?» «О войне не говорят. Отец считает, что политика...» «Об искусстве». «И об искусстве не говорят». «О чем же у вас тогда говорят?» Андреас задумался. «Да мы вообще мало разговариваем дома», наконец сказал он. «Понимаешь, отец у него и так, да и мать, но ей ведь лучше?» «Это отец так думает. Брат слышал, как доктор. Она не выздоровеет. Только не говори отцу». Вилфред смотрел в открытое лицо, для которого сохранение тайны было нелегкой задачей. Неприязнь, которую Вилфред испытывал к отцу Андреаса, исчезла. Очкарик Андреас тоже по мере сил играл свою маленькую роль. Игра была не из приятных. Но видно, она удавалась в этой семье, и они принимали как должное взаимное притворство. Вовсе не такое простое. Потом мальчики шли по улице Томаса Хефтью и болтали о будущей войне. Возбуждение Вилфреда спало. Он уже не так безоговорочно верил в пророчество дяди Мартина. Да и по правде сказать, они не слишком его волновали. Просто это была сенсация. Но Андреас продолжал фантазировать. Казалось, он смакует слово «война», словно она может принести какие-то благотворные перемены для мира и жителей Фрогнервей. На площади Элисенбергторф Вилфред хлопнул приятеля по плечу. Дальше он хотел идти без провожатых. Ему хотелось побыть одному, чтобы уяснить себе, доволен ли он тем, что произошло, или наоборот, все изменилось к худшему. Ладно. Только не вздумай бежать к отцу и объявлять ему, что завтра будет война, шутливо сказал он. Отцу что ты, сказал Андреас, он всего боится, мы никогда ничего ему не говорим. Андреасу не хотелось расставаться с приятелем. Расчувствовавшись и сгорая от любопытства, он старался продолжить разговор. А ты сам побоялся взять велосипед? Вдруг спросил он. Прежде Вилфред был подготовлен к этому вопросу, но в эту минуту нет. «Побоялся?» переспросил он. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, раз ты просил меня...» В Вилфреде вспыхнула злость. «Лучше уж сразу перейти к нападению, чтобы раз и навсегда осадить Андреаса». «Хорошо, что у тебя будет свой собственный велосипед», сказал он. «Тогда тебе не придется пользоваться чужим». Он не принял протянутой руки, не хотел дотрагиваться до бородавок. Когда он обернулся, Андреас стоял на том же самом месте с протянутой, как прежде, рукой. Вилфред быстро кивнул ему. Андреас поглядел на свою руку, потом рассеянно кивнул в ответ. Больше Вилфред не оборачивался. Он медленно шел вниз, в сторону Драменсвей. Как и в прошлый раз, расставшись с Андреасом, он чувствовал спиной его враждебность. враждебность и восхищение, любопытство и готовность пожертвовать собой. А пошел он к черту! Буркнул он себе под нос голосом дяди Мартина. Шестнадцать Город притих словно перед грозой. В новой школе Носковой мальчишки из разных районов как бы принюхивались друг к другу. Выжидали. В Этерстаде готовилось выступление французского летчика Пигу, который сделает мертвую петлю. Наметили выступление на одно из первых воскресеньев сентября. В новом классе было не до обычного завязывания знакомств. Всех интересовало одно, удастся ли попасть в Этерстад и взглянуть на Пигу. В газетах писали, что зрелище будет небезопасно для публики. Устроители отвечали, что летчики такого класса в воздухе прекрасно ориентируются, и французский летчик будет держаться над фьордом и над пустошью, а место огородят, так что каждый сможет, ничем не рискуя, приехать и поглядеть. В школе маленький лорд ничего не говорил о планах своего семейства. В конце лета к дяде Мартину заехал французский адвокат, улаживавший какие-то его дела в Марселе. Выглядел адвокат в точности так, как принято представлять себе французов. У него были черные усики, остроносые ботинки, и до обеда он ходил в визитки. Маленького лорда отправили показывать гостю суда викингов, защищенные рифленым навесом университетской гавани. И адвокат Майяр пришел в восторг от благовоспитанного молодого человека, сносно болтавшего по-французски и даже умевшего различать две-три марки красного вина. Это внесло некоторые поправки в те сведения о ледяной пустыне, где круглый год ходят в невыделанных шкурах и едят сырое мясо и пьют исключительно самогон, какими француза перед отъездом снабдили его соотечественники. Французский адвокат пообещал маленькому лорду в день торжества представить его летчику пегу и подвезти к самому аэроплану. Поэтому на все расспросы в школе Вилфред только пожимал плечами. Аэроплан, подумаешь, невидаль, но ведь он сделает мертвую петлю. Вилфред леденел при мысли, что его могут пригласить в полет. Он уклончиво замечал, что, наверное, мертвая петля дает самые сильные ощущения. Кстати сказать, Вилфред по воскресеньям ездил на бюгдё в открытой машине дяди Мартина, а мало кто из его сверстников мог похвалиться, что катался в частном автомобиле. Мальчишки, правда, издалека распознавали на улице машины с номерами двести и выше. Говорили, что по улицам христиане ходит уже три десятка такси, но ездить и в них почти никому из школьников не случалось. Во время второй совместной вылазки в город адвокат Майяры Вилфред в кондитерской Халл-Ворсона встретили тётю Кристину. «Боже, маленький лорд!» воскликнула она, всплеснув руками. Вилфред понял, что встреча не случайна. Кристина уже давно не называла его маленьким лордом и никогда так не поражалась случайным встречам. К тому же она чрезмерно суетилась, заказывая себе и адвокату по рюмке Хереса. Вилфред получил ванильное мороженое за тридцать эры и два пирожных по десять эры — рожок и трубочку. «Это же твои любимые пирожные, ведь правда?» Все три раза, когда она встречалась с адвокатом, у дяди Мартина, у дяди Рене и однажды у них дома на Драменсвей, тётя Кристина садилась за кофе рядом с Мояром и неизменно смешила его с нарочитой ребячливостью, коверкая французский язык. Дядя Рене утверждал, что Кристина отлично говорит по-французски. И вот теперь у Халл Ворсона она снова вытягивала губы трубочкой над рёмкой Хереса, делая вид, будто ей никак не совладать с французскими гласными, которым дома у Вилфреда во французские дни всегда придавалось такое значение. А адвокат чертил по воздуху никотинно-жёлтыми пальцами, словно придавая звукам должную форму. Мало того, он несколько раз дотронулся до губ Кристины, как бы подправляя непослушные гласные. Вся кондитерская пялила на них глаза. Вилфреду сделалось противно. Он стал разглядывать роспись потолка, стараясь думать о другом, но прежнее желание вновь вспыхнуло в нём. Снова невозможно было представить, что Кристина его тётка. Впрочем, и всю её детскую беспомощность тоже как рукой сняла, когда, приподняв над кончиком носа жёсткую вуаль, она сидела и потягивала херес, который, казалось, во век не кончится. В яркий сентябрьский день вся воскресная христиания устремилась к Этерстаду. Вилфред с матерью, тётей Кристиной и французом адвокатом сидели в автомобиле дяди Мартина. Однако у холма вблизи Волренг они наткнулись на блистающих касками полицейских, которые направили их в объезд. Это была необходимая мера. Грязную дорогу забили пешеходы, так что по ней было трудно не только проехать, но и пройти. Весь Этерстад оцепили канатами, и зрители бестолково протискивались вперёд, забыв, что зрелище будет происходить высоко в небе, а потому совершенно неважно где стоять. Но на самом верху холма у какого-то бокового входа француз адвокат показал визитную карточку и всю компанию провели через особую дверь. Вилфред не успел ещё оглядеть шумную взволнованную ожиданием толпу, усеявшую склоны, как очутился рядом с аэропланом. В деревянном ангаре стоял низенький человечек весь в кожаном с головы до пят и распекал трёх французских механиков, метавшихся от ангара к аэроплану. Но когда Вилфреда, представляя, подтолкнули к лётчику, из-под кожаных одежд протянулась тёмная жилистая рука и суровое лицо под шлемом осветилось улыбкой. С адвокатом лётчик был уже знаком. Имсиа Майяр представил Вилфреда как своего юного друга из студённых стран, владеющего французским и жаждущего увидеть Поднебесье. Вилфред похолодел от ужаса. Но, к счастью, лётчик развёл руками и, вздёрнув в брови, проговорил что-то непонятное, что у французов вызвало взрыв хохота. Но вот на площадке раздались взволнованные голоса. Механики подтолкнули самолёт вперёд и стали вертеть пропеллер под невнятные всхлипы мотора. Кто-то сунул Вилфреду кулёк тёплых земляных орехов. Он таких ещё не видывал, но во рту у него пересохло и орехи вязли в зубах. Когда он опомнился, лётчик уже выходил из ангара. А когда Вилфред и его спутники тоже вышли из-под навеса, в нескольких стах метрах за канатами волновалась толпа. Бог в кожаных одеждах, в перчатках и очках сидел плотно прикреплённой к сиденью хрупкой машины. Столько у неё было засовов и рёбер, что казалось, будто человека посадили в клетку. А вместе человек и машина о четырёх крыльях являли собой нечто вроде огромного кузнечика. Залитый солнцем аэроплан разбегался по лётному полю. Он подпрыгивал на бугорках, набирая скорость. Только теперь стало заметно, как много тут бугорков и кочек. Хрупкому сооружению в любую секунду грозила гибель. Но вот два долгих прыжка и аэроплан почти оторвался от земли. Ещё разок стукнулся он озим тонкими колёсами. И вот он уже свободно парит над склоном, скользя к скверу. Восторженный рёв взлетел к небесам. И Вилфред скорее почувствовал, чем услышал свой собственный счастливый вопль, когда кузнечик поднялся в воздух. Вилфред спохватился, что стоит на цыпочках и весь вытянулся, будто желая помочь аэроплану. Но тому же не требовалась помощь. Победно, уверенно прочертил он долгую дугу над заливом Бьорвик и Фьордом. Когда он пропал в солнечном сиянии, тысячи рук словно по команде козырьками прикрыли глаза, показывали «Вон там, вон там!» Другие смеялись «Да вон уже он где! Но он снова летит сюда!» Какой-то господин произнес «Сто пятьдесят километров в час! Да вы представляете, что это такое!» Дама, стоявшая рядом, ответила «Молчите, молитесь, чтоб он вернулся живым!» Тут Вилфред почувствовал, что кто-то крепко стискивает его правую руку и, вероятно, уже давно. Он опустил глаза на голубой цветник, целый сад тюлей цветов на бледно-желтой соломенной шляпке. Ладонь тети Кристины плотно прижималась к его ладони, руки их тесно сплелись. «Тебе страшно, Кристина?» спросил он, отдаваясь нахлынувшей нежности. В поднятом к нему лице было что-то такое, такое откровенное. Никогда прежде Вилфред не видел у нее такого лица. Рот приоткрылся, губы были влажны, она дышала тяжко и неровно, и он слышал ее дыхание в напряженной тишине. Аэроплан все еще набирал высоту, почти неразличимый в синей дали. Многие смотрели на часы. Все тот же господин сказал, он уже десять минут пробыл в воздухе. Десять минут подхватила пугливая дама, значит, ему никогда не вернуться на землю. Когда машина показалась над холмом, ее встретил настороженный вой. Все пригнули головы, но тут же, снова задрав их кверху, стали смотреть в другую сторону. Теперь аэроплан летел на восток, над Эстре-Акер. Кто-то сказал, сейчас сделает мертвую петлю. Машина забрала чуть к северу, и теперь, когда она двигалась со стороны Гревсена, ее легче было рассмотреть. Аэроплан летел теперь против солнца, и сентябрьские лучи играли на матовой желтизне крыльев. Казалось, тоненькие хрупкие крылья вот-вот сломаются. Вопль блаженного ужаса вновь взлетел над толпой навстречу аэроплану. Уже никто не наклонял голову. Все знали, что сейчас свершится чудо, несравнимое даже столько, что пережитым. Вилфред быстрым взглядом окинул лица вокруг себя, и одинаковые, неразличимые лица в толпе подальше. На всех была написана ненасытная жажда сенсации. Все напряглись в предчувствии невероятного. Глухой рев взмывал над холмом. И вдруг все стихло. Вилфред поднял глаза и тут же увидел, как аэроплан накренился и стал боком падать вниз. Он находился теперь как раз над головами зрителей, и толпа, не смевшая оторвать глаз от жуткого зрелища, ахнула и всклыхнулась. В следующее мгновение машина уже не падала, но, лежа на спине, скользила над холмами в сторону Экеберга. Можно было разглядеть летчика, висевшего вниз головой за решетками аэроплана. Потом аэроплан снова исчез в солнечном сиянии. И когда Вилфред увидел его опять, он уже летел в обычном положении. Возгласы «Ура!» заполнили воздух, и точно купол повисли над толпой. Пальцам Вилфреда вдруг стало больно, будто их сломали. Рука Кристины змеей обвелась вокруг его руки. Они оказались чуть позади всех прочих, те в волнении подались вперед. Вилфред с Кристиной стояли, прижавшись друг к другу. Ее лицо было поднято к верху, потерянное, восторженное и измученное? Вилфред не понял, как это случилось, и длилось все не больше мгновения, но он так остро ощутил близость ее тела, что ему вдруг показалось, будто с той злополучной встречи в Альшанике не прошло и дня. Он словно сам взмыл воздух и потом приземлился в целости и сохранности. Несметенный, дрожащий, но полный блаженного восторга, самодавлеющего и в то же время чреватого сладостной катастрофой. Он знал, что она чувствует то же, что это молчаливый сговор равных. И она тоже будто приземлилась наконец и ощутила под ногами твердую почву, по которой можно было безопасно двигаться дальше. В те же секунды, как видно, приземлилась и машина. Скоро летчик уже стоял у входа в ангар с букетом в руках, а его соотечественники, дамы и господа, теснились вокруг и лобызали его в щеки, куда попало. Вилфред с Кристиной тоже подошли, но она не стала целовать летчика, лишь дружески пожала ему руку и не очень внятно поблагодарила за доставленное удовольствие. Вилфред подошел к машине, которую уже осматривали механики. В ту же минуту толпа издала ликующий вопль. Прорвав ограждение, люди бросились на летное поле. Вилфред стоял возле аэроплана и смотрел, как несется людская лавина, словно огромный темный зверь, одержимый жаждой поживы. Но тут со всех сторон набежали полицейские и сторожа в форменных фуражках и преградили путь толпе, пуская в ход кулаки. Вилфред, слегка наклоняясь к машине, наблюдал происходящее. И его вдруг словно осенило, что он всегда среди немногих и избранных, тех, кому улыбаются, кого не гонят, кому дозволено. Быть может, в этом и состоит смысл одиночества, вожделенного одиночества. Два-три мальчишеских возгласа прозвенели над толпой. Вилфред увидел стайку своих одноклассников, отчаянно пытавшихся прокраситься мимо неумолимых полицейских спин в рай, где приземлился представитель небесного воинства. Как видно, они возлагали надежды на Вилфреда святым Петром, стоявшего у врат, в сияющих отблесках божества. Но взгляд полицейского упал на мальчишек. И они были тотчас отброшены за цепь служителей закона, которые так грубо толкали непосвященных, что многие спотыкались, падали, а на них валились другие. Завороженные зрители вдруг превратились в озлобленную крикливую толпу. Тогда летчик выступил вперед от ангара, где спасался от натиска почитателей. Усталым взглядом окинул толпу и отвесил ей нечто вроде иронического поклона. Возмущение улеглось. Раздалось новое ура, радостный смех и восторженные взвизги, точно стайки голубей вспорхнули к ясному сентябрьскому небу. Прикосновение Кристины все еще жгло руку Вилфреда. Как это было не похоже на летнюю встречу, когда неловкий мальчуган задыхался от желания подли пренебрегшей им взрослой дамы. Перемена вызрела незаметно. Их толкали друг другу силы, не подвластные им, уже не управляемые ими. Объявили, что француз снова поднимется, на сей раз с пассажиром. Адвокат и летчик подошли к аэроплану. По толпе прошелестел взволнованный шепоток. Адвокат в сопровождении небольшой группки двинулся прямо на Вилфреда, стоявшего рядом с чудесной машиной. Вилфред хотел было вежливо посторониться, когда взгляд адвоката упал на него. — Вот тот юный друг, о котором я говорил, сказал он оживленно жестикулируя. Летчик Пегу приблизился к Вилфреду и спросил по-французски. — Это вы, молодой человек, мечтаете подняться в небо? У Вилфреда подкосились ноги. Поодаль он видел мать и Кристину. В руках у них были бокалы. Дипломатов и гостей угощали шампанским. Он видел, что Кристина смотрит на него через головы подошедших к нему господ. Адвокат улыбнулся. — Разве тебе не хочется? — Уимсье. — Да, сударь, французский, едва выговорил Вилфред. Он и правда высказался в этом духе однажды в шальную минуту, когда они с адвокатом обсуждали предстоящее событие. Взрослые закивали друг другу и поспешили к его матери и прочим дамам. Вилфреда обжег взгляд Кристины, глядевший прямо ему в глаза. Поняла ли она, о чем беседовали с Вилфредом эти чудаки, обращавшиеся с ним как со взрослым и словно принявшие его в свой круг? Внезапно страх и надежда увильнуть сменились неподдельным острым желанием лететь. — А мама? — тихо произнес он. — Ну, разумеется, мы спросим у твоей мамы. Адвокат направился было к ней, но Вилфред остановил его. Я хочу сказать, что мама... Ну, в общем, это не важно. Мужчины переглянулись, с трудом удерживая улыбки, и стали совещаться. А дальше все развивалось так стремительно, что Вилфред не понимал, что происходит, пока не оказался внутри машины, на сиденье, несколько сбоку и позади сиденья летчика. Его запихнули в слишком для него просторный кожаный костюм, такой же, как на летчике, а на голову надели шлем. И он увидел мир сквозь огромные очки, отделившие от него окружающее и сделавшие все близкое необычным и далеким. Повернувшись на сиденье и насколько позволяли ремни, Вилфред разглядел мать среди господ в цилиндрах и дам под зонтиками, а далеко-далеко, за канатами, где-то в ином мире стояла густая, темная, безразличная ему толпа. Механики возились у машины. Один уже заводил пропеллер. Он с трудом повернул его в обратную сторону, мотор кашлянул и принялся за работу. Вилфред изо всех сил зажмурился, когда машина, подпрыгивая, разгонялась по бугристому летному полю. Только раз он открыл глаза и увидел, как тяжелые стволы деревьев на окраине Этерстада, несутся навстречу с немыслимой скоростью, но тотчас опять зажмурился и, только потому, что прекратились толчки, понял, что машина оторвалась от земли. Ища опоры, Вилфред шарил перед собой руками в тугих перчатках. Он застыл от леденящего ужаса и совсем нового ощущения, какого-то странного восторга. Все тело свело с судорогой. Мелькнула гордая мысль, что он не стал молиться Богу, но тут же пришлось сознаться самому себе, что он попросту об этом забыл. А теперь поздно было. Они уже летели. Вилфред знал это, хотя ощущал полет только по силе ветра, но никакой силой, земной или нездешней, не заставили бы его открыть глаза. Лучше умереть. И тут он услышал голос. Человеческий голос пробивался сквозь вой ветра. Повинуясь усвоенным с детства правилам хорошего тона, Вилфред на мгновение приоткрыл глаза и увидел под собой и впереди землю. Кажется, в поле зрения ему попал зеленый купол церкви Святой Троицы. Он не разглядел точно, сразу же зажмурился. Но тотчас он опять услышал голос, на этот раз совсем рядом. Он открыл глаза и увидел кашу темно-зеленых крон. Теперь глаза уже не зажмурились сами собой. За несколько секунд Вилфред успел увидеть, как фьорд поворачивается внизу, словно на блюдце. Потом разглядел какие-то черточки и красные пятнышки на синей воде. Верно, парусники стояли у красных буйков в бухте Бьорвик. Потом он заметил пароход у пристани, как две капли воды, похожей на модель парохода, который он так часто любовался в витрине Беннета на улице Карла Юхана. А вот и город. Улицы протянулись как на чертеже. Дворец. Он отодвинулся к краю блюдца и пропал из виду. И вот почти прямо под ними красная крыша парохового склада на большом острове. Вилфред взглянул себе под ноги и только тут не на шутку испугался. Он увидел нечто совсем не похожее на далекую сказочную панораму. Он увидел тонкий пол и решетку, поддерживающую крылья биплана. Тут он впервые до конца осознал, что летит высоко в небе или жалкие жердочки отделяют его от мирового пространства. Вилфред подался вперед. Ему хотелось, чтобы летчик обратил на него внимание, понял, что он тоже смотрит, видит. Несколько раз он вскрикнул от сладкого ужаса, восторга, торжества, которому нет имени в бедном человеческом языке. Но летчик его не замечал. Он слегка наклонился к рычагу, а другая рука его словно приросла к аппаратику чуть пониже, с другой стороны. Тут под ними показалось посадочное поле Этерстада, и Вилфред понял, что пигун напрягся, готовясь к посадке. Вилфреда снова пронзил ужас. Это самое опасное, он читал. Полет вдруг представился ему беспечной прогулкой. О, если бы она никогда не кончалась! Холм летел навстречу. Вилфред хотел было зажмуриться, но увидел людей за канатами, запрокинутые белые лица, темную массу тел. Они мчались навстречу, ненавистные, страшные. Вот оно, неизбежное смерть! Но мука длилась меньше, чем он ожидал. Первые сильные толчки потрясли машину, и тотчас скорость резко снизилась, и вот машина уже подпрыгивает по твердой земле. Очевидно, он вновь зажмурился, потому что, оглядевшись, заметил, что все вокруг опять выглядит так, как было, когда его вели к аэроплану. Он, качаясь, вышел из машины. Все качалось, вертелось перед глазами, земля уходила из-под ног. Охваченный какой-то счастливой усталостью, он опустился на колени. Но вот он услыхал выкрики «Ура!» это кричала огромная толпа за канатами. Усилием воли он заставил себя приподняться. Навстречу бежали мать, Кристина, адвокат. Вилфред распрямился. Его высвободили из кожаного костюма. Потом опять все куда-то провалилось. И он пришел в себя в объятиях матери, изливавший поток норвежских и французских слов на всех, кто стоял рядом. На Кристину, адвоката, летчика. Глаза ее горели от гнева, гордости и шампанского. «Мальчик мой!» истерически всхлипывала она. «Мой любимый мальчик!» Вилфред решительно высвободился из ее объятий и протянул руку летчику Пегу. «Мерси!» выдохнул он. «Мерси боку!» «Спасибо!» «Большое спасибо!» французский. Тут он заметил, что в шагу ему мокро холодно. Наверное, это случилось с ним еще, когда самолет поднимался. «Когда мы поедем домой, мама?» невесело спросил он. Он испугался, что происшедший с ним конфуз обнаружится именно теперь, когда на него устремлены восторженные взгляды толпы. «Ну, как это было?» «Страшно было?» «Да, мне было страшно», вдруг сказал он. Французам перевели его ответ. «Да, мы радостно заварковали, но летчик Пегу протиснулся к Вилфреду и вновь пожал ему руку. «Этот юноша самый храбрый из всех дебютантов, с какими мне приходилось иметь дело», — спокойно проговорил он. «Он почти все время сидел с открытыми глазами». Фрусагин и Вилфреда пригласили в посольство, где в честь летчика устраивался прием. «Как ты думаешь, мне можно улизнуть?» шепнул Вилфред матери. «Улизнуть?» «Да, мне что-то...» Он поморщился. «Это же рядом с нами, так что я могу сойти, когда мы подъедем». Мгновение она пристально и озабоченно разглядывала его. Сколько уже раз видела она это выражение, словно туча, омрачавшее юное лицо, лицо, все больше похожее на то, другое, с которого не сходила мрачная угрюмость. «Тебе хочется побыть одному?» спросила она. «Да, вот именно, одному». Он видел, как она разочарована. Точно ребенок. «Мамочка, я очень огорчен из-за тебя». «Из-за меня? Ну, так в чем же дело?» Вновь испытующий озабоченный взгляд, попытка прочитать его мысли, и вдруг Вилфред понял, что не мокрые штаны причиной тому, что ему не хочется в посольство. В небе с ним случилось нечто, какое-то озарение, прояснение. Тем легче стало посвятить мать в маленькую постыдную тайну, ибо настоящая эта тайна была совсем другая. «Дай я скажу тебе на ушко». Фрусаген залилась веселым смехом и украдкой огляделась. Очаровательное простосердечие сына так пленило ее, что ей захотелось с кем-нибудь поделиться. Но она владела собой и посмотрела сыну в глаза с той же проказливой серьезностью, как в тот раз, когда весенним вечером они забрели в тиволи. «Тогда беги, как только мы подъедем», сияя, шепнула она и потрепала его по щеке. Он глядел на нее недоверчиво и удивленно. Неужели эту взрослую женщину, которую он так любит, ничего не стоит обвести вокруг пальца? Неужели все и всегда так охотно попадаются на удочку? Вот только девушек я обеих отпустила поглядеть на представление, сказала Фрусагин. Эта реплика, нарушив ход мыслей Вилфреда, вдруг рассмешила его. «Ты права, мама», произнес он с нарочитой серьезностью, «жаль, если юноша-герой погибнет всеми заброшенный, покуда мать его принимает почести в посольстве». Она опять легонько потрепала сына по щеке, обрадованная, что отметено и это возражение. В последние годы она так редко бывала на людях, у нее столько огорчений, все неотвратимо меняется на ее глазах, и сегодня ей снова захотелось окунуться в гущу событий, как прежде, когда любое самое незначительное происшествие в жизни христиании составляло часть ее собственной жизни. Один в пустой квартире Вилфред радостно упивался собственным тревожным возбуждением. Он долго лежал в ванне и вернулся в комнату, ловко и по-взрослому запахнув на голом теле халат. Наслаждаясь ощущением своей взрослости, он встал у большого окна, выходившего на Фрогнер-Киль, и загляделся на небо, подернутое светлыми тучками. Сентябрьский день еще не остыл, по глади залива пробежала темная рябь. Все было словно на иной планете. Вилфред намеренно вновь вызвал в себе чувство сладкого ужаса, охватившего его в ту секунду, когда он увидел под ногами хрупкий пол аэроплана. Он снова поднялся на цыпочки, и к нему опять вернулась жажда воспарить, разорвать все связующие, порабощающие узы, а потом рухнуть и погибнуть в одиночестве, вдали от стеснительной близости других. Вилфред подошел к шкафу, налил себе из графина рюмку хереса и выпил ее с наслаждением и брезгливостью. Это помогло. Приятное возбуждение и ощущение взлета, которое он так боялся потерять, не проходили. Вилфреду хотелось довести эту вибрирующую тревогу во всем теле до такого предела, чтобы, да, чтобы самому почувствовать себя аэропланом, взмывающим в пустое пространство под грохот мотора. В дверь позвонили. Вилфред спокойно по-взрослому выругался. Небрежным шагом, как был, в халате пошел отворять. Он играл какую-то роль и сознавал это, но какую именно сам не решил. Знал только, что сейчас ему все нипочем. Кристина! Он почувствовал, что возглас прозвучал чуть-чуть наигранно, и была в нем не столько изумленная, сколько утвердительная интонация, словно приход ее результат действия его воли. задыхаясь, Кристина вошла в прихожую, ступила на заглушающий шаги ковер. Ты как будто ждал меня. В некотором роде. Дома никого нет. Я знала. Все было сказано. Ничего уже не изменить. Прежние страхи и сомнения всплыли в памяти, но они уже ничему не могли помешать. Он притянул ее к себе. Мы с ума сошли, сказала она тоном ребенка, который знает, что провинился. Ты думаешь? Уверенно, как взрослый, он повел ее к своей комнате. На ней была та же соломенная шляпка с голубыми цветами, на плечах светлая накидка. Он не предложил ей раздеться. Мягко, многоопытно он вел ее по лестнице. Но когда они поднялись к нему, он сдернул с нее шляпку, сбросил накидку на стул. Не так рьяно, прикрикнула она на него, стараясь стать хозяйкой положения. Отчего же, возразил он иронически. Он ощущал в себе какую-то чуждую силу. Кто был этот иной, дававший ему власть наблюдать себя со стороны? Они безудержно целовались. Разница в возрасте вдруг все было совсем не так, как тогда в Ольшанике. Теперь Вилфреду не приходилось стыдиться своей неопытности. Что с тобой, мальчик? Вдруг жалобно и неуверенно произнесла она. Ему вдруг подумалось, что она может быть и сейчас еще сама не знает, чего хочет. Даже сейчас ей хочется только поиграть. Что со мной? Жестко сказал он. Он был полон решимости, знания. Ты прекрасно понимаешь, Кристина, что со мной, шепнул он в самый шелк ее платье. И она перестала притворяться. Перестала разыгрывать беспомощную, удивленную. Почти материнская нежность была в ее руках, успокаивавших его торопливые руки. Косые лучи солнца проникали сквозь гордины, осеняя белое тело, в которое он погружался. Вот она шепнула. А вдруг кто-нибудь войдет? Он холодно отметил про себя, что теперь сопротивление сломлено. Да и было ли сопротивление? Никто не войдет. Выдохнул он в ответ. Слова бессмысла, ритуал. Он мог бы сказать и другое, что угодно. Слова были чьи-то, не его, да и действовал не он, а кто-то другой. Действовал медленно, постепенно, обдуманно. И сам Вилфред поражался этому, словно опыт поколений открывал ему путь к решающей минуте, совсем не так, как виделось в лихорадочных, сбивчивых, смятенных мечтах. Чужая воля управляла им, освобождая от торопливости и губительной робости новичка. Он был уже не подросток, растерявшийся перед лицом пугающей женской прелести. Кто-то чужой вселился в него и нашептывал мудрые советы о том, что спешить не надо, что надо давать, не только брать. Он наслаждался ее телом своим и, покоясь на синих волнах блаженства, не терял сладостного контроля над их телами, слившимися в одно. Медленно, медленно расслабились их объятия. Они вместе возвращались с небес на землю, совершая парящий полет сквозь сферы и избежав грубого перехода от блаженства к стыду. Переживание оказалось намного сильнее, чем Вилфред ожидал. Его охватило чувство непомерного счастья. Она лежала и, не стыдясь, открывала ему все тайны своего тела. Переход к нежной близости без лихорадки сделал их равными. Он это понял. Все время он знал, что ей с ним хорошо, не стыдно. Тот чужой все еще был в нем, нашептывал многовековой опыт страсти. И восторг победителя властелина охватил его. Победителя, но над кем? Мысли вернулись к тому, что только что свершилось. Ни тени разочарования. Было лишь слабое удивление, что то огромное и вправду было так огромно, но вовсе не трудно, не унизительно. Он не пережил ожидаемой катастрофы, низвержения с недоступных высот. Но когда он вновь ощутил прилив страсти, она мягко высвободилась и села рядом на постели, пристально глядя ему в лицо. Вилфред, сказала она, я поступила очень дурно, но благодаря тебе у меня нет такого чувства. Он встал перед ней на колени, утопил ее в нежных ласках, нежадных, настойчивых, как прежде, но робко восхищенных, благодарных. Ему это было необходимо высказать ей свою благодарность. Но и тут была тень расчета. Так надо, так правильно. Тот же чужой по-прежнему обучал его науке страсти, и он подчинялся мягким приказаниям этого чужого. Он не чувствовал ущемления своей воли. Чужак знал, что нужно Вилфреду и желал ему добра. «Ты посвятила меня в таинство», сказал он серьезно. Она улыбнулась была, слишком уж торжественно это прозвучало, и он поспешно добавил, «Нет, правда, это не ребячий порыв, ты сама знаешь. Ты посвятила меня в таинство». Она взяла его голову в свои ладони и посмотрела на него долгим взглядом. «Может быть, ты прав», тихо сказала она, «я даже думаю, что мне не в чем раскаиваться. Ты освобождаешь меня от угрызений совести». «Конечно тебе не в чем раскаиваться», воскликнул он с неожиданным пылом. «То, что почти всегда страшно и стыдно для молодого мужчины, ты сделала для меня чудесным и прекрасным. Думаешь, я не знаю». «Вилфред», сказала она, «ты прелесть, только не уверяй, будто любишь меня, раз ты меня не любишь, но ты самый взрослый ребенок и самый ребячливый взрослый из всех, кого я знаю». Она говорила таким тоном, что его не мог задеть намек на возраст. «Ты похож на него», прибавила она и, улыбаясь, отстранила его лицо. «На кого?» И снова она улыбнулась, на этот раз над его смешной ревностью, уж совсем детской. «Да нет же, ты не то подумал», торопливо объяснила она. «Тот человек...» «Ах, зачем я это говорю?» В глазах ее всколыхнулся испуг. Она смотрела перед собой куда-то в глубину комнаты, пронизанной последними отблесками осеннего солнца. Он невольно проследил за ее взглядом. Казалось, она видит кого-то неизвестного и незаметного ему. Косые лучи падали на портрет отца, стоявший на стуле у самой стены. Красные отцветы играли на бородке и придавали мазкам особую, красками недостижимую жизненность. Казалось, будто это лицо, слабое и вместе властное, выступило из рамы и, храня пойманное художником выражение, готова заговорить с ними и даже что-то уже говорит им обоим своим живым и горестным взглядом. И тут Вилфред вдруг понял его. Впервые понял своего отца, впервые в жизни ощутил темные узы родства между собой и этим запечатленным образом, некогда его пугавшим, будто исчез с возраст, исчезли время и расстояние. И понял, кто был тот мудрый советчик, одаривший его опытом в новом неиспытанном. Гениальный любовник, наполнявший близких стыдом и счастьем и оставшийся для них вечной загадкой. Вилфред медленно встал. Кристина последовала его примеру, торопливо собирая разбросанную одежду. Она проворно управилась со своим сложным туалетом. Он же совершенно голый, каким вышел из рук создателя, подошел к портрету отца, подставляя свою наготу его грешному пронзающему взору. Но в этом взоре не было иронии, которая всегда наготове у взрослых. И уж во всяком случае в нем не было осуждения и невысказанных попреков. Радостно обернулся он к Кристине и ощутил нежность, впервые вытеснившую его горькую потребность самоутвердиться. Хлопнула входная дверь. Это вернулось Лили. Вилфред тотчас узнал ее шаги и хотел было успокоить Кристину, но она подняла руку в знак того, что сама все поняла. «Твоя мама может вернуться в любую минуту», беззвучно произнесла она. Он взглянул на часы. Прошел час. Впервые открылась ему головокружительная загадка времени. Оно внутри человека, в крови и только там. «Да нет, вряд ли», беспечно ответил он. «Мама просто упоена праздником. Одно удовольствие было на нее смотреть». Он без всякого стеснения одевался, продолжая разговаривать. Во всех его движениях было спокойствие многоопытности. Они поцеловались, стоя перед портретом отца, и оба одновременно оглянулись на него. Лучи солнца уже ушли из полотна. Теперь оно было погружено во тьму, еще более подчеркнутую соседством яркого блика на стене. Словно человек на портрете в нужную минуту сказал свое слово и удалился. Вилфред схватил холст и повесил его на стену, где он висел всегда. «Я пойду», шепнула она. «Одна. Я буду ждать тебя на углу кондитерской. Нет, я хочу пройтись далеко далеко и одна. Далеко далеко и со мной. Одна, слышишь? До свидания, Вилфред, милый». Он стоял возле узкого окна прихожей и смотрел, как она идет по аллее. Теперь она уже не казалась обездоленной и одинокой. Она шла легкой, быстрой походкой. Вот она свернула за угол. Вилфред ощущал сладость бытия. Долго еще стоял на пустую аллею, удерживая в памяти образ Кристины. Такой, какой он ее видел, в шляпке с незабудками, в накидке, ступающей легкими шагами, хранившими его тайну, так он и стоял возле узкого окна, глядя, как спустились сумерки, как вспыхнули фонари. Так он и стоял, пока на аллее не показалась его мать. — Ничего не случилось, — спросила она, когда он помогал ей раздеться. — Почему ты спрашиваешь? — Я все время был дома. — Ну, как ты провела время с французами? — Приятно было. — Я так волновалась. Наверное, приятно, сама не знаю. Боюсь, что я уже стара для таких развлечений. — Чепуха, мама, ты говоришь это только для того, чтобы я сказал, что ты еще не старая. — Ну, так скажи это, скажи поскорее. Они стояли друг против друга, мать и сын, как много раз, как всегда, и играли в старую игру, великосветская дама и ее эрзац-кавалер, как выражался дядя Мартин. — Ты была самой красивой из всех дам в Этерстаде, сказал он и, обняв ее за талию, повел в комнату. — Шампанское лилось рекой? — Глупости, сказала она. Кристина была красивее? — Все были красивее меня. — Нет, они пьют мало, летчик вообще трезвенник. Зато говорили, говорили без конца. Я за ними не поспевала, совсем отвыкла от французского. Счастливые, умеющие забывать, стояли они друг против друга. Опять ловкие слова, которые так легко приходят на язык и так легко забываются. Опять эта спокойная, тихая вода, скрывающая опасные омуты. Как тяготила его в последнее время эта игра? И вдруг он заметил, что больше его ничто не тяготит. Притворяться было удивительно просто. Может, это и не притворство? Вилфред уже не ощущал себя одиноким защитником бастиона, на который посягают объединенные силы матери, дядей и школьных учителей. Тетя Кристины не была на приеме, сказала она. Ее забыли пригласить. Они спохватились, им стало неудобно, ей дважды звонили. Он накинул ее быстрым взглядом. Неужто опять этот проклятый инстинкт? Ведь она же сказала, что волновалась. Но у Кристины нет телефона, сказал он резко. Они звонили в кондитерскую. Она часто туда заходит по воскресеньям навести порядок. Значит, ее сегодня там не было, сказал он. Он сам отметил излишнюю запальчивость своего тона. Ну, разумеется, легко согласилась мать. Но теперь ему захотелось выяснить, в самом ли деле существуют эти таинственные силы, передающие от человека к человеку все тайные помыслы. Можно было за ней послать, если уж ее присутствие было так необходимо. Но она опять уклонилась. Да, конечно, ответила она устало. Я об этом как-то не подумала. Что это? Ирония? В нем опять шевельнулось недоверие. Впрочем, может, ее и дома не было, с вызовом заявил он. Не понимаю, маленький лорд, сказала она, и он отметил, что она нарочно назвала его этим именем. Почему ты так горячишься? — Спокойно, спокойно, подумал он, не искушать судьбу, ничем себя не выдать. Ведь не хочет же он, чтобы она догадалась. Ведь не хочет? Ну, разумеется, нет. — Прости, — ответил он, — видишь ли, я все еще парю в небесах. Она бросила на него быстрый взгляд, словно догадываясь о двойном смысле его ответа. — Ах, и зачем только придумали это слово инстинкт? Зачем его так часто повторяют? Этот инстинкт только все запутывает, громоздит догадку на догадку, вносит смуту в жизнь. О, если бы все люди были просты и неразговорчивы, как Фруфри Саксон, как да, хотя бы как Эрна. «Кстати, знаешь, кто был сегодня в Этерстаде? Эрна. Я видела ее в толпе за канатами. Все семейство явилось». И отец ее, конечно, объявил, что благодаря скорости аэроплана перестал действовать закон всемирного тяготения. «Как не стыдно, Вилфред», сказала она. «Я убеждена, что Эрна страшно тобой гордилась?» «Ну, а ты, мама, страшно гордилась, но ведь ты мне еще ни слова не сказал о том, что ты чувствовал». Опасность миновала, о Кристине больше не было речи, и Вилфреду захотелось еще чуть-чуть походить по краю пропасти. «Что я чувствовал?» спросил он. «Ну, да, когда летал». «А, ты об этом!» Мысли вновь потянулись к тому, о чем невозможно было забыть, и казалось, он властен своей волей вновь призвать все только что происшедшее в потемневшую комнату. Последние отблески мерцающих вод отражались в зеркале, оправленном в тусклую золоченую раму. Чувство это изумительное. «Изумительное? Но ведь тебе же было страшно!» Он глянул в зеркало. серебристо мерцая, переливались в нем водозалива. «Страшно?» «Да, страшно!» «Конечно, мне было страшно!» «Особенно подъем!» «Ну да, подъем!» «А голова не кружилась!» Залив в зеркале стал серым. «Значит, ушли последние лучи!» Собственное отражение в зеркале глядело на него выжидательно. И тут он увидел другое отражение того, кто висел на стене в углу. «Мамочка!» сказал он. «Ты только не сердись, что я тебя спрашиваю. Скажи, отец, он пользовался успехом?» Она тотчас встала и подошла к окну. «Что ты имеешь в виду? Как это успехом?» «Ну, он... В общем, он нравился?» «Кому?» Голос был сух и отрывист. Она смотрела на Фрогнер Киль. «Ну, дамам и вообще!» Она повернулась к нему, но не двинулась с места. Белая, тонкая стояла она в черном квадрате окна. Он не мог разглядеть, какое у нее выражение лица. «Почему ты спрашиваешь?» сказала она. Ему нужно было увидеть, какое у нее лицо. Он не хотел делать ей больно, но остановиться он не мог. «Что же в этом странного? Ты никогда ничего не рассказывала?» Она сделала было движение к нему, но осталась на месте. казалось, будто во тьме за окном она ищет опоры, союзника. Тогда он подошел к ней. «Я напугал тебя, мама». «Чем же?» «Вовсе нет. конечно тебе хочется знать. Вполне понятно. Послушай, мой мальчик...» Она вдруг обняла его за шею. Теперь они оба стояли лицом к окну. «Тебе кто-то говорил об отце?» «Вот именно, что нет. Ты, например, ни разу...» Они оба глядели на темную воду в последних отсветах уходящего дня и говорили, словно стоя перед зеркалом. От этого им было не так одиноко. «Отец твой очень нравился», сказала она, «людям, дамам в том числе». Как легко она увернулась от точного ответа. Вилфреда это задело. Она говорит с ним как с ребенком, да к тому же, конечно, втайне сердится. «Можешь ничего не рассказывать», сказал он обиженно и отошел от окна. Часы на камине грустно тикали, наполняя комнату тишиной. Он понимал, что ей больно, но он не обязан об этом знать. «Зачем же ты тогда сказала мне о стеклянном яйце?» вырвалось вырвалось у него. Ему хотелось уйти, ему не хотелось покидать поднебесье, где еще парила его душа, его тело. Ему хотелось побыть одному, больше ему ничего не нужно. «История с мадам Фрисаксон тебе ведь известна?» сказала она. «Ты права, мама», ответил он. «Конечно, все это глупо с моей стороны, да и не так уж я любопытен. Ему хотелось покончить со всем этим, от всего отделаться. К нему вновь возвращалось приятное безразличие. «Кстати, я забыл сделать уроки», сказал он. «Вот и предлог. Теперь она вполне может сказать «Боже мой, как же так!» Она может отыграться и напомнить сыну, что долг прежде всего, а потом уж развлечения и сенсации». Но она отмахнулась. «Подумаешь, уроки!» Она снова приготовилась к бою, а ему хотелось все сгладить и остаться одному. Она подошла к камину, зажгла сигарету. Это случалось редко. «История эта не единственная», сказала она. «Да и какая там история?» Это было правило. Вилфред сел покорно и устала, слушая почти без всякого любопытства. Она тоже села, не отрывая глаз от огонька сигареты. «Люди так и льнули к нему. И он к ним тоже. В каком-то смысле. То есть, может, он их презирал, не знаю, а может, просто ему никто не был нужен. Он и сам-то себе не был нужен. В каком-то смысле люди заполняли его жизнь, а в каком-то смысле наоборот. Но ты не поймешь». Он сел поближе, вежливо пододвинув к ней пепельницу. «Может быть, ты не понимала?» Осторожно спросил он. «Да, я не понимала. Я и теперь не понимаю. Впрочем, я больше не думаю об этом. Почти не думаю». «А я нарушил твое спокойствие?» «Да». Она улыбнулась. «Ты нарушил мое спокойствие. Всегда кто-нибудь нарушает спокойствие в самый неподходящий момент». «Мама, но это ведь было так давно». «Да, давно. Теперь это прошлое, этого нет. И все же иногда оно возвращается». «О, я понимаю, мама. Зря ты считаешь, что я глуповат». «Нет, мой мальчик, я не считаю, что ты глуп, вовсе нет». Вздохнула она грустно. «Дело просто в том, что ты ребенок, и у меня никого нет, кроме тебя». «Ах, я знаю, что ты скажешь, ты не ребенок. Может быть, ты прав, не знаю. Я ничего не знаю. В том-то и беда, что я ничего не знаю». Он подсел к ней на диван. Он чувствовал, что она чуть не плачет, но сдерживает слезы, не хочет расплакаться. «Плевать я хотел на отца», сказал он и добавил примирительно. Как говорит дядя Мартин. «Ах, дядя Мартин, он столько раз меня убеждал рассказать тебе все». И она грустно вздохнула. Он сказал, «Мама, сделай одолжение. Не проводи со мной этой беседы, которую взрослые считают обязательной, когда их ребеночек подрастет». Неужели она смеется? Возможно ли? Рядом с ним во тьме раздался приглашенный беспечный смешок. Он же говорит совершенно серьезно, а ей смешно. Вот так, мама, честное слово, она неподражаема. «Понимаешь, в твоем отце что-то такое было, вдруг жаром сказала она, ему просто покоя не давали». «Кто покоя не давал? Люди». «Бабы?» «Да, бабы». Она словно смаковала вульгарное слово. «Ты ведь знаешь, он был морской офицер», добавила она так, будто это все объясняла. «Да, на портрете он в форме». «Ну, конечно». «Но он недолго пробыл во флоте, он ушел». «Надоело?» «Да, то есть...» «Ну да, ему надоело». «И он пошел в торговый флот и заработал кучу денег». «Все просто поражались, он был такой ловкий». «И вы разбогатели». «Мы тратили много, очень много, я тоже виновата. Вокруг нас всегда велись люди». Теперь он сидел как на иголках. Когда-то он многое подозревал, а потом мысль его заняла совсем другое. «Мы всюду поспевали, без нас нигде не могли обойтись, уж не знаю почему. Мы и сами считали своим долгом поспевать повсюду. И путешествия, и современная живопись, в Норвегии ни у кого ведь нет таких картин. А ты знаешь, что твой отец выступал в концертах?» Вилфред не ответил. «Да, он это знал, но его это никогда не занимало». «На все руки мастер?» Вяло спросил он. «На все». Он все умел, все ему удавалось. Она запнулась, будто переводя дыхание. Он вдруг испугался, что она замолчит совсем. «Но ведь это хорошо, мама?» спросил он. «Нет, ничего в этом хорошего не было». Правда приоткрывалась частями. Вилфред думал, ведь она давно ждала этого разговора, к чему же скрытничать? «Ну вот, теперь ты знаешь все про своего отца», сказала она по-детски и по-детски довольная добавила. «Хорошо, что ты спросил». «Ничего я не знаю», сказал он. «Стеклянное яйцо». Она резко встала и снова подошла к окну. «Мы о нем уже говорили». «Но не о том, какая связь между ним и... и всем прочим. Мы говорили обо всем. Кто-то верно взял яйцо, украл. Он подошел к ней, встал рядом. Он все еще парил где-то высоко над землей. Он и сам не знал, зачем задает эти вопросы. Может быть, ему просто хотелось помочь ей отвести душу, а может быть, так нашептывал ему добрый мудрец с портрета на стене. «А потом вы все потеряли, мама?» спросил он. «Все потеряли? Нет. На что же мы по-твоему живем?» Оба глядели в темень за окном. Одинокий фонарь со стороны Бюгдё вонзал огненную иглу в черный бархат залива. Глядя прямо в темноту, Вилфред спросил «И за чего отец застрелился?» Он не застрелился. Она и не старалась выдать ответ за правду. Они не смотрели друг на друга. Оба разглядывали огненную иглу, дрожавшую в черной воде. Прогрохотал поезд, оставив за собой сноб искр. Искры скоро погасли. «Ну, спокойной ночи, мама. Уже поздно. Представляешь, я все еще парю». Уже почти у самой двери он услышал «Я же не виновата». Оглянувшись, он снова увидел ее белым пятном в черном прямоугольнике окна. Она подошла к нему и в темноте сжала обе его ладони. «Нам было так хорошо с тобой. Ты был ребенком». «Да, мамочка, но теперь я уже не ребенок». Она испытующе разглядывала в темноте его лицо, словно ощупывала пальцами. «Не ребенок? Нет, мама, ты ведь сама знаешь. Но что с того? Нам и так хорошо с тобой». «Нет», сказала она, «мама, ну почему ты так говоришь? Нам уже не может быть так хорошо, как прежде. Моя беда в том, что я не умею применяться к обстоятельствам. Дядя Мартин всегда об этом твердит. Он говорит, что я не умею делать выводы. Выводы из того, что отец умер, для меня он продолжал жить. Я не верила, что он умер, пока не забыла его, почти забыла. И тогда он совсем умер для меня, будто его и на свете не было. Кажется, я понимаю тебя, мама. Ты принимаешь только то, что тебя устраивает, а о прочем ты знать не желаешь. И когда что-то меняется, ты не можешь примириться». «И давно ты это понял? Не знаю. Зато ты о многом догадываешься, но долго гонишь от себя уверенность. А когда уж сомневаться больше нельзя, либо закрываешь на все глаза, либо оскорбляешься». Он ступил на зыбкую почву, на почву догадок. Он догадывался, как всегда, как догадывалась она. Неизлечимая семейная болезнь. Но если даже он угадал, она ни за что не признается. «Знаешь, по-моему, ты не в меру проницателен», заметила она, пытаясь обрести прежний беспечный тон. «Зачем ты сказала мне о Берне? что видела ее в Этерстаде? Но голубчик, раз я ее видела...» Вот какой оборот принял их разговор. А ведь он не хотел говорить на эти темы сегодня. Сейчас пока еще не ушло чувство парения. Но что бы она теперь ни сказала, он уступит и больше ни о чем не станет расспрашивать. «Собственно, я совсем о другом хотела с тобой поговорить», вдруг объявила она. «О конфирмации?» «Мама...» «В чем дело, мальчик?» спросила она раздраженно. «Мы ведь уже это обсуждали». «Мне очень не хочется огорчать тебя, мама. Я бы все отдал, чтобы тебя не огорчать, но, как ты справедливо заметила, мы уже это обсуждали». «Ну и почему же, мой мальчик, почему ты не хочешь?» «Если уж тебе непременно угодно знать, я не верю в Бога». Против воли Вилфреда это прозвучало слишком торжественно. Ему хотелось пощадить ее чувства, а он заговорил, как в исповедальне. Это только подлило масло в огонь. «Что за чепуха? А кто верит?» «Не знаю, не представляю, мама, только не я». «Дело вовсе не в вере. Твой дядя Мартин, мой брат, думаешь, он хоть во что-нибудь верит?» «В курс акции, я полагаю». «Но при чем тут дядя Мартин?» «Он твой опекун, мальчик. Он тебе вместо отца, и он считает». Она еще посидела немного, потом беспокойно встала и подошла к камину. «Есть еще и другое. Уж говорить так обо всем разом, ведь ты не крещен». Вилфред не мог удержаться от смеха, но она не улыбнулась, и он смеялся чуть дольше, чем ему хотелось. «Можно подумать, будто это большое несчастье». «Конечно несчастье, а все твой отец. В некоторых вопросах он был ужасно упрям, а я...» «Что ты, мама?» Он подошел к ней. У него как-то сразу отлегло от сердца. «Я такая безвольная, а потом я просто забыла, ну неужели ты не понимаешь, что некрещеному нельзя конфирмоваться?» Она заломила руки, да, в самом буквальном смысле слова, встала к зеркалу спиной и заломила руки. У Вилфреда было одно желание — помочь ей. И он сказал, «И вы решили потихоньку окрестить меня, так что ли?» Она не отвечала, «Мама, ты уже договорилась с пастором?» «А что мне оставалось?» Сердито откликнулась она. Пастор сказал, что это вовсе не единственный случай в его практике. Но теперь пришла его очередь вспыхнуть. Значит, решили отвезти меня в колясочке в церковь и сунуть в купель. «Нет, серьезно, мама, я во многом согласен тебе потакать, но...» «Ты мне? Потакать? Не я ли делаю для тебя все? Угождаю тебе во всем, вплоть до немой клавиатуры, потому что тебя, видите ли, утомляет музыка». Что-то шевельнулось в нем. Нежность, настороженность. Все так неожиданно, мама. И это же не к спеху. Он парил, он ощущал свое превосходство, он мог себе позволить снисходительность, мог пойти на уступки. То, что с ним случилось, разом возвысило его над сверстниками, перевело в мир взрослых. «Это же не к спеху», сказал он. «Давай отложим. Мне надо привыкнуть к этой мысли, ладно?» Он почти победил ее, он видел. «Почти. А зато я тебе кое-что пообещаю», сказал он. «Во всем, за что бы я не принялся, обещаю тебе быть первым в школе, в консерватории всегда буду лучше всех во всем». Она поежилась, как бы кутаясь в невидимую шаль. Он видел, что напугал ее, но решение было принято. семнадцать Вилфред стал первым учеником. Он теперь иначе распределял время, готовил уроки полчаса до обеда и час после обеда. Потом он гулял, потом два часа играл, сначала внизу на рояле, потом на немой клавиатуре. Лишь раз в неделю, когда ходил в консерваторию, он не играл. Так посоветовал ему учитель. Вечерами он занимался французским или читал по истории искусства. Кроме одного дня в неделю, когда ходил заниматься гимнастикой. Там добиться первенства было трудновато. Своего ужаса перед трамплином он так и не мог преодолеть. В консерватории Вилфред познакомился с девочкой по имени Мириам. Она занималась по классу скрипки. Ее отец держал магазин трикотажных изделий. Провожая Мириам домой, на улицу Оскара, Вилфред обычно нес легкий футляр со скрипкой. И осенними темными вечерами они нередко бродили по улице Мельцера и дальше вокруг Ураненбургской церкви. Октябрь выдался холодный, температура опускалась ниже нуля. Иногда они забирались на каменную церковную ограду и смотрели на северное сияние над Трюванским холмом. Обычно по дороге домой они рассуждали о музыке. Но когда северное сияние озаряло северо-восточный край давался от одного к другому, они брались за руки и обоих словно омывали струи холодного света. И оба тогда не знали о чем говорить. Кристина уехала в Копенгаген вскоре после того знаменательного сентябрьского дня. Она заходила к Сагинам один единственный раз, заглянула всего на минутку и ни словом не обмолвилась об отъезде. Вилфроду эту новость уже после отъезда Кристины сообщила мать как-то раз, когда он сидел над французским. Сообщила мимоходом, болтая о пустяках. Ему даже показалось, что чересчур уж мимоходом. Отъезд Кристины не произвел на него особого впечатления. В тот единственный раз, когда она к ним заходила, она выглядела усталой и даже постаревшей. Он испытывал к ней благодарность, но не любовь. Всякий раз, когда он думал о том, что произошло, он испытывал к ней благодарность. А думал он об этом часто. Мальчишки в новой школе только и говорили, что об этом самом. Один считал даже, что стоит сделать это, и у тебя так и пойдут рождаться дети. Мальчишки рисовали половые органы на клочках бумаги и передавали рисунки по классу. Когда Вилфред получил такой листок, он усмехнулся, разгладил бумажку, потом разорвал и сунул в парту. Больше ему таких рисунков не посылали. Он благодарил Кристину еще за то, что случившееся помогло ему воздвигнуть вокруг себя непроницаемую укрепленную стену, как он решил в тот вечер, когда мать заговорила о конфирмации. К пастору он не ходил. Он добился отсрочки крещения. Он по опыту знал, что в их семействе, где не любят сложностей, отсрочка означает забвение. Он благодарил ее за свое постоянное теперь ощущение физического покоя и довольства. Вечерами мать иной раз украдкой недоверчиво поглядывала на сына, словно ее даже беспокоило его усердие и послушание. Случалось она при его появлении резко обрывала телефонный разговор. Это бывало в тех случаях, когда, повинуясь чувству долга, об успехах племянника справлялся дядя Мартин, а иногда тетя Валборг. Тетю Валборг смущало благоразумие Вилфреда. Она утверждала, что молодому человеку следует иногда выкинуть какую-нибудь глупость, это необходимо. Когда мать так поглядывала на него, Вилфреду казалось, что и она разделяет опасения тетки. Бывало, она даже говорила, ну, стоит ли так уж корпеть над французским? Или соблазняла его синематографом, звала в космораму. Он не возражал, не отказывался, он ничем себя не выдавал. Он потакал ей во всем, соглашался и немного развеяться ей в угоду. Он рассказал ей про Мириам, о том, что они гуляют по улицам. Он всячески подчеркивал, что у него нет от нее тайн. И тем достигалось, что решительно все, от начала и до конца, было притворством. В результате мать ничего о нем не знала. И она тоже. Вообще никто. Однажды, возвращаясь домой, он встретил Эрну. Она ходила в школу по улице профессора Даля, а жила на улице Людера Сагина. Как она очутилась здесь, на драмен своей, как раз после окончания школьных занятий. Вилфред насторожился, как только ее завидел. Решила пройтись, сказала она, словно извиняясь. У нее еще не сошел летний загар. Этот здоровый, матовый загар напомнил Вилфреду об опасности. Они немножко прошли вниз по улице, по дороге к его дому. Вот совпадение, Эрне тоже сегодня нужно на эту улицу. Она к портнихе, а Вилфреду надо к зубному врачу, на улице обсерватории, он только сейчас вспомнил. Пожалуй, Эрне и это как раз по пути. Они шли все замедляя и замедляя шаг. Впрочем, зубной врач подождет. Это не к спеху. Вилфреду пора домой. У них сегодня гости. Они остановились, глядя друг на друга. На Эрне было светло-синее пальто, отороченное узкой полоской меха. И вся она была воплощением благоразумия. Засучив левый рукав, она подняла кверху руку. Тот самый шнурок, который Вилфред подарил ей летом, выленивший ваней, он все еще обвивал ее запястье. Вилфреда охватила ярость. Он стиснул руку Эрне, одним рывком развязал морской узел, который завязал тогда в лодке, и потянул к себе тонкий крученный шнурок. «Отдай!» — крикнула она. Он швырнул шнурок в сторону, на рельсы, и по нему тут же проехал трамвай. «Незачем его хранить!» сказал Вилфред жестко. Он уже отошел на несколько шагов, но оглянулся и захохотал. «Погоди, я тебе еще подарю кольцо с бриллиантом!» крикнул он, повернулся на каблуках и быстро зашагал прочь. На какую-то секунду она совершенно растерялась. Он это заметил. Заметил, как в глазах у нее сверкнул огонек. Вилфред снова расхохотался и пошел дальше. Он останавливался и громко смеялся, зная, что она глядит ему вслед. У дяди Рене опять устраивались музыкальные вечера по четвергам раз в три недели. Профессионалов приглашали теперь редко. И дядя Рене уже не стеснялся знакомить публику со своими собственными произведениями. Как-то одну из его пьес даже исполняли в концерте сверхпрограммы. Он все больше входил в роль служителя мус и уже не рабел перед знаменитостями. Билфреда тоже попросили выступить. В консерватории в октябре он играл Шопена и Дебюсси. В ноябре пришлось разучивать Баха, этюды и маленькие прелюдии. Моцарта он теперь никогда не играл. И если его упрашивали, отвечал, что все перезабыл. На музыкальных вечерах он играл буксты худы и по собственной инициативе прочел несколько лекций по полифонии. Дядя Рене был недоволен. Но мать вся сияла и украдкой оглядывала слушателей. На семейных сборищах Вилфред умел угодить всем. Он рассказывал дяде Мартину, как много дал ему дядя Рене. Рассказывал достаточно громко, чтобы дядя Рене мог уловить, о чем идет речь. Он выуживал в газетах биржевые новости и угощал ими тетю Валборг. Она всплескивала руками и кричала мужу через стол. «Мартин, ты слыхал, что говорит Вилфред? Чего он только не знает, я и не представляла». А Вилфред, делая вид, что пытается умерить ее пыл, в наступившей тишине объявлял «Как я завидую дяде, какой интересной жизнью он живет, ведь я, собственно, ничего не знаю, сужу только по его рассказам». Тете Шарлотте он говорил «Как жаль, что ты переменила духи? Нет, эти мне тоже нравятся, они прелестны, но тот запах тебе как-то больше шел». Когда входила Лили с подносом, Вилфред проворно собирал чашки и бокалы, помогал ей вытряхивать пепельницы. В Лили он обрел союзницу, хотя одно время дружба их висела на волоске. Это было осенью, когда мать раздражалась по пустякам и ко всему придиралась. В газетах тогда много писали об испорченности молодежи, а Вилфред знал, что Лили с ее простонародной смекалкой провести нелегко. Раза два она уже готова была ответить на замечание хозяйки какой-нибудь дерзостью о маменькиных сынках, и только взгляд Вилфреда, брошенный на нее, заставлял ее умолкнуть. Теперь Вилфред имел в ней союзника, только союзника, дружбы он ни с кем не заводил. Он не позволял одноклассникам лезть к себе в душу. Держался он со всеми ровно и приветливо, и в спорах его часто выбирали третейским судьей, ведь он никому не питал особого пристрастия. Это Андрея сходил с умным видом, словно ему открыты какие-то тайны, но не от хорошей жизни он напускал на себя важность. К тому же бедняга никак не мог вывести бородавки. Он травил их уксусной эссенцией, а они от этого только чернели. Иной раз, провожая Мириам из консерватории на улице Нурдала Бруна, Вилфред готов был разоткровенничаться, сказать правдивое слово. Маленькая кореглазая девочка с пушистыми ресницами излучала странное спокойствие, передававшееся ему. Она рассказывала о житье бытие у них дома, об отце правоверном еврее, который ходит в синагогу. Музыка переполняла все ее существо, звучала в ее голосе, в ее движениях. Мириам играла на благотворительных концертах в бедных кварталах и рассказывала Вилфреду, как блестят глаза у ее слушателей. Рассказывала, как соблюдается дома суббота, как затихают в этот день родители и братья. Вилфреду передавалось ее благоговейное чувство, хотелось понять, пережить его вместе с нею, получать и давать. Но он заставлял себя вспомнить принятое решение и, оглядев пыльные улицы, стряхивал с себя непрошенную нежность. А потом говорил Мириам, да зачем она вообще нужна, эта музыка. Но тихая девочка как будто понимала, отчего он задает этот вопрос. Она не оскорблялась, не обращала на него взора в полных слез. Она только смеялась совсем тихонько. Она над всем тихонько смеялась. А когда что-нибудь говорила, то не категорически, как другие, а будто случайно и ненароком. Если он возражал, она не спорила, не настаивала на своем. Но казалось, что она понимает очень, очень многое. Однажды в редком лесочке позади Ураненбургской церкви Вилфред обнял ее и поцеловал. Она не противилась. Она ответила на его поцелуй. Они долго стояли обнявшись. Было холодно. Мешал футляр со скрипкой. Наконец Вилфред положил футляр на землю. Она засмеялась, но встала так, чтобы ему было удобней ее обнимать. Она отвечала ему радостно, без смущения. Его охватили нежность и желание, какого он не знал прежде. Потом она отстранилась и погладила его по щеке. Сняла перчатку, еще раз погладила. Он нагнулся за футляром и увидел, что землю покрыл снег. Снег запорошил все, их голову, плечи. Мириам опять засмеялась. Вот и зима наступила, сказала она. Он рассказал матери о Мириам, не потому, что он в нее влюбился. Он рассказал, чтобы не влюбиться. Он рассказывал матери о школе, о толстом учителе гимнастике, казавшемся самому себе чудом ловкости, о том, что, когда подходишь к консерватории, на тебя из окон льется музыка. Она льется отовсюду, на что попало. Вилфред все время ловил себя на том, что, говоря правду, никогда не говорит правды. И как это легко. Ему даже хотелось приврать, как бывало, чтобы внести в свои рассказы больше правдоподобия. Он знал, что она будет в восторге. Ах, он проговорился. Но он не врал. Он ловил себя на этом желании и не уступал ему. Он берегся. Нет, ей не удастся снова склонить его к уютной лжи, которая сразу превращается в понятный обоим шифр. Зима наступила рано. Снег все валил и валил. Часто вместо того, чтобы идти в театр, как собирались, они вдруг глянув друг на друга, решали, что лучше посидеть дома. Решали без слов. Только однажды Вилфред сказал, к тому же мне надо готовить математику. Она ответила, что значит к тому же? Мы ведь решили не идти в театр. Снег, ветер. Решили, но об этом ни звука не было сказано. Они поглядели друг на друга. Он рассмеялся. Разве? Ему это было безразлично. Просто хотелось потешить ее немного доказательством их близости. Вилфред сказала она, знаешь, это ужасно. Отлично, все отлично, все идет как по маслу. Ему удалось внушить ей, что они понимают друг друга без слов, думают всегда об одном. Она рада, очень рада, ужасная, доставляет ей удовольствие. Ты права, сказал он, это очень интересно. Клюнет или нет. Клюнула. Она клюет на все. Все клюют на все, когда им самим хочется. Может, и у рыбки, которая мечется по морю в поисках съестного, мелькает мгновенное сомнение при виде наивной приманки. А ведь она клюет. Очевидно, надеется на лучшее. Но не вспыхивает ли в ее жалком мозгу досада в ту самую секунду, когда она попадается на крючок. Ведь заметно же, заметно было, что тут что-то неладно. Она сказала, знаешь, тетя Кристина, мне давно бы, надо тебе сказать. Он встрепенулся. А вдруг он сам глупая рыбешка. Что такое? Он открыл готовальню, вынул циркуль. Ты ведь помнишь, она ездила в Копенгаген? Он раскрыл циркуль. Рука не дрожала. Так вот, она вернулась. Он разглядывал линейку. Надо провести гипотенузу. Его занимала гипотенуза. Кондитерскую она оставляла на своих двух помощниц, сказала мать. Хочешь кофе? Спасибо. Он взялся за чашку. Обычно кофе разливал он. Он встал было, но она жестом усадила его на место. А как же домашние конфеты? спросил он. Ах, ты ведь сам знаешь, что домашние конфеты по большей части поставлялись фабрикой. Обман. И тут обман. Он проводил линию по линейке. Проводил старательно, аккуратно, подперев щеку языком. Он знал, что мать на него смотрит. «Ну, а где еще обман?» спросил он. Она туда ездила с французом адвокатом. Так, гипотенуза, радиус, диаметр, окружность. Ездила? Куда она ездила? Милый, я же тебе рассказывала, сразу после того, как здесь был тот летчик. Она и адвокат Майяр уехали в Копенгаген вместе. «Линейка, циркуль, окружность. Это кольцо. Нет, это замкнутая линия, а линия это продолжение точки, а точка это ничто». «Ну и что же?» спросил он. «Ты верно не поймешь, ты еще молод, но это неприятно». «Мама», он поднял глаза от геометрии, «Что неприятно?» «Тебе этого не понять, но нам ведь придется принимать ее, разговаривать с ней так, словно ничего не случилось». «Ну как же ты не чувствуешь?» «Конечно, это не очень приятно». «Ну и не рассказывала бы мне», сказал он, «и я бы ничего не знал». Он снова погрузился в задачу, но не вполне. Инстинкт нашептывал ему, что не следует выказывать излишнее безразличие. «Я же ни разу в жизни не видел твоего брата, ее мужа», сказал он, вставая со стула. «Может быть, ты зря так огорчаешься, мама?» победа за ним. Не так легко она ему далась. Где-то внутри боль, что-то кровоточит. Надолго ли у него хватит выдержки, но сейчас, сейчас победа за ним. Погасить вулкан. Как это легко и просто! Он сжал руку матери, усадил ее на стул, пододвинул сахарницу, подошел к полке над камином, взял оттуда египетские сигареты. Победа за ним. Она считает, что сейчас в поддержке нуждается не он, а она. Он зажег ей сигарету, подошел к окну и сказал. Ну и снег, даже Оскар с хала не видно. Потом тотчас вернулся на свое место. Только не переиграть, зажег лампу, осветив чертеж, чтобы яснее разглядеть окружность, замкнутую линию. «Копенгаген», произнес он, и как бы в рассеянности поднял глаза от задачки. «Наверное, они там ходили по Хюскинстреде». «С чего ты взял?» «А ты помнишь Хюскинстреде?» «Помнишь Овергаде?» «Авиольстреде?» «Ты еще купила Бодлера». «Да-да, победа за ним». Он чуть было не переиграл, но теперь удалось вернуть ее к воспоминаниям о его детстве. «Если бы я могла тебя понять», вздохнула она, отхлебывая кофе. «Снова сети, ловко расставленные сети. Прости, сказал он, это все геометрия». «А знаешь, это твоя Мириам?» снова начала она. «Говорят, ее часто видят с учителем скрипачом». «Гипотенуза, радиус, круг». Рука потянулась за циркулем. «Циркуль выскользнул», она сказала. «Кстати, звонила мать Эрны. У них будут гости. Взрослые, конечно». Она спрашивала, «Может быть, и ты?» «Сети». «Повсюду сети. Круг. Круг проводят циркулем, а в гладком круге тысяча мелких петель. С виду он пустой, математическая абстракция. А на самом деле в нем полно петель. Он весь состоит из петель. Уж сейчас-то она наверняка думает, что накинула на эту окружность сеть, и что он, бедняжка, в нее попался. «Хотел бы я знать, к чему ты мне все это рассказываешь?» спросил он. Она ответила, «Я тебя не понимаю». Будто он виноват. Будто он виноват, что она вечно роется в его маленьком мерке, его собственном, неприкосновенном. хочет выкурить его оттуда, чтобы поймать в капкан. Каждый сидит в таком капкане, откуда не выйти. Сидят и подмигивают друг дружке. Мне, мол, тут неплохо. «Ты хочешь сказать, что все на свете обман?» «Ты с ума сошел?» встрепенулась она. «Ничуть! Просто я считаю, что надо смотреть правде в глаза. Скажи, ты действительно не можешь оторваться от математики?» Он встал. «А что, если выложить ей все как есть? Это ее правду. И сразу рухнет здание, которое он так заботливо возводил в течение осени. Здание притворства. Показать ей кое-что в истинном свете она бы рот раскрыла. В его власти несколькими фразами превратить ее в старуху». Он сказал, «Мне обязательно надо решить эту задачу по математике. Пойду-ка я к себе. Там еще позанимаюсь». Но каждый шаг по устланной ковром лестнице мог его выдать. Не так быстро, не отдавая себя в том отчет, а она прислушивается, как он поднимается по лестнице, ждет, когда хлопнет наконец его дверь. Даже в своей комнате он словно еще ощущал на себе ее взгляд. Или еще чей-то. Его хотят поймать на удочку. Он, может быть, даже сам хочет попасться. Но его второе я, бдительно следит за тем, чтобы все шло добропорядочно и фальшиво. Смертельно устал, и он сел к письменному столу, и, не ослабляя над собой контроля, стал перебирать все, о чем только что, что, говорилось. Кристина, всего через несколько дней, может быть, на другой же день, а может, уже тогда она строила эти планы. Мириам, и это бы ничего, но только слишком уж все сразу. Скрипач, взрослый, Эрнос, который во что бы то ни стало его хотят связать, чтобы продлить его детство, из страха перед тем, что они чуют в воздухе, не зная, что оно уже наступило. Ему хотят добра, его хотят поймать. Если человеку хотят добра, его ловят, а потом, когда он барахтается в сетях, ему говорят, вот видишь, как тебе хорошо, ты в сетях, как и мы. Из аптечки в ванной комнате он взял две таблетки снотворного, которое принимала мать. Он впервые принял снотворное, и после короткого искусственного возбуждения, навалившаяся на него страшная усталость, тучей заволокла все. Он даже не смог раздеться. Мгновение спустя он проснулся и посмотрел на часы. Прошло десять часов. Взяв деньги из копилки, Вилфред пошел в школу, но после первого же урока сказался больным и отпросился домой. Добравшись пешком до западного вокзала, он целый час ждал поезда. Зимой пароходы в Хюрумлан не шли. Талый грязный снег лежал комьями на полу вокзала и в вагоне. Вокруг пригородной станции все занеслось снегом, но на дороге виднелась свежая колея. По этой дороге Вилфред как-то летним вечером ездил на велосипеде, когда не попал на катер. Теперь дорога выглядела иначе. Трудно было представить себе, что она ведет к сковлю. Дорожка разветвлялась, пошли тропинки к домам в глубине побережья. Та, по которой шел Вилфред, делалась все уже и уже и, наконец, превратилась в неверную цепочку глубоких следов. Снег повалил снова, следы запорошило. Когда Вилфред дошел до поворота направо к дачам, следы и вовсе пропали. Дачники зимой сюда не ездили. Он и не заметил, где оборвалась летняя тропинка, кажется, у кривой сосны. И сосну не узнать под снеговой шапкой, да и все равно ему не туда. Правда, вначале он хотел взглянуть на дом в сковлю, каков он зимой. В это время года Вилфред здесь никогда не бывал. Даже трудно было себе представить, что дом продолжает стоять и зимой. Снег повалил гуще, но Вилфред знал, что двигается в сторону перешейка между дачами и полуостровом к твердо намеченной цели. Он идет к фруфри Саксон, навестить ее. Войдет и скажет «Вот и я». Он перекрасит ей дом, будет удить для нее рыбу. Да и деньги у него есть не так уж мало. Можно проникнуть в сковлю, там полно консервов и прочего добра, им надолго хватит. Она обрадуется, когда он войдет, не станет притворяться изумленной. Не важно, правда это про Мериам или нет, важно, что ему это сказали. Не важно, замышляла ли Кристина свою копенгагенскую поездку в день, когда посвящала Вилфредов таинство. Что ему жалко, что ли? Пусть развлекается, ему все равно. Пусть их заманивают его в капкан, заставляют плясать под свою дудку. Уж такие они все. Такая у них жизнь. Какими бы стенами он не обнес свой маленький мир, они будут бомбардировать их, постараются вторгнуться в его крепость, захватить его достояние и объединить со своим. Он постучится к фруфри Саксон. Конечно, она еще не старая, хотя ее почему-то называют мадам. Вилфред видел ее лодку на закате, чашу в золотом потоке, видел ее красный домик, который давно уже стал серым, знал, какой этот домик внутри. Он видел фотографию Биргера. В эту низенькую дверь входил когда-то отец, пригнув шею в тугом воротничке. А может быть, здесь он не носил воротничка, да и вообще не напускал на себя излишней важности. Когда Вилфред вышел на перешеек, пурга засвистела ему в лицо. Раньше он шел под прикрытием холмов, а здесь ветер дул изо всей силы. На каждом шагу Вилфред глубоко проваливался в снег и долго вытаскивал ногу, прежде чем ступить дальше. И смех, и грех. Он почти не продвигался вперед. Он остановился перевести дух. Наверное, это вчерашняя снотворная. Голова какая-то дурная. Трудно дышать, и от резких движений делается еще хуже. мысли кружились по тому же кругу, что и вчера. Точка разрослась в окружности, и он кружит по этой замкнутой кривой. Он не нашел тропинки на перешейке и пошел наугад. Скоро он увидел впереди низенький домик садовника. Из труп не шел дым. К дверям не вели следы. Не было слышно и собачьего лая. Может быть, садовники, как медведи, на зиму забираются в берлогу. Все семейство ложится на широкую кровать и проводит зиму в спячке. Как цветы, которые распускаются весной, а осенью, свернув лепестки, зимуют глубоко под снегом, не зная ни дня, ни ночи. На всякий случай он обошел дом стороной. А вдруг благодарное семейство все-таки увидит его, станет зазывать к себе, угощать кофе. Вилфред поморщился и тут заметил, что все лицо его запорошило снегом. Снег покрыл его с ног до головы, словно Вилфред сам был частью белой равнины. Остановись он и сольется с нею. Он не остановился. Он шел. Он забрел в сторону всего на несколько метров. Дом оказался только чуть левее, чем он предполагал. Дорожка была не расчищена. Дом до половины занесен снегом. Не так-то просто сюда пробраться. Он постучал. Постучал снова. Потом принялся обарабанить в дверь, счистил снег со ступенек, отгреб его в сторону, потом осторожно взялся за скобу. Не заперто. Он снова постучал и прислушался. Потом толкнул дверь и вошел. Все пусто. Сеть аккуратно развешана на рогатом сучке, воткнутом в трещину на стене. Крюк над плитой потускнел по сравнению с прошлым разом. Дверь в комнату приоткрыта. Вилфред отворил ее и увидел Фруфри Саксон. Она лежала на кровати под серым шерстяным одеялом. Он узнал ее не столько по лицу, сколько посвесившейся до пола руке. Она очевидно умерла уже давно. Он попятился в кухню, прикрыл за собой дверь, а когда оказался у выхода, увидел фотографию Биргера на улице Апорта, немного похож на отца, формой лба, что ли. Снег валил теперь еще гуще. Дом садовника пропал из виду, но Вилфред пошел напрямик сквозь белую мглу и прибрел к нему. Странные люди, как это так? Человек умирает прямо у них под боком, без всякой помощи, они даже не замечают, что труба не дымит. Но подойдя вплотную к занесенным парникам, Вилфред вспомнил, что садовник зимою тут не живет. Он служит сторожем при какой-то больнице, ведь дом ходит в школу. Как это он забыл? В городе он никогда не думал о взморье, оно существовало только как воспоминание о лете и предчувствии его. Нельзя уступать страху, он доберется до сковлю, дозвонится ленсману, от дома садовника он пошел в сторону перешейка, к самой узкой его части. Надо идти прямо через холмы, тогда скоро покажутся дачи, каждая дача стоит в своей котловине. До садовника Вилфред добрался быстро. Со стороны болота снег был не такой глубокий, а сейчас он проваливался, почти не мог сдвинуться с места, пришлось возвращаться назад, но не к самому дому Фуфри Саксон. Дом он обошел, не мог его видеть, своих следов он не обнаружил, их, видно, уже занесло. Снег валил теперь не так плотно, зато ветер стал сильней. Похолодало, щеки у Вилфреда горели, а ноги и руки совсем застыли. Над берегом клочьями повис сырой туман. Если идти так, чтобы ветер дул слева, выйдешь прямо к перешейку, а оттуда через холмы до сковлю рукой подать. От проклятого снотворного его клонило в сон, словно при каждом движении по телу распространялась отрава. Чтоб успокоиться, он замедлил было шаг, но так и вовсе невозможно стало продвигаться вперед. Тогда он пустился бегом, но снег лежал слишком глубоко, бежать было невозможно, лучше всего идти ровным шагом, спокойно, словно гуляешь, спокойно, спокойно. Он же помнит здесь каждую пять. Ну да, он решил навестить фру Фрисаксон. Это пришло ему в голову вчера вечером, когда начала затягиваться расставленная ему сеть. Мать перегнула палку, совсем загнала его в угол, неважно, если он и выдал себя, зато у него созрело твердое решение. Он понял, что есть выход, есть где-то прибежище, хоть ненадолго, только оглядеться, а там, как знать, может, он проберется на борт судна. Мальчишки с пристани вечерами перешептывались о тех, кто уплыл в дальние края. Те, как видно, тоже попались в сети, выкинули что-то, а потом испугались, что их сцапают. Наверное, их держали на подозрении. Вилфред не из тех, кого держат на подозрении. За его выходки приходится расплачиваться другим, но это ему безразлично. Зато его вечно заманивают в капкан. Он надеялся было притворством добиться, чтобы его оставили в покое, но они и в притворстве усмотрели преступление. Преступление быть милым, ловким, обходительным — величайшее преступление. Вилфред выработал для себя целую систему мучений, чтобы стать образцом послушания, но они все равно бьют тревогу, как только чуют, что он старается отыскать в сетях дыру. Ему просто хотелось повидать Фруфри Саксон. Он соскучился по ней, по ее лицу, то старому, то совсем молодому, соскучился по матери Биргера. По-своему, он даже любит ее. Он стоял тогда голый на мысу, а она гребла мимо. Она не удивилась, грубоватая, может быть, злая, но зато такая, какая есть. Вот он и открыл дверь в комнату. Он никогда еще не видел покойников, а она, верно, умерла уже давно. Там, где он рассчитывал, перешейка не оказалась. Вода, затянутая тоненькой пленкой, впитывала мокрый снег. Тут не пройти, и он пошел вдоль берега, но увидел только сырой туман над заливом. Значит, надо идти в другую сторону. Он пошел вдоль берега в другую сторону. Надо найти пещеру под обрывом. Там можно передохнуть и даже выжать носки. Если б садовник был дома, можно было бы выпить чашку кофе. Конечно, его бы угостили и хлеба бы дали, но в доме садовника никого нет. Зимой они тут не живут. Поскорей бы найти пещеру, выжать носки. Пещеры не было, не было и перехода на ту сторону. Куда подевалась вся до мелочей знакомая летняя земля, словно она ему просто приснилась. Весь сковлю. Где холмы, через которые он собирался идти? Плоская равнина, заваленная снегом, а с другой стороны вода, вода, вода и сырой туман. Уж не идет ли он в обратном направлении? Он попытался мысленно перевернуть ландшафт, но ничего не вышло. Главное собраться с мыслями. Это он читал в карманном справочнике для юношей. Главное не терять присутствие духа. Однажды, не потеряв присутствие духа, он спас одного парнишку, но тогда на Вилфреда смотрели, он был на виду, а теперь вокруг никого. Он крикнул в белую пургу, но даже не остановился, чтобы услышать ответ. Если вспомните чертания полуострова, он треугольником вдается в залив, и вдоль одного из берегов тянется длинный рукав фьорда. Там и стояла лодка Фруфри Саксон, а на другой стороне перешейка выселись холмы, образуя границу летних владений Вилфреда. Холмов Вилфред не нашел. Он брел туда, где по его расчетам тянулись холмы, но их там не было. Снег опять повалил гуще. Вилфред еле держался что сейчас выйдет к обрыву и там увидит пещеру. Ничего. Снег валил густыми хлопьями, все застилал. Вилфред с трудом передвигал промокшие ноги. Пещеры нигде не было. Хорошо, что он занимается гимнастикой. Устал он ужасно, но все же хорошо, что он такой тренированный. Он поворачивал то туда, то сюда, но нигде не видел ни холмов, ни залива. Он метался в каком-то замкнутом пространстве и вдруг понял, где он. В стеклянном яйце, потому-то его и клонит в дрему, не хватает воздуха, и все стало понятно. Из стеклянного яйца не выбраться. Чем больше мечешься, тем плотнее валит снег. В стеклянном яйце валит и валит снег. Только вот маленького домика что-то нет. Маленького домика, на который падают и падают белые хлопья. А вот и домик. Теперь все сходится. Вон он, там, в просвете. Вот снова пропал в снежном мареве и вынырнул опять. Это он, тот самый дом. А в стеклянном яйце все падает и падает снег. Это жилье фруфри Саксен. Он это знал. Он это понял. Стемнело. Значит, он уже давно в пути. Поезд отходит в половине второго. Он отогнул рукав, посмотрел на швейцарские часы, привезенные дядей Мартином из Берлина. Шесть часов. Не мудрено, что уже темнеет. А что, если снова постучать? Дверь закрыта. А вдруг ему все только померещилось? От снотворного такая странная голова! Вдруг все только привиделось, приснилось. Спотыкаясь, он добрел до облезлой двери. На крыльце почти не было снега. Это он сам счистил его. Ему сделалось так дурно, что пришлось лечь прямо в снег под крыльцом. Его стошнило. Потом охватила страшная слабость. Надо отползти отсюда, хоть немного, только бы не видеть этого дома. Но тьма сгустилась, и он подполз ближе к крыльцу. Он так устал. Надо попытаться проникнуть в дом. Прияснилось ему, все или нет, теперь уже неважно. Не так-то просто было добраться до дверной скобы. Она вдруг оказалась очень высоко. Пришлось ухватиться за нее обеими руками. Но вот он открыл дверь и вполз в жилище фру Фри Саксон. Он хотел погостить у нее, навестить хозяйку, покрасить ей дом, рыбу, а теперь вот переползает через порог. В квадрате двери за его спиной бушевала снежная буря. Он на четвереньках повернулся лицом к двери и руками отгреб снег. Но снегу в один миг навалило еще больше. Тогда он лег навзничь и уставился в потолок. Когда он очнулся, было темно. Он так дрожал, что никак не мог затворить дверь. Не слушались руки. Потом сыпался на пол. Его почти не прибавилось. Верно пересталось не жить. Наконец ему удалось справиться с дверью. Он уже мог держаться на ногах, но его облепила мокрая одежда. Он громко стучал зубами, будто нарочно, будто это помогало согреться. Потом он стал обшаривать темную комнатушку дюйм за дюймом, покуда не обнаружил на полке коробок спичек. Потом снова лег на пол и стал ползком искать дрова. И почти сразу же нашел сухую вязанку в закутке возле печи. Он берег спички, их было всего несколько штук, ему еще не приходилось разжигать печь. ему не приходилось разжигать огонь в печи, но костер он разжигал. Засовывая в печь тонкие лучинки, он подумал, что разжигать огонь он мастер. Прежде чем поджечь дрова, он сложил их по всем правилам. Вспыхнула первая спичка. Зашумел, затрещал огонь. У фруфри саксон сухие дрова. Она была хозяйственная. Да, иначе бы ей не прожить. Когда от печи потянуло теплом, он сообразил, что в мокром никогда не согреешься. Он аккуратно разделся и развесил одежду над плитой на веревке, которую нашарил в темноте. Фруфри саксон хозяйственная женщина. Жила одна денешенька и была готова ко всему. Он все время тихонько стонал. Это отвлекало. Зубы лязгали, выступивая мелодию. Та-та-та-там, та-та-та-там, симфония судьбы. Последнюю спичку он приберег, вынул из печи лучину и посветил, нет ли где свечи, но рука слишком сильно дрожала и свечи он не нашел. Вот свети горящие лучины он разглядел сети, висящие на стене, потом бросил лучину в печь. Голому ему стало теплей, с мокрой одежды капало на плиту, шипение плиты давало ощущение уюта. В Париже они как-то жарили баранину на вертеле, и она шипела. Одно из самых милых воспоминаний. Но в темноте тепло не держалось. Теперь Вилфред просох, но от стен тянуло холодом, а мысли окутывала неодолимая сонливость. Он приглядывался, не найдется ли чего-нибудь, во что можно завернуться. Напрягшись изо всех сил, чтобы не впасть в забытье, он чувствовал, что в эти минуты происходит что-то важное, решающее. Отцветы огня играли на сети. Она казалась густой, плотной, даже как будто теплой, и больше нигде ничего. Только вот лоскут, которым он знал, заткнуто разбитое окно в соседней комнате. Но он гнал от себя эту мысль «Не надо думать о той комнате». Он потянул к себе сеть, выдернул из щели в стене сук, на котором она висела, попытался расстелить ее, закутаться в нее, но она только путалась, цеплялась за пальцы, руки у него так дрожали, что все из них валилось. Он дергал и дергал плотную сеть, но без толку. Наконец сумел накинуть ее на себя, и стало как будто теплее, все-таки не голышом. Потом опять накатила дрема, и пришлось напрячь все силы, чтобы помнить о тепле. Стоя на коленях, он нашаривал дрова. Сеть мешало, руки запутывались, но он подбирал щепку за щепкой, не высвобождая рук, и нес их от вязанки к печке. Длинный, мучительный путь, когда он опять проснулся, уже осветало. Он лежал на полу возле печи, в ней еще тлел огонек. Было мучительно холодно. Путаясь в сети, он встал и поплелся за растопкой. Щепку за щепкой он еще раз сложил костер, разжег, и его вновь охватило тупое, сладкое, бессилие. Он проснулся опять, когда снова стемнело. Огонь погас. И вот так трясло от холода, что и подумать страшно было о том, чтобы снова разводить огонь. Путаясь в сети, он пополз, ища во что бы закутаться. Руки он сжал, грея одну, а другую. Они совсем закоченели. И вот из глубины подсознания всплыла соседняя комната. Он вполз туда, дернул за край одеяла. Оно не поддавалось. Что-то тяжелое не пускало, словно кто-то держится за одеяло с другой стороны, а кто не видно. Он подполз к изножию, поднатужился из последних сил и забрался на кровать. Кромешная тьма. Запутанными в сети руками он нащупал неподдающееся одеяло. Часть одеяла свисала свободно. Он легонько потянул, потянул еще. Он стонал от напряжения. Лоб покрылся холодным потом, и все время в ушах звучала мелодия из Бетховена «Та-та-та-там!» «Та-та-та-там!» Один раз словно воробей зачирикал или еще кто-то. Стало светлей, не так холодно, пискнула мышь, но это когда опять было темно, он спал тютким сном, все помню во сне, а иногда просыпался и ничего не помню. В сознании лихорадочно сменялись мучительные обрывки картин, но все сразу он держать в памяти не мог, точно решал задачку на сложение и когда появлялось одно слагаемое, другое тотчас же исчезало. Несколько раз ему казалось, что ноги упираются во что-то твердое, деревянное, будто он сует ноги в печь, а огонь давно погас и дрова остыли. Вот залаяла собака, лаяла и лаяла. Он подумал, что это верно кора, так она лаяла, когда он был еще маленький. Она подходила к нему и терлась об него холодной мордой. Нельзя кора, нельзя, нельзя целовать кору. Она умерла давным-давно и вот он ее нашел и никто ему не запретит целовать кору в холодную морду. Собака лаяла далеко-далеко, потом ближе, опять далеко и потом еще ближе, совсем близко. Да, он в стеклянном яйце и идет снег, снег без конца, со всех сторон и домик, маленький домик в снегах, а в домике хозяйка. Как уютно! и Продолжение следует...